Здравствуйте, дорогие друзья! В свою очередь я тоже хочу всех поздравить с началом этой замечательной конференции. И я очень рада видеть здесь сегодня так много участников конференции, то есть этот процесс расширяется. И, судя по программке, появились не только практикориентированные, но и теоретические доклады, что тоже очень радует и символизирует переход на новый уровень. Итак, мне сегодня хотелось бы поговорить о проблеме становления новой чувственности. И в моем докладе будет у меня, так сказать, два полюса, к которым я постоянно буду обращаться. Первый полюс – это сама непосредственно проблема с анестезией. Она эстетическая, психологическая, философская. И второй полюс – это эстетика, современная эстетика. Почему здесь мы видим два полюса? Ну, прежде всего, потому что обратимся к этимологии слова синестезия – син-аэстезия. Со-ощущение или усиление чувственности. И эстетика – наука о чувственном познании. Ну, вот хотелось бы сказать, что сегодня мы начинаем, в настоящее время мы начинаем выходить из кризисного состояния эстетики, которое было констатировано на протяжении, я бы сказала, десятилетия всеми ведущими нашими специалистами, такими как Виктор Бычков в Москве, Мигунов, Петербург, где это Прозерский, Акиндинова. То есть все буквально, так сказать, били тревогу о том, что эстетика находится в кризисе. Почему так происходит? Потому что в связи с появлением новых виртуальных форм коммуникации, новых видов искусства мультимедийных, классический аппарат эстетики перестал справляться с этим, так сказать, огромным потоком новой арт-практики художественной. А что делать? Ну, вот Бычков, например, был в таком пессимистическом состоянии, он говорил, что это конец эстетики, это конец даже культуры, помните, то есть он еще лет пять назад говорил, что вот сейчас период пост-культуры, и что же там будет дальше? Там ничего, наверное, не будет, там будет пустота. Вот, ну, его коллега Надежда Маньковская, которая, кстати, участвует в наших всех конференциях в Санкт-Петербургской государственной консерватории, более оптимистично смотрела на этот процесс, и сейчас мы видим, что, наверное, она была права. Появляется какой-то свет у нас впереди, именно в связи с этой проблемой становления новой чувственности. И вот один из известных эстетиков, Прозерский, профессор Государственного университета нашего Петербургского, на фоне вот такого панического, кризисного, что ли, состояния, он решил обратиться снова к истоку эстетики, то есть начал заново переводить с латинского языка трактаты книги Александра Баумгартена, который являлся основателем эстетики в XVIII веке, это произошло. Вот мне хотелось бы несколько слов сказать об этом. Обоснование Баумгартена философского статуса эстетики имело последствия не только для дальнейшего развития теории, красоты и искусства, но и открывало перед сферой чувственности новые горизонты. Последовавшие вслед за этим повороты в философии, приведения концепции мышления тела, вернее, которые привели концепции мышления тела, телесные сенситивистики способствовали осознанию присутствия во всех видах искусства телесного действия, что в корне меняет прежние представления о способах бытия и пространственном временном континенте. Ну вот, хотелось бы сказать, что эта тематика эстетики телесности непосредственно связана с чувственностью и синестезией, и сейчас она очень активно развивается. Ну вот, например, одно из таких мощных направлений, сегодня развивающихся, это феноменологическое направление. И здесь мне хотелось сказать, что синестезийные характеристики эстетического опыта и эстетического сознания рассматривались уже в работах классических феноменологов XX века, это Мерло-Панти, Дюфрэн, Рикер. И сегодня очень интересные исследования мы видим среди наших современников, тоже французских феноменологов. В частности, хотелось бы обратить внимание на работы Мальдины, французского феноменолога. Значит, он обращает внимание на то, что чувственность – это прежде всего не только перцептивная сфера, но и сфера понимания, и сфера, конечно, эстетического опыта. Это след за Дюфрэном и Мерло-Панти. По мнению Анрии Мальдины, единство мира и целостность субъекта могут быть восстановлены на основе нового чувства. Этот синтез обеспечивается эстетически на основе ритма, как своеобразной синтетической функции и этически, благодаря коммуникативности чувственного, когда пространство, время и сам субъект открываются как конституируемые вместе с другими и для других. То есть мы здесь видим в этих фразах Анрии Мальдина, что он, то есть его открытие, собственно, феноменологическое, состоит в том, что он рассматривает процесс эстетического опыта или чувствования, мы бы сказали, нового чувствования, как открытый процесс. Но понятие открытой формы уже в 60-х годах присутствовало в искусстве. Это, например, Умберто Эка с его выступлениями, его книгами уже констатировал наступление, так сказать, неклассической эпохи в искусстве, неклассической эпохи в науке в связи с появлением феномена открытой формы. То есть в музыке, в изобразительном искусстве этот феномен несколько раньше возникает, чем в феноменологии. Ну вот мне хотелось сказать, что исследования Мальдина намечают или открывают путь к иной форме рациональности, альтернативной механизму современного мира. Эта форма рациональности более подходит для описания жизни непрерывно изменяющегося субъекта, то есть той самой открытой формы, о которой я сейчас говорила, и который способен существовать так, как существует непосредственно художественное творение ритмическое. В связи с этим хочется вспомнить еще, в трубе еще одного эстетика нашего современника, это Сергей Лишаев, который анализирует культурно-исторические и экзенциальные предпосылки кризиса классической эстетики, и при этом он рассматривает феномен новой чувственности. Становление новой чувственности он связывает с эстетикой пространства. Его работы касаются истории, развития чувственности, это очень интересные работы, которые приводят нам к тому, что неизбежно мы пришли к постмодернистскому этапу развития искусства и философии, и, то есть, неизбежность этого этапа обрисовывается. И, конечно, он говорит о том, что новое искусство связано с характеристикой пространственности, будь то внутреннее пространство, виртуальное, или внешнее пространство, то есть фестивали света, звук и свет в различных новых медиапрактиках, которые мы сегодня видим. В связи с этим хочется вспомнить нашу коллегу Марину Леонидовну Зайцеву, которая участвует во всех конференциях, посвященных шинастезии, и является специалистом в этой области. По мнению Зайцева, современное человечество переживает кризисный период, выходом из которого может стать восстановление гармоничных начал в обществе, природе и самом человеке. Эстетический опыт философов-художников Серебряного века в России можно рассматривать как предвидение будущих изменений в сфере чувственности, эстетического восприятия и эстетического опыта. Идея преображения чувственного восприятия в авангарде связана с преодолением узости сенсорных способностей человека, то есть процессом становления новой чувственности, обладающейся анастезийностью. Это идея становления и развития нового типа человека, обладающего не только особыми свойствами с анастезией, аудиовизуальными и другими соощущениями, но и новыми качествами эстетического сознания. Можно очень много говорить на эту тему, но мне хотелось бы еще подчеркнуть, что колоссальный вклад в развитие вот этого направления синестетического, где присутствует и музыкальная синестетика, и синестезия в искусстве, поэзии, в театре, кинематографии, внес безусловно симпозиум, который произошел в Москве в 2019 году, и где присутствовали выдающиеся представители отечественной и зарубежной науки. И спасибо Антону Сидорову Дорсо, который способствовал организации такого масштабного мероприятия. И в связи с этим мне хотелось бы вспомнить, то есть мне очень созвучно, моему докладу, выступление двух западных специалистов. Это Дина Рикко из Милана, архитектор и дизайнер, которая, с моей точки зрения, очень интересно выступила, и в ее докладе прозвучало следующее. Понятие синестезии в современной науке постоянно трансформируется и, в частности, расширяется. И она предлагает рассматривать синестезию в трех аспектах. Первое – синестезия как перцептивное явление, синестезия как языковое выражение, в частности, метафора. Синестезия как представление или как практика, то есть это то, что касается синеминологии, эстетический опыт, короче говоря. И она подтверждает, что синестетические аспекты укоренены в искусстве и в эстетическом опыте не только в одном каком-то своем именно аспекте представлении, но это может быть и целый спектр перечисленных ее направлений. И второй очень интересный представитель философии западной, доктор философских наук в области коммуникации – это Сержио Басбаум, который, кажется, будет у нас участвовать в нашей конференции. То есть у него выступление было тоже очень яркое, мы обратили на него внимание еще в Москве. И вот мне хочется тоже немножко его процитировать в завершении моего доклада. По мере исследования вопроса о синестетическом опыте мы приходим к тому, что наше тело мультимедийно, оно обладает мультимедийными связями, говорит он. И об этом говорил еще Мерло Панти в свое время, в 20 веке. И в моей работе синестезия в основном – это когнитивное состояние, и основа – предикт для некоторых работ в искусстве, которые не сводятся к традиционным областям творческой выразительности. И в моем стремлении понять оба явления, это также проявляется как состояние познания культуры и как ситуация. Итак, синестезия – это опыт, и опыт мультимодальный, говорит Сержио Бальбаум. И последнее выражение, еще одну цитату его. «Современная цифровая культура с ее сверхстимуляцией нашего сенсорного аппарата сделала синестезию актуальным концептом для интерпретации нашего современного культурного опыта». И мне хочется подчеркнуть, он говорит, что синестезия – это не только ощущение, но и понимание, восприятие. То есть многие его работы посвящены проблеме техно-синестезии, связанной с современными виртуальными коммуникациями. Ну, я думаю, на этом мне можно закончить. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Вот, ну, можно еще долго говорить, но время, по-моему, уже поджимало. Уважаемый докладчик, можно задать вам вопрос? Пожалуйста, конечно. Березовчук, Российский институт истории искусств. Очень привлекательно. Меня слышно? Да, хорошо слышно. Спасибо. Очень привлекательно, что вы стремитесь обнаружить некие универсальные предпосылки, которые обеспечивают, скажем так, и синтез в искусств, традиционных его формах, и, главное, открывают новые перспективы для развития искусства. У меня вопрос, собственно говоря, такой. Общеизвестно, тем более вы представитель Санкт-Петербургской консерватории, что базовым для оперы синтетического феномена художественного был синтез языка и музыкального оформления звучащей речи, то есть синтез речи и музыки. С вашей точки зрения, где в этом взаимодействии находится место именно для синтезии? Вы вопросов синтеза, собственно говоря, не касались. Я так стремилась его найти, но не услышала. А именно для синтезии вы скоро полагаете ее универсальной предпосылкой для взаимодействия и искусств, и формализации их полуфидов. Ну, здесь можно очень много тоже говорить на эту тему. Я еще хочу сказать, вот такой штрих в конце вашего вопроса прозвучало то, что здесь не было разговора о синтезе искусств. Дело в том, что мы уже очень много, и я в своих работах очень много писала о том, что синтезия является основой синтеза искусств. И вот в этом сборнике, который мне издали при Российском институте истории искусств, в статье, при публикации мне тоже там редакция задала этот же вопрос. Почему же, то есть этот вопрос, видимо, очень часто волнует людей, почему синтез искусств связан, как он с синтезией. Ну, на этот вопрос много уже отвечали и Галеев, и Толиденко. Они говорили так, что, во-первых, синтез искусств – это рукотворное действие, в основе которого лежит человеческое мировосприятие. Мы никуда не можем деться от человека. То есть те искусства, которые возникли сначала в синкретическом своем аспекте, в древности, постепенно с развитием техники каждого из этих искусств, они дифференцировались, то есть разошлись в разные стороны. Но для сохранения целостности, как, например, в оперном искусстве, вот этой гармонии целостности, мы должны дополнять с помощью какого-то противодействия, то есть гармонии до единого целого, до нашей целостной чувственности. Поэтому здесь вот присутствует вот такая синтезия. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса – где здесь словесное творчество? Значит, ну вот я сегодня говорила о Серджио Баусбауме. Он начинал, например, свое выступление на конференции о том, что синтезия – это прежде всего слово. То есть большая часть его доклада была о том, что слово само по себе синтетично. Об этом тоже очень много писал Галеев в свое время. Слово – это свертка, некая свертка того представления, той интонации, прежде всего музыкальной, которая присутствует в этом содержательном послании. И через слово мы должны этот самый внутренний синтетический код расшифровать с вами, когда мы пытаемся понять, что нам человек, какую информацию пытается передать. Ну и потом еще сегодня уже прозвучало у нас фильм, которые поддерживаются и Еленой Луктенко, нашим психологом московским, ну и феноменологией тоже, по крайней мере, классическими феноменологами, Дюфреном, Мерло-Панти и так далее. Метафора – это… Благодарю. Ваша позиция ясна. Спасибо за вопрос. Очень серьезный вопрос. Глубокий. Спасибо. 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 Спасибо за доклад, Светлана Витальевна. Мы продолжаем работу нашей конференции и следующим пригласим выступать Антона Викторовича Сидорова-Дарсо. Он является основателем и членом правления Международной ассоциации синэстетов и деятелей искусства, основателем и научным куратором российского синэстетического сообщества и руководителем исследовательской группы синэстезии «Дети и родители» при Центре междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета Москвы. Антон Викторович, вы с нами. Здравствуйте. Добро пожаловать, пожалуйста. Здравствуйте. Во-первых, хочу вас поблагодарить за приглашение. Великолепное событие. Также мне очень приятно, что многие из вас помнят московское событие и говорят о его пользе. Цель его была в том, чтобы как-то познакомить зарубежных исследователей синэстезии и их взгляда. С их взглядом на синэстезию с российской публикой и наоборот представить наше воззрение на синэстезию и каким-то образом, чтобы они проникли в зарубежный мир, в зарубежный академический мир и представление синэстезии. Это произошло, и это исключительно приятно, и вполне приятно мы продолжим эту практику и будем продолжать малыми событиями или большими событиями дружить, что называется, континентами и странами. А теперь, да, сейчас начну свою лекцию, немножко подлажу свой экран. И хотелось бы сразу сказать, что моя тема, наверное, немного будет необычной в вашем контексте, потому что я буду говорить языком психологии, таким вот научным языком, постараюсь несколько адаптировать свои термины под представление синэстезии в искусстве. И поэтому вот такая тема на стыке психологии и искусства. И говоря сегодня о врожденной синэстезии и о результатах современного исследования врожденной синэстезии, в том числе, собственно, результатах влияния синэстетические особенности и восприятия на характер творческой деятельности людей с врожденной синэстезией. Также немного постараюсь затронуть темы подобия и различия проявления врожденной синэстезии и кросс-модальных в соответствии связей врожденной синестезии с механизмами, которые мы обычно ассоциируем с творческими процессами. И я особо поговорю о собственных исследованиях, о степени выраженности врожденной синестезии, или то, что я называю акцентом синестезии, с личными типами и стратегиями выбора опыта, которые влияют на или могут влиять на творческую деятельность синестетов. Итак, мы знаем, что синестезия исследуется уже врожденная синестезия более двух столетий. Врожденной синестезией мы называем необычное психофизиологическое явление, которое выражается в том, что определенные стимулы, которые представляют классы объектов внешнего мира, например, музыку, или то, что я называю широким перцептивным опытом, или восприятие букв в письменности, или восприятие человеческой речи. При этом эти классы или категории непроизвольные постоянно сопровождаются дополнительным сенсорным качеством, таким ощущением, например, вкуса, цвета, запаха, объема. Ну, некоторые видят это как положение в пространстве. И все эти дополнительные свойства не вызываются непосредственно физическими свойствами объекта, а являются, так сказать, внутренним порождением человеческого мозга, мозга синестета. Мы также знаем, что это явление наследуется почти в 50% случаях, чаще по женской линии, хотя бывают и исключения от мужчины к мужчине. Следует указать на то, что наследуется не, собственно, тип сеностезии, но склонность к сеностезии. И каждый раз этот тип может быть несколько отличен как качественно, ну, то есть отлично, например, цвета букв, так и сильно качественно, то есть могут быть проявляться другие типы сеностезии в одной и той же семье. Мы также знаем, что мозг синестета на структурном и на функциональном уровне различен, то есть у синестетов обнаруживаются определенные особые свойства функционирования мозга, метаболизм в отдельных зонах, которые не возникают у контрольных групп, то есть у групп без синестезии. И, в общем, все эти данные доказаны научным способом и на больших выборках, и сложными машинами. С упрощенной точки зрения мы говорим о том, что синестезия – это некая параллельная реальность, физиологическая, нейрофизиологическая, которая путем некой дополнительной активности мозга возникает в виде вот этих дополнительных сенсорных реакций. И какой бы ни казалось необычной и диасентрозичной синестезия, в ней всегда происходит, с одной стороны, нечто закономерное, это система, порождающая другую систему, а с другой стороны, нечто очень индивидуальное. Именно поэтому синестезия всегда, врожденные синестезией, все события ей посвященные, имеют в части еще и некие события, некие выставки, инсталляции, посвященные творчеству синестезии. Особенно такой рапорт с точки зрения нейрофизиологии, он характерен западному миру, то есть западный мир смотрит на синестезию глазами врожденной синестезии прежде всего, и потом уже переносит эти представления на искусство. Ну, такова традиция. Большое количество проектов по исследованию врожденной синестезии сосредоточено как раз на вопросах о преимуществах обладания этим феноменом, и в частности, его взаимодействии с творчеством. Например, связана ли врожденная синестезия с процессами создания оригинальных и актуальных произведений искусства? Подразумевает ли ее развитие, также развитие каких-то выдающихся личностных качеств? И можно назвать синестезией уникальным восприятием мира? У таких вопросов есть некие рациональные предпосылки, особенно если рассматривать синестезию с точки зрения ее субъективного проявления. Самоотчеты синестетов включают описание непосредственности синестетических переживаний от первого лица и могут очень поразительно напоминать результаты использования некоторых приемов абстракционистов или импрессионистской живописи, концептуального искусства и так далее, алгоритмов новых медиа в том числе. По этой причине зачастую произведения за авторством синестетов, которые не являются, так сказать, абстракцией, являются, можно назвать, физиологической репрезентативностью. И тем не менее подобного рода реальность она сравнивается художественным миром с абстрактными картинами, картинами, которые были популярны, вот скажем, в начале 20 века, да и до сих пор все еще эта школа несколько преобладает. Поэтому синестезию врожденного типа часто сравнивают с... ее результаты сравнивают с искусством. Но так ли это и стоит ли это делать? Вот факты из биографии некоторых синестетов свидетельствуют о том, что выдающиеся творческие личности обладали особенностями восприятия, которые можно назвать сейчас, ну, с полной научной обоснованностью, врожденной синестезией. Эти факты часто используют в качестве единственного и исчерпывающего объяснения успешности творцов-синестетов. В том числе в этом ключе интерпретируется врожденность синестезии, ну, так сказать, сравнивается с ее естественным, спонтальным и необременительным развитием, которое объясняется, по сути, природой или безусловной одаренностью и так далее. Но, однако, для более полного понимания роли врожденной синестезии в искусстве немаловажно то, что данные особенности могут как рефлексироваться самими авторами, так и, в общем, не рефлексироваться или не признаваться самими художниками в качестве движущих сил их творчества или источников вдохновения, или способа репрезентации. Тем не менее, мы видим, что многие известные авторы, Набоков, например, Замятин, использовали синестезию буквально, ну, то, что я называю физиологическим репрезентативизмом, в своих произведениях. Например, удачное использование, условно удачное, успешное использование врожденной синестезии можно встретить в авторстве, в музыке за авторством Диода Лигетти. Он был синестетом, признавал за собой синестетические врожденные впечатления, и его творчество, на мой взгляд, максимально приближено к тому, как синестет может реализоваться в музыке, потому что сам процесс написания музыкальных произведений напоминал некую художественную палитру, которая сначала воплощалась на условном листке, на условном стане, как цветовые пятна, и потом только он обращал-то под такого рода музыкальные произведения. В которых трудно было различить музыкальные начали и музыкальные концы той или иной партии, они как бы проступали один слой сквозь другой. В данном случае, ну, я не искусствовед, да, но для меня импрессия данной музыки состоит в том, что музыка строится не линейно, а по законам зрения. То есть одномоментно участвуют сразу несколько голосов, просачиваясь друг сквозь друга, и для меня это максимальное представление о том, как синестет визуального характера может писать музыку, то есть нелинейное превращая в линейное. Демография врожденной синестезии удивительна. Дело в том, что среди нас находится 4% синестетов, но по исследованиям, например, в вузах творческих специальностей у нас обнаруживается 7% синестетов среди всех студентов против 2% в вузах нетворческих специальностей. Опять же, а в чем же тогда вопрос, почему среди студентов творческих специальностей так много синестетов? Оказывается, вот проведена, проведена исследование не мной, а Джамми Вордом, у синестета есть склонность к преснему самовыражению, к поиску языка, который ему хотелось найти, чтобы донести собственную субъективность до другого человека. Тем самым мы обнаруживаем, что в массе своей среди деятелей искусства не слишком выдающихся, в том числе студентов, которые еще никак себя не покатали, мы находим огромное количество синестетов, практически каждый десятый. В то время как среди общечеловеческой популяции у нас всего лишь 4% синестетов, даже меньше, я бы сомневался в большей такой цифре. С другой стороны, педагогические подходы к обучению практическим навыкам творческим и техникам, методикам теоретического анализа произведения искусства отправными точками являются некие представления о синестезии как о стандарте оценки. Такие методики обычно нацелены на то, чтобы воспроизвести синестезию, развить механизмы восприятия и так далее. Так или иначе, все это напоминает проявление врожденной синестезии, и это проявление, мне кажется, что выделяет врожденную синестезию как некое превосходство, как некий золотой стандарт того, как должно восприниматься и выглядеть искусство. А с другой стороны, мы видим, что все-таки, сейчас я об этом поговорю, многие исследователи оценивают синестезию, ну, как тоже некое представление о том, что это окно в творческий мир, что это поиск подобного в разнообразном. Вот Лурия, например, наш исследователь Александр Лурия фактиализовал феномен синестезии как некую принадлежность, например, гениальности Скрябина. Мы видим, что да, действительно, по прецеденту синестезия приравнивается к творческому процессу и к некому высокому проявлению творческости, условно, если можно так назвать. Что происходит сейчас в науке исследующих врожденных синестезов? В первую очередь, я скомпоновал все в одном сайте, в одном слайде. Здесь ничего особенного нет, просто перескажу какие-то результаты. Во-первых, у синестезов подтверждена склонность к конвергентному мышлению, то есть нахождению универсальных связей, ассоциаций между разнородными явлениями и понятиями. А также, как я уже упомянул, к образному художественному творческому самовыражению, с поиском эстетических средств, которые способствуют передаче этих вот внутренних особых реакций на те системы музыкальные, языковые и так далее. Восьминуты, прошу прощения, у вас минуты осталось. Хорошо. Спасибо, что подсказываете. Итак, давайте тогда обобщим какие-то особенности синестетов, которые были найдены биологической и нейробиологической наукой. Во-первых, это некое повышение фонового возбуждения или нейротизма. В этом нет ничего патологического, да, это некое типологическое лично-патологическое свойство. Второе – это интеллектуализация, то есть более активное вовлечение интеллектуальных процессов в процесс познания. И третье – это проницаемость границ личности, то есть отсутствие некой стереотипии, в переживание тех или иных событий, состояний и так далее. Эти результаты можно интерпретировать как более интенсивную, активную включенность в непосредственный опыт и более открытое представление о мире. В большей степени мы видим, что, открыв синестетическому опыту мир парфюмерии и мир альфакторного искусства, в этих сферах синестета достигает максимальных своих возможностей, максимального успеха. И тем самым мы видим, что у синестета, даже если у них нет каких-то успешных результатов в сфере более, так сказать, закрытой или более академической, где больше стереотипов, больше требований, то сфера открытая, например, альфакторное искусство, которое только что зарождается, она открыта к творчеству синестетов, более принимает их. И успешность в нем заявлена больше у людей с синестезией, чем в академической музыке, например, или в академическом искусстве. Итак, мы говорим о том, что необходимо, если вы художник синестет, при действительно существующем у вас врожденном потенциале, обратить внимание на более широкие аспекты достижения признания, например, добиваться новизны и общечеловеческой значимости своих произведений, включать синестетическую образность и индивидуальную сенситивность в общекультурный контекст. А с точки зрения миру искусств, искусствоведения и педагогики, на наш взгляд, следует уйти по представлению как от фонетично восторженного отношения к врожденной синестезии, так и необоснованных категорических сомнений, принять более аналитическую позицию и на основании психологического анализа конкретных случаев учитывать природу врожденной синестезии в каждой индивидуальной ее разновидности как сигнал некой чувствительности к определенной категории опыта, музыки, речи и так далее, функциональной активности, модальности, и помочь синестету оценить, интерпретировать, перевести с одного творческого языка на другой и способствовать расширению семантического поля, которое ему доступно в большей степени, чем людям без синестезии, в область общезначимого языка искусства. Спасибо. Спасибо большое, Антон. К сожалению, у нас не очень много времени на вопросы. Один вопрос возможно задать. Есть ли у наших участников вопросы к Антону Викторовичу? Да, если можно, я хотел бы спросить. Алексей Талашкин, Сибирский центр колокольного искусства, город Новосибирск. Антон Викторович, подскажите, вот в книге Анастасии Цветаевой описан опыт ее общения с Константином Сараджевым, который в списке ваших синестетиков присутствует. У меня вопрос такой, доводилось ли вам общаться с носителями такой способности, с живыми людьми, которые так же, как он, или примерно так же ощущают звуки? Котик Сараджев, вот один из тоже моих таких героев, серьезно, потому что ему удалось воплотить в себе как синестетические свойства, так и такой массивный вклад в культуру. К сожалению, не все сохранилось, все, что он сделал, но тем не менее его история хорошо прослежена, его путешествие в Гарвард зафиксировано. Для меня это синестет, который воплотил в себе как непосредственно природную одаренность, так и чисто человеческую персональную одаренность, возможность общаться с другими людьми, и в том числе совместить такие огромные сферы, как колокольное искусство в его живой традиции и свои собственные представления о колокольном искусстве. К сожалению, а может быть нет, что среди синестетов есть также гении и также ремесленники. И среди синестетов, которых я знаю, есть люди, которые каким-то образом преломили через свое природное чутье и одаренность определенную практику человеческой, символической природы. Но в таком масштабе, как у Сараджева, как у Набокова, как у Шерещавского, к сожалению, вот в данный конкретный момент я не вижу таких персоналей сейчас на своем радаре. Я, конечно, за всеми слежу и даже помогаю каким-то образом помочь развиться, куда-то поступить, может быть, каким-то образом, изменить свое творчество. Но, к сожалению, таких масштабов персоналей сейчас мы не встречались вот последние 20 лет точно. У вас выключен микрофон, мы не слышим вас. Благодарю, благодарю вас. У нас будет еще возможность прослушать доклад про Сараджевы и поговорить на эту тему. Сейчас мы приглашаем большую компанию наших коллег-исследователей синестезии, которые терминологически отделяют ее от прожденной синестезии и называют кросс-модальными. Соответственно, мы прослушаем два доклада про сопоставление высоты тона и тембра с цветом на Мадагаскаре и различия в межкультурных кросс-модальных соответствиях для высоты тона и возможное влияние на восприятие западных аудиовизуальных произведений искусства. Сопоставительный аспект. Я представляю наших австрийских друзей. Это Венский университет, факультет музыковедения, Сара Амброс, Йорк Иванский, Август Шмидт-Хофер и Кристоф Ройтер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остерийские коллеги, извините, пожалуйста. Sie haben 15 минут und 5 минуты для вопросов. Будьте. Нара, ты будешь с ним? Да, мы здесь у вас есть на Уберсетинге. Будьте. Саша Амброс и мне. Мы из Музыкологического Департамент Университет в Виене, и сегодня мы презентим из Мадагаска о трос-модал корреспонденции. Но в начале мы сделаем декоративную информацию о том, как и о том, то в том, что это топик. Саша Амброс – это топик. Саша Амброс – это топик. Сейчас они представят правильное поведение. Континь. Да, Амброс. How do people assign a beam below or above? Most people associate high-pitched tones with bright colors, arranged high-pitched tones in space above and to the left, and associate them with small and angular shapes. These associations are associations between the senses with constant expression for which the English term cross-modal correspondences had become established in the last decade. These associations are bidirectional, meaning that most people not only associate high tones with bright colors, but also vice versa, bright colors are associated with high tone. High tone with bright colors and, on the other hand, bright colors with high tones. And for this term, the term cross-modal correspondents are culturally learned. This is exactly the question we ask ourselves in this empirical study, which we will present to you during the next 15 minutes. Cross-modal correspondences occur to varying degrees between all senses. And, for example, associations between tastes have been studied so far. Sweet tastes, for example, are associated with round shapes, with a one with square shapes. This means that the same wine tastes sweeter when drunk from a cup with a round pattern than when the cup has an angular pattern. One of the questions that remains unanswered is whether cross-modal correspondences are learned or innate. On the one hand, relationships between loudness and brightness can already be observed in 20- to 30-day-old babies, which points to an innate nature. Other correspondences are only detectable at a later age. With regards to the question of learned, it is still an open question whether cross-modal correspondences are learned within a culture or whether they are universally expressed in the same way. This is the main question we investigated in our study by examining the correspondences between the timbres of musical instruments and colors. The starting point was a study by our musicological institute with test subjects from Austria and Germany. Now, we have conducted this study again, only slightly modified, with indigenous people in Madagascar. Now, is pitch also more important than timbre in the choice of color? Such a result would suggest, for example, that this form of cross-modal correspondences is not culturally learned. Indeed, it would suggest that cross-modal correspondences are possibly universally valid, but that would have to be investigated more closely by comparable studies on other continents. Okay, I will translate. We will ask for a question, as well as the following question a few examples of the response in the context of the opinion of this study is related to the context of the苑. It is really important to understand the context of the opinion of the anarchism of the anthropologist, and that's why we are able to utilize the context of the context of the theory. Это исследование было проведено на Мадагаскаре, то есть другой культуре, не западной культуре, и чтобы сравнить, какие соответствия выясняются в африканских странах. Для изучения себя, я сейчас подниму к моему коллегу Сара Амброс. Продолжение следует... 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 played in three pitches each, which is E2, E3 and E4 were chosen. Let me translate, we hear you not very well, the sound is disappointing. Initial stimuli were also taken from the initial study and only slightly adapted. Sarah, do you hear me? There is a problem with the sound. Can you hear me? Yeah, but it is interrupting. I will try to translate what you have said and then we'll continue, maybe the sound will be better. Yes, I will. Yes, I will. In the study of 63 people, 30 women, 33 men of 10 to 60, 12 children. И задавались различные вопросы на французском языке. Предоставлялись сэмплы, 30 различных звуков, которые воспроизводились в случайном порядке. 10 инструментов из Венской синхронической библиотеки, каждый в трех тонах через октаву получается. Например, для тромбона, начиная с ми большой октавы, потом большая, малая и первую октаву. То есть через октаву и так далее для других инструментов, соответственно, в их звуковом диапазоне. Звук вводился через наушники на той же громкости. Цвета были выбраны из проекта Berkeley Color Project. Цветовый проект Berkeley. И вот сюда мы видим на экране. Okay, continue, please. We'll see if we can hear you well. The results of the study. On the left, color sound frequencies. It was found that the color black was associated several times. The sounds are most frequently described with this color in all pitches. In addition, further selection tendencies of individual color groups could be shown for some instruments. Woodwind instruments such as the oboe were often associated with strong red tones. The trumpet was associated with the colors black, violet, and high-pitched E5, for example, with white. Clear associations are also visible with the string instrument. Most of the test persons assigned the lowest sound of the cello, as well as the violin, to very bright colors, namely yellow and white. Okay. I will translate. Assumption that the color is... Perfect. Okay, Sarah, I will translate, okay? So, we can see at the top of the screen. On the left, noses of the screen. So, we can see color affect the color. We can see a color. You can see a color blue, the color blue, the color blue, the color blue. И соответствие показало, что большинство черных цветов с деревянными инструментами и большинство медных цветов, яркие оттенки были связаны с кларнетом и рожком. Стромбон ассоциировался от темно-оранжевого до коричневого. Вы можете продолжать. Сэра, вы можете продолжать. Спасибо. Особенно, когда вы посмотрите... Я слышу? Очень плохо. Вы слышите меня? Это было разрушено. Все это хорошо. Больше сейчас? Да, я слышу, если вы говорите коротко, и если вы начинаете говорить много, то это будет interrupted. Окей. Давайте попробуем. Окей. among the 51 adult respondents and also to most brass instruments. In contrast, nearly all children interviewed associated the color pink listening to the sound of an oboe and violin. Likewise, brighter hues weren't. The color properties such as brightness could also be determined. In summary, there is a connection between tone brightness and tone pitch regarding the color brightness of all averaged colors. The higher the tone plate, the higher the calculated brightness of all selected colors. But let's come back to the original question. Do the results differ from those of the Europeans? Okay, I will translate the results. Okay. Okay. The results showed that there may be a connection between the height of the sound and the color brightness and brightness. Okay, sorry. You can continue. Okay, sorry. Thank you. Sarah, we don't hear you. Thank you. No. Almost no. If you look at the calculated color. If you look at the calculated color averages of the original study and those of Madagascar, you can see a difference. On the left side, on the left side, the 10 instruments. For example, on the left figure of the original study, a positive correlation between pitch and brightness can be observed. This cannot be observed with a free eye for the Madagascans. It can also be drawn with the individual language which could be found in a language that low and dark are common. The Shona people, for example, describe high tones as thin and low tones as thick. In Central Africa, on the other hand, high tones are described as weak and low tones as strong. The association of high tones with light colors could therefore be culturally influenced and language dependent. Okay, Sarah, I will translate. But what about the results of other stories? I will translate the comparison between Europeans and Madagascar. The results of those results are related to the differences. We saw the differences with a difference. And the results of results showed that the difference between the requirements and brightness can be found. Мы не можем заметить в определенных ответах, только в общей сумме в расчете средних значений есть некоторое соответствие для мадагаскарцев. Выбор цвета трубы в высоком тоне аналогичен выбору европейцев и неевропейцев, и те, и другие выбирали очень яркие цвета. Но, как мы видели в двух разных таблицах, что у неевропейцев больше черных, белых, ну в основном даже черных тонов, а у европейцев больше разноцветных цветов по соответствии. И также в соответствии есть высокий, яркий, а в Центральной Африке высокие тона описываются как слабые, а низкие тона как сильные. То есть даже наоборот идет соответствие. Таким образом, ассоциации высоких тонов с яркими цветами могут зависеть от культуры и языка, а не от врожденного восприятия. Я так понимаю, Сара у нас пропала. Хорошо, тогда я зачитаю окончание на русском, и если она захочет, она продолжит на английском. Соответственно, сейчас если нам покажут демонстрацию экрана, это насчет результатов других исследований. На экране должны показать публикации. Вот в левой части, на табличке указаны инструменты и высота тона, и основные цветовые соответствия, которые наблюдались чаще. Например, красная труба, клей-то синий, светлые тона скрипка. Да, более светлые тона у скрипки. Но эти соответствия не прослеживаются в эксперименте с неевропейцами. И вывод был такой, что у мадагаскарцев тембр звука сильнее влияет на цветовое соответствие, чем его высота. Ну и, соответственно, вывод, что соответствие кросс-модальное не является врожденным, а является культурно усвоенным. Окей, вы можете добавить, я просто читал, объяснила это в русском языке. Вы можете объяснить это в английском языке. Окей. Окей. Понимаете? pummail. No flute or light colored tones in violins sounds are hardly found in the study with non-Europeans in the responses of the Madagascans the timbre of the sound seems to have a stronger effect on the color correspondences then Продолжение следует... 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 Okay, it's like this. Yeah, okay. We can answer later. Right, thank you. Can you hear me? Yes. Now I can hear you. What was the question? How is it answered? We're going to go to the next question. Jörg Ivansky tells you about the perception of Western audiovisual movies regarding possible influence, height, tone and sound. Jörg, Sarah had problems with... Ja, ich konnte sie auch. Ganz schlecht, ganz schlecht hören nur. Wenn es geht, kannst du selber das machen, oder? Sie haben uns das aufgeteilt, dass sie den ersten Teil macht und ich den letzten. Jetzt habe ich natürlich einen Vortrag von 15 Minuten vorbereitet. Wenn die Übersetzerin da noch zukommt, dann sind es natürlich 30 Minuten insgesamt. Ja, das wusste ich nicht. Das geht, es geht. Ja, das wäre okay. Aber lass bitte einige Minuten... Nach zwei Sätzen... Bitte auch einen Absatz mache ich dann immer. Ich mache dann für Übersetzerin immer einen Absatz. Das heißt, da mache ich die Sache und Sarah macht es nicht. Po technischen причinen, die Sare... Und Sie haben auch die Übersetzerin immer noch nicht. Oh, sorry. По техническим причинам Сара первую часть своего доклада передает Йоргу, у которого со связью проблем нет. И чтобы мы не мучились, он сейчас переформатирует и несколько увеличит время своего доклада. Можете начать? Пожалуйста. Пожалуйста. Лара, каши, 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 каши? Пожалуйста, каши, каши, каши. А, каши. Каши. Это было все 나도 хау. Что это было? У меня не так, как. Каши? Паши. Паши, я не могу. Я не могу. Каши. Субтитры сделал DimaTorzok Но если кто-то присоединится, кто не слышал предыдущий доклад, то сейчас кратко результаты его повторят еще раз. В западной культуре принято ассоциировать высокие тона с яркими цветами, а также с маленькими угловатыми формами и верхней позиции, то есть высокая вверху, низкая внизу. И, соответственно, наоборот, то есть яркие цвета – это высокие тона, и высокая – это значит высокие тона с формами угловатыми. В общем, соответствует ту и другую сторону, и это называется кросс-модальными соответствиями, укоренившимися в культуре. Для того, чтобы выяснить, что такие тона были научными или искренними, Музыкологическое департамент Университета в Виене провел исследование в Мадагаскаре. Существующие тона с тумбрами были свидетельны, а также влияние на различные петли на тумболы на тумболы на тумболы на тумболы были не осуществлены. Представители Венского университета провели исследование на Мадагаскаре, чтобы проверить, действительно ли врожденные эти кросс-модальные соответствия или изученные в культуре. И результаты показали, что для мадагаскарцев соответствие тембра и цвета было выражено, а высоты и цвета не было выражено, из чего сделали вывод, что это культурно выученное соответствие, а не врожденные. Вечером военных. For people from different african states, high tones are not associated with brightness, but with smallness, weakness, thickness, young copper, young men's voices or women's voice. While in western cultures the main cross- commanded correspondences to low and high pitches are dark and bright colors, these mappings do not appear as the first-named mappings in non-western cultures. Thus, the western dominance of dark, bright color associations for low, high pitches is not dominant in non-western cultures. And in general, classification of tones in high and low and their spatial arrangement in above and below is not dominant or probably not present at you all in non-western cultures. This result is very interesting for the art of sound and light if artists and or the audience come from different cultures. In this case, there might be differences in the perception of audiovisual art when special associations between the senses, which are an essential part of the artwork, cannot be comprehended due to different cultural conditioning. For this, we give five examples from different audiovisual genres in different times inside of western music and film. The results of this research may be important, because some art can be unwritten by the question of the non-western cultures because there is no cross-modal corresponds to the concept of the culture in Western culture. For this, the results will be brought to different examples of audiovisual genres and music in Western cinema. Мы на экране видим, что сейчас приведут пять примеров, в которых могут быть конфликты в понимании западными и менее западными представительными культурами. Number one, color organs. Starting in the early 18th century with the French Louis Bertrand Castel, inventors experimented with different tone color systems to visualize every musical tone with a corresponding color. One of their aims was to visualize music. For this, they built color organs, as, for example, Alexander Remington did in 1895. This is a picture of his color organ. это картинка цветового органа и здесь вы можете видеть один из его цветов, в котором он распространил цветы цветов в клавиатуре а это соответствует цветов в клавиатуре в картинке мы видим, что даже в рамках одного сегмента у нас более высокие звуки соответствуют более ярким цветам и потом цвет как бы нивелируется, уходит даже в рамках одного сегмента Number two, experimental films the idea of color organs to visualize music was continued within the new medium by experimental filmmakers from the 1920s on one of the most influential one was the German Oskar Fischinger дальше идея цветовых органов перешла к фильмам это экспериментальные фильмы 1920-х годов и самый влиятельный создатель таких фильмов был Оскар Fischinger atуровым que он играет «Нивидори» в новом фильме аниме аниме the music of the composer Franz Liszt. Louder tones correspond with bigger forms, quieter tones with smaller forms. The solo cadence is visualized by three parallel rows of small discs that roughly follow the pitch in the arrangement within the image space, mostly high notes at the top of the image and low notes at the V button. We can listen to the first 75 seconds. The sound of the pitch in the background corresponds to wide and tall based on the the music, low notes at the bottom of the image. If you read a video in the text on the screen, you can also watch the video. The sound of the sound of the rock. Продолжение следует... 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 Четвертый пример это андерскоринг или подчеркивание в музыке к фильмам. Это иедация или синхронизация движений и чувств, которые показываются в фильме. Продолжение следует... 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 где основной мотив, короткий мотив на один такт, и он поднимается все выше и выше, это сопровождает подводная лодка, которая поднимается снизу наверх, на поверхность. И, соответственно, это сопровождается вот такой мелодией. На. И, как демонстрируйте, я думаю, что это работает. Я думаю, что это работает. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо! 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 Яля! Яля! Спасибо! Спасибо! Есть еще вопросы? Спасибо! 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 Я, во-первых, хотела бы поблагодарить организаторов замечательных конференций за то, что меня пригласили. Я участвую именно в такой конференции, которая связана во многом с синестезией. И, конечно, я не специалист по синестезии, но я специалист по японской культуре. И, наверное, в моем докладе будет тоже что-то интересное для тех, кто как раз занимается синестезией. Тема доклада представлена на слайде. Это особенности восприятия света и цвета в традиционной японской культуре. И я немножко забегу вперед. Собственно, я являюсь автором и диссертации по симеонтике цвета в японской культуре, и автором книги «Цветовой код японской культуры». Вот в среду буду, собственно, на круглом столе книгу свою представлять. А сегодня вот у меня такая тема. К ней хорошо очень подходит цитата известного японского писателя Кававата Ясунари, который говорил, что розовый свет – свет любви, голубой исцеляющий душу, а оранжевый – свет мудрости. И каждая душа выбирает то, что ей нужно. Это очень и очень важно. Люди на Земле еще не поняли, что такое свет и цвет, но скоро они постигнут силу цветовых эффектов. И буквально несколько слайдов первых у меня вводных как введения. Я думаю, многим все это знакомо, но чтобы подойти плавно к тому, о чем я хочу сказать, я все-таки это тоже затрону. Что же такое цвет? Есть много теорий о том, что такое цвет. И, конечно, цвет – это то, что мы видим, когда появляемся на свет, если я говорю про здорового человека со здоровым органом зрения. А вообще цвет – это волны определенного рода электрической энергии, электромагнитной энергии, я извиняюсь, которые после восприятия глазом и мозгом человека преобразуют в световые ощущения. Так, собственно, говорят физики цвета. Цвет воздействует на наше психическое и физическое состояние. Благодаря цветному зрению мы видим мир по-разному и воспринимаем тоже мы его совершенно по-разному. И действительность вокруг нас, благодаря этому, воспринимаем по-разному. Это уже психология цвета. Если говорить об искусстве, то краска – это искусственное орудие воссоздания цвета. И, собственно, с древних времен человек пытался не только воздействовать на душевное состояние свое и людей, окружавших его, но и использовать цвет для создания комфортной для себя среды и обитания, а позже уже и для создания реальности, собственно, откуда и возникли произведения искусства. И вот то, чем больше занимаюсь я, это, конечно, знаково-символической системы. То есть, когда цвет – это не только природные явления, но и сложная культурная конструкция, потому что цвет – это носитель определенной информации. И вот в моем докладе будет некоторое смешение вот такой синтетического цвета и не звука, но вкуса, например. В общем, это в любом случае цвет, благодаря которому мы можем разгадывать культурные коды и погружаться в целую систему знаков и символов. И, собственно, так как я изучаю цвет и продолжаю это делать в японской культуре, то есть там много подтверждений, что все-таки в контексте внутри какой-то отдельной культуре цвет воспринимается немного по-другому, несмотря на то, что все-таки у всех людей на всей планете глаза устроены более-менее одинаково. Как же изучать пару слов об этом? Проблемами цвета с древности до наших дней занимается целый ряд научных дисциплин. И вот, собственно, как я выделила описание цвета самого, определения цвета. Вот точно так же занимались ими научные дисциплины, философские, естественно, научные, гуманитарные. И изначально верили и изучали цвет как некую истину, как проявление божественного света, воплощенного в природе, дарованного человека Богом, а также что-то неподвластное эмпирическим исследованиям, то есть то, что нельзя было изучить. И это философия цвета и религиоведение. Далее физики, биологи, математики и химики уже изучали цвет как электромагнитную волну определенной длины, которая перерабатывается зрительным анализатором, главным мозгом, рецепиентой. И, собственно, доказывали, что цвет на самом деле объективен и существует независимо от сознания человека. И вот уже как феномен субъективного восприятия цвета цвет стали изучать лингвисты, психологи, культурологи. Вот я по образованию культуролог, и как раз таки я так его и изучаю. Искусствоведы, семиотики, то есть они наделяли его определенным смыслом, значением, которые и доказывали, что цвет оказывает воздействие на душевное состояние человека и не только, да, на восприятие, в принципе, внутри своей культуры мира определенным образом. То есть восприятие цвета зависит от культурной традиции, внутри которой он используется и изучается. И вот тоже тут много сегодня говорили о том, приобретенно это или врожденно. Это тоже очень интересно, потому что в каких-то случаях это действительно врожденно. Да, у японцев очень много таких примеров в культуре. В каких-то случаях это приобретенный навык из-за того, что любая культура, она открывается навстречу другой культуре, общается с другими культурами, что-то заимствует и перерабатывает, оставляет у себя. Поэтому здесь факторов несколько. Итак, какие же существуют в японской культуре особенности восприятия света и цвета? В традиционной японской культуре, я говорю про традиционную японскую культуру, но, конечно, очень много того, о чем я буду говорить сегодня, оно и в современной культуре присутствует, хотя и несколько модернизировано. Итак, это чередование периодов относительно открытости и закрытости страны, о чем я здесь говорю. То есть это периоды, когда Япония была готова более активно воспринимать какую-то информацию извне. И многие из вас, наверное, знают, что в японской культуре очень много заимствования из китайской культуры, из корейской культуры. И затем некоторые периоды либо относительной закрытости, когда Япония все это перерабатывала, либо настоящая закрытость. Такой период был, например, во время политики Сококу, это с 1641 по 1853 года, во время правления Сюгуната Токугаву, когда Япония полностью оказалась закрыта от внешних воздействий. И тут же я еще привожу период Мэйджи, но это уже скорее насильственное некое такое, да, модернизирование Японии с 1868 года по 1912 год, еще называют революцией Мэйджи, да, то есть когда Япония стала европеизированной. Далее, какая особенность еще существует? Тяготение к культу природы, и об этом вот я указываю, да, какие авторы говорили, семантика взгляда. И сейчас на каждую свою особенность я дам примеры. Сложная система эстетического воспитания и, конечно же, влияние религиозно-философских представлений и ценностей. И здесь тоже, наверное, не секрет для участников и слушателей конференции, что японцы могут быть одновременно с синтаистами, буддистами и конфуцианцами, потому что синтез религий присутствует в Японии. Все религии прекрасно в японской культуре уживаются. Более того, есть разграничения на те обычаи и традиции, которые совершаются по синтаистским канонам, есть те, которые совершаются по буддистским канонам. И, конечно, это не могло не сказаться на особенностях восприятия света и цвета в Японии. Я говорила про периоды открытости и закрытости страны и вообще про вот эту открытость и закрытость, про желание Японии заимствовать что-то, перерабатывать и оставлять в своей культуре. Так вот, если мы говорим о самых первых заимствованиях из китайской культуры, но я не говорю про письменность, конечно, я говорю именно в отношении цвета и цвета, то это, конечно, базовые японские колоративы, которые записываются китайскими иероглифами. И мало того, что японцы заимствовали эти китайские иероглифы, они еще и заимствовали синтетическое восприятие цвета, принятое в Китае, когда, и я чуть дальше тоже об этом чуть-чуть подробнее расскажу, когда цвет сочетался с временами года, со стихиями, и, соответственно, синий обозначал весну, красное – лето, белый – осень, черный – зиму, и существовал еще некий центр, который был желтого цвета и олицетворял землю. И то же самое вот со стихиями, то есть уже и со стихиями и с временами года, то есть дерево ассоциировалось с весной и сопоставлялась с весной огонь с летом, металл с осенью, вода с зимой и земля с центром. И этому есть более подробное объяснение. Вот традиционная китайская система пяти элементов. То есть как вот это видели китайцы, и именно эту систему пяти элементов японцы тоже заимствовали в свою культуру и достаточно долго, и я бы сказала даже до сих пор, она в японской культуре присутствует. Я не буду все это еще раз повторять, потому что времени не так много. У меня есть еще тоже интересные примеры, которые я хотела бы озвучить. Я сказала про в качестве периода, когда Япония готова была ко всему новому, ну как сказать готова, она открылась всему новому, может быть в какой-то степени немножко это было насильственным образом совершено, но тем не менее это развитие Японии в период медиа, это уже 19-20 век, когда происходила европеизация японского общества и проникали западные вещи, продукты, растения, пейзажи, формировались и появлялись новые краски, оттенки и соответственно заимствованные цвета обозначения, потому что все, что попадало в японскую культуру, как и те изначально иероглифы, обозначавшие цвет, это все потом оставалось в японской культуре и приумножалось. И более того, интересно, что в период Мэйджи, во-первых, восприятие и отношение к традиционным цветам стало пересматриваться, то есть благодаря притоку новых цвета обозначений, цвета наименований японцы присмотрели свои исконные, которые накапливали с самого начала цвета обозначения до периода Мэйджи, цвета наименований и стали их по-новому внедрять и использовать в повседневной жизни, то есть опять некий такой возврат произошел и к традиционной культуре в том числе. И вот среди цвета обозначений конца 19-го, начала 20-го века, которые пришли в японскую культуру, можно назвать, например, клубничный, кирпичный. У них, что самое интересное, есть у каждого своя история возникновения, появления в японской культуре и они до сих пор остались и в японской культуре существуют. А также огромное количество таких заимствований, цвета обозначений, которые пришли из английского языка, как правило, они из английского языка, и они записываются азбуку и катан, которые используются для заимствованных либо названий, либо каких-то обозначений. Вот у меня здесь представлены урибу иро, оливковый, чокуретту иро, бэджу иро, вайнредду иро, сирбогуре, самонпинку. То есть это вот про то, как наслоение своего. Это при том, что в японской культуре, в принципе, есть и свои цвета, которые называются японскими цветонименованиями во время реставрации мэйджи, европеизации японской культуры, пришли заимствованные, и их в языке стало еще больше. Вообще в японской культуре насчитывается около 500 наименований. Это базовые японские колоративы, такие как основные красный, белый, черный, желтый и синий, которые на самом деле синий, зеленый и голубой, и внутри них еще огромное количество оттенков. Когда я говорила про то, что на особенности восприятия света и цвета в японской культуре влияет культ природы и наличие национальных религий, то я говорила именно о двух национальных религиях в основном. Это синтаизм и буддизм. Синтаизм – это традиционная религия японцев, обожествляющая все природные явления, и она, конечно, особенно благоприятно повлияла на формирование именно этого природного мышления японского, потому что мифы о создании об устройстве мира, они образовали священные тексты щенто, пути богов, и японцы до сих пор огромное количество обрядов совершают согласно синтаизму, верят в то, что боги существуют и в деревьях, и в животных, и так далее. Но с приходом буддизма в шестом веке, буддизм оказывал влияние на общественное сознание Японии вплоть до конца шестнадцатого века, потому что являлся государственной идеологией. Буддизм тоже сильно очень влиял на все сферы человеческой деятельности, и, собственно, произошло некое слияние и функционирование двух религий, я уже не говорю о влиянии впоследствии еще и дзен-буддизма, который возник, начиная с двенадцатого, тринадцатого веков и других религий, таких как, вот я упоминала, конфуцианство, например, да, которые до сих пор можно наблюдать не только в отношении японцев к природе, как это проявляется в природе, да, наверное, всем известны фестивали любования ханами, это любование сакурой, цветущей весной, любование осенними краснеющими кленами, момиди осенью, да, любование луной, цукими называется в Японии, любование первым снегом, да, юкими, да, и так далее, и так далее, то есть таких очень много праздников в японской культуре, которые именно связаны с культом природы. И, собственно, вот это вот функционирование двух религий, оно, конечно, в повседневной жизни очень сильно проявляется, потому что разграничиваются церемонии рождения, бракосочетания, погремения в зависимости от той религии, которая за это отвечает, как бы, если грубо так сказать, и также тем, какие цвета, что, в какой церемонии обозначают в зависимости от того, по какому канону совершается этот обряд. Я сказала о том, что мифы тоже сыграли большую роль в формировании вот этого восприятия цвета и света в японской культуре, и поэтому мне в качестве примера хотелось бы привести вот это соотношение восприятия цвета и света с коджики, это запись о деяниях древности 712 года нашей эры, когда мир делился на три уровня, высший, средний и низший, и, соответственно, высший уровень, это была равнина высокого неба, населенная богами, и в коджике этот уровень описывается ярким и чистым, и чаще всего ассоциируется с такими цветами, как красный и белый, то есть упоминаются при описании этого мира такие цвета, как красный и белый. Если говорить о среднем уровне, то это были тростниковые заросли, и вообще это срединная страна такая, она описывалась через синие, зеленые, голубые оттенки, и мир был окрашен в цвет АО. Это вот как раз то номинование, цвет номинований в японской культуре, о котором тоже можно очень много говорить, потому что это некий синтез с синего, зеленого и голубого. И низший уровень – это страна мертвых и духов, и описывалась она через темные цвета и оттенки, чаще всего ассоциировалась именно с черным цветом. И вот тут у меня тоже толкование текста коджики, более такое детальное, долго на нем останавливаться не буду, но мы видим, что реальный мир, замечает комментатор Цюгита, представляется древним японцам как насыщенный светом и управляемый добрыми богами. Мертвые же отправлялись в темный мир, куда не заглядывает солнце, в нечистую страну, управляемую дурными богами. И все, что они ненавидели, боялись, болезни, преступления, стихийные бедствия, они относили к этому миру. Ну тут еще есть интересные комментарии по поводу вот этой срединной страны, то есть в каких-то толкованиях это сама Япония, потому что считали, что вроде как она находится посередине. С другой стороны, здесь прослеживается вот это вот деление на мир богов с одной стороны, мир мертвых с другой стороны и землю людей, которая как раз таки была посередине. Вот у меня тут представлены для вас иллюстрации сезонности, то есть у японцев культ природы очень сильно развит и все, как это проявляется в повседневной жизни, именно связанное как с светом. Это будет связано с... Минуточку, я напоминаю про время, у вас заканчивается уже. Ой, у меня заканчивается время. Да, тогда не буду останавливаться здесь. Иллюстрации сезонности у меня приведено здесь вот произведение из Маньоси. Это поэзия заката древности и ранней зари средневековья. Можно посмотреть, как разграничиваются на сезон и, собственно, какие явления в природе происходят, с какими цветами и светом это связано. Про семантику взгляда тоже я хотела сказать. Это очень важно для Японии, потому что взгляды его производные представляют собой одну из важнейших основ языка описания, созданного этой культурной традицией. И здесь акторы, вот мною приведенные на слайде, говорят как раз таки о том, что не только семантика взгляда важна в японской культуре, но и склонность японской культуры к детализации, к близорукости, даже некой ее интровертности. И это, прежде всего, связано с усвоением ближнего, околотелесного пространства. То есть, если другие культуры, европейская, русская культура смотрят вдаль, то японская культура, скорее всего, смотрит внутрь себя и фокусируется на малом. Вот у меня здесь такие соответствующие картинки, которые связаны с традиционным японским костюмом кимоно. И семантика взгляда у меня иллюстрируется тоже произведением Мурасаки Сикибу «Повесть о Гензи», где можно видеть огромное количество оттенков традиционных нарядов в японской культуре традиционной. Как выражается и красный цвет в японском пространстве, тоже мне хотелось вам показать и иллюстрациями из художественных произведений. То есть, мы видим, что красота, например, японской гостиной рождается в сочетании света тени. То есть, японские гостины устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. И более того, отраженные светы сада еще пропускают в комнату через бумажные разбежные рамы. То есть, получается такой слабый дневной свет традиционной японской гостиной. Такие же описания можно и пассажи найти и в современной уже японской литературе, например, в произведении охоты на овец. Вот у меня тут приведен пример, что свежий солнечный луч разрезал крышу стола пополам, я на свету, а она в полупрозрачных сумерках. Вообще, вот эти сумерки очень часто описываются в японских художественных произведениях, из чего мы можем сделать вывод, что японцы любят не яркие цвета, а приглушенные цвета, смешанные цвета. И в особенностях восприятия цвета и света у меня была еще какая-то систематического воспитания. И здесь, конечно, важно указать, что это изобразительное искусство. И вообще, деток, уже начиная с детского сада в Японии, обучают цветовой комбинаторике и восприятию цвета и сезонности одновременно. Декоративно-прикладное искусство присутствует уже в школе. Это, например, якибана, искусство составления цветов оригами, искусство составления из бумаги различных предметов, традиция упаковки подарков, цветной платок фурошки, искусство сервировки стола. Я сейчас об этом пару слов скажу. Обучение традиционным видам искусства, чайной церемонии. То есть в каждой сфере это есть свое восприятие цвета и света, которое очень символично и несет определенную информацию. Без этой информации, например, человеку запада, европейскому человеку, очень сложно понять некоторые моменты, некоторые процессы, как они происходят. Здесь же и традиционная одежда кимоно, и узоры, и цвета, которые используются в кимоно для каждого сезона. И сохранение традиционного искусства окрашивания тканей, и многое-многое другое. И вот когда я говорила про искусство оформления и сервировки стола, то буквально пару слов про правила пяти цветов. То есть опять-таки вот эта вот синтетическая система, заимствованная из китайской культуры, вот так вот она переработалась японцами. То есть, например, сочетание в блюдах пяти основных цветов очень важно. Это красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный наши основные цвета. И распределение вкусовых качеств подновременно. Кислота, горечь, сладость, острота и соленость. И вот этим пяти правилам, опять-таки, начиная со школы, обучают школьников. Потому что это не только эстетически привлекательно, это еще и питательно, и несет определенные смыслы в себе. И вот на моей картинке, собственно, это бенто. Это обед в коробочке, который собирают мамы своим деткам, например, в школу или даже мужьям на работу, все это можно увидеть. Что я хотела сказать, да, что восприятие света и цвета в Японии основывается на глубинном понимании использования культурных кодов, заложенных в национальных обычаях, праздниках и религиозных ритуалах, формах и видах художественного прикладного искусства, а также невидимых, на первый взгляд, знаках и символах, которые создавались на всем протяжении культурного и социального развития японского общества. И все это в какой-то степени присутствует в японской культуре и сегодня, несмотря на то, что много есть, но это все прослывается, это все можно до сих пор увидеть. Я извиняюсь, что немножко превысила лимит. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. Благодарим, Анна, за крайне интересный доклад. И, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос не связан с современным состоянием мультимедийного или медиа-искусства в Японии. Есть ли какие-то примеры? Потому что у нас очень мало доходит, по крайней мере, не столь широко знакомые с произведениями медиа-арта. Вот в современных технологичных видах искусства эта символика света остается или нет? Да. И пока не можете ответить на этот вопрос, потому что не владеете информацией. или есть какие-то такие яркие примеры технологичных аудиовизуальных видов искусства, в которых эта символика сохраняется? Потому что воспитывается она с детства. Она, видимо, уже очень хорошо культурно усвоена, как развивается на новом уровне в 21 веке. Я не могу сказать про какие-то технологичные виды искусства, потому что я немножко этим не занималась. Но что я могу сказать? Это то, что, например, всем известная масс-культура, поп-культура аниме и манго, она берет свое начало вообще в период эду японской, это 17-19 века, когда появился, например, театр кабуки, традиционный японский театр, в котором грим персонажа и его одеяние, именно цветовое сочетание было очень важно. То есть цвета несли определенное значение. И так вот это вот все, оно перешло как раз-таки и в манго, и в аниме. То есть человеку, например, как это выражается? Вот один такой пример я приведу. Персонаж, например, в театре кабуки с рыжими волосами символизировал льва, пылкого, дерзкого. И, собственно, такие же персонажи в манго и в аниме появляются точно с такими же оранжевыми волосами. У них такая же символика характера. То есть характер описывается через цвет волос. Не зная этого, вот такой исторической подоклёйки, можно, собственно, не понять вот этих вот культурных значений, которые в современной массовой культуре даже присутствуют. Очень интересно, да. Спасибо большое. Есть ещё вопросы? Тогда мы продолжим японскую тему с Натальей Фёдоровной Клобуковой. Она является музыкантом-исполнителем, музыковедом, кандидатом к культурологии и солисткой ансамбля японской музыки ВАОН, специалистом научно-творческого центра музыкальной культуры мира Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также преподавателем истории японской музыки Института классического востока и античности Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Вы с нами? Мы с вами. Да, пожалуйста. Подложим японскую тему. Да, с большим удовольствием. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за то, что пригласили меня участвовать в таком интересном форуме. Также от души благодарю мою коллегу Анну Сан за такое развернутое погружение в мир японской культуры. Но поскольку Япония – это цивилизация, как говорится, сосновой иглы, то я приложу вам от общего, от общекультурных кодов, переместиться к коду культурно-символическому, звуковому, совсем-совсем узкоспециальному. А именно немножко рассказать об одном звуковом явлении театра Кабуки, о котором вот уже моя коллега упоминала. Это звуковое явление, оно фактически уникально, как я считаю, для вообще мирового театра. И имею я в виду музыку, которая доносится во время спектакля Кабуки из так называемой «Черной комнаты» – уру-митсу. Это музыка музыкантов Гэза. Сейчас я включу небольшую презентацию. Можно ли мне, можно ли разрешить мне использовать звук? Все разрешено. Спасибо большое. Видно ли на экране? Да, да. Ага. Да, видно. Да, сейчас трудно мне включить показ. Сейчас, одну минуту. Ну что же, что-то показ у меня не получается включить. Сверху у вас показ слайдов через три шажочка. Дизайн перехода пока слайдов сверху. Еще выше. 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 Над диаграммой. У меня просто там полоса, вот эта черная полоса прокрутки и недоступна мне. Так. F5 попробуйте. F5 сейчас. F5, F5. Ничего не происходит. Ну, в любом случае, хотя бы так. Я прошу прощения. Вот перед вами сцена театра Кабуки. И если мы приглядимся, посмотрим на ее левую сторону, вот видите, за небольшим окошечком решетчатым, там на самом деле это не элемент декора, там находятся как раз скрытые от зрителей музыканты, которые исполняют некоторые интересные функции. О них я расскажу. Но, в принципе, музыкальный мир театра Кабуки очень сложен. Музыкальный, звуковой. Он очень необычный, он очень разнообразен. В его построении участвуют, ну, во-первых, певцы-инструменталисты, которые видны на сцене, которые ведут спектакль. В частности, музыканты Нагаута, певцы-исполнители на сямисэне, японской людьми с длинным грифом. Они сопровождают танец. Нагаута, длинные песни, это фактически сердце всей музыки Кабуки. Также ведут спектакль исполнители других жанров музыки для сямисэна. Это Гида Юбуси, Кио Мото, Токи Вадзу, которые с помощью песен и мелодикламации помогают развитию сюжета и их реактеров. Также участвуют в создании звукового облика спектакля хлопушки, хёсиги они называются, которые размечают ход действия, сигнализируя о начале или об окончании спектакля или его части. Как правило, удары хёсиги сопровождают открытие и закрытие занавеса. Также кульминационные моменты спектакля, финальные позы актеров Мия, это такая кульминационная точка вообще всего представления. Все эти моменты подчеркиваются с помощью ударов больших хлопушек, которые называются цкея. И даже особые возгласы зрителей, они называются как эгоя, которыми зрители поддерживают актера, подбадривают его, сопровождают его выход. Эти выкрики занимают далеко не последнее место в общем звуковом контексте спектакля. С их помощью создается вот этот вот особый эмоциональный накал спектакля, которого так не хватает японским актерам, когда они выезжают на гастроли в другую страну, когда они выступают не у себя дома. Однако помимо этого в театре Кабуки существует звуковое поле совершенно особого рода. Это музыка ансамбля Гэдзе, как я уже сказала, или Кагэ Вайаси, призрачный оркестр, теневой оркестр. Этот ансамбль находится в комнате Куру Митсу за черным решетчатым занавесом на левой стороне сцены. И на протяжении всего спектакля скрытые от зрителей музыканты исполняют короткие мелодии или ритмические паттерны, выполняющие самые разнообразные функции. Это может быть фоновая музыка, это может быть вокально-инструментальный соло в особо чувствительных сценах, они называются дохугин, либо это могут быть некие связующие мелодии, с помощью которых осуществляется плавный переход от одной сцены к другой. Например, это может быть музыка, сопровождающая эпизод Мити Юки, когда актеры, персонажи путешествуют либо по какой-то местности, либо переходят из одного дома в другой и так далее. Однако самое интересное и необычное использование музыки Гэдзо это создание с ее помощью особого рода звучащих декораций, то есть описание места, времени действия, сопутствующих действию обстоятельств, а также это может быть краткая характеристика образа героев пьесы посредством коротких музыкальных фраз. Ну вот еще одна фотография, это конкретная сцена из спектакля Ягура, и вот вы видите здесь с левой стороны, также вот за черным занавесом находятся музыканты, которые сопровождают действия. Ну, что касается инструментов, на которых помимо Сами Сена, помимо флейты, помимо большого барабана О-Дайко, который мы сегодня с вами еще увидим, помимо также барабанов, пришедших в каблуки из театра Но, это барабан Но-Дайко, это барабан Капко и так далее. Есть большой спектр различных других ударных инструментов, с помощью которых могут создаваться какие-то звучания природы, например. Ну вот, вот этот вот большой гонг под названием Собан, удары в него имитируют звук храмового колокола. Если комнатка Кага Баяси настолько мала, что Хон Суригане, небольшой колокол, подвесить там негде, тогда используют вот такой гонг. Например, вот такие маленькие мокугё используют в качестве инструментов так называемых храмовых блоков, также когда имитируется пощелкивание деревянных подуш по полу, когда там походку чью-то надо изобразить или что-то в этом духе. Например, ору-гору колокольчики сопровождают, как правило, сцены, где порхают бабочки, световое впечатление чего-то легкого, летящего и так далее. Огромное количество инструментов. Здесь показана их совершенно небольшая часть. И все они таким образом вызывают у зрителя ассоциации с некой обстановкой, с некими звуками природы, которая окружает действие. Ну вот так, например, выглядит внутренность чёрной комнаты. Мы видим здесь барабаны напольные нодайку, а справа как раз большой барабан тайку, с помощью которого можно издавать самые различные звуки, наполненные самой-самой разнообразной символикой. Вот так выглядят музыканты Гедзе за работой. Вот опять же в центре большой барабан. А ещё одна фотография внутри чёрной комнаты. Здесь мы видим уже вот этот вот чёрный занавес, который мы видели из зрительного зала. Так он выглядит изнутри. И вот так вот могут располагаться музыканты. Как видим, большой барабан здесь поставить было негде. И используется так называемый цуридайку, подвешенный барабан, с помощью которого также исполняются различные звуки. Ну, про семисен, про флейту, флейта но кан, про бамбуковую флейту так и буэ, которые используются при исполнении различных музыкальных фраз. Я особо рассказывать не буду. Хочу вам показать небольшое видео, в котором музыкант покажет, каким образом, сейчас минуту, каким образом имитируются различные звуки, связанные, например, с водой. Так, видно ли? Да. Вот вы видите музыкант. У него в руках длинные палочки. Справа барабан у дайку. Очень просто не созданы, в которой мы слышим эти звуки. В этом произведение в зале, сейчас имитируется движение в течение воды в реке. В Кабукио-Няпон-Бео в Кабукио-Няпон-Бео If you are in this sound, вам подумайте, где-либо колокольчик с островом Их все на острове Вот это, например, в эти три года и с островом Проплыл корабль, и ручной войны и бождя Это имитируется в таком уровне. Это уже в море. Вот сейчас в море. Если нужно приимитировать морской прибой, то удары становятся разреженнее. Это шум водопада. Вот нюня и пронниться. Здесь таких на авто. Спасибо за на авто. И на авто. Работа на авто. Они по-замени. Вот это один из мелких прижатений. В следующий раз они будут создавать ножницы. Вы видите, используются сразу три палочки. Одна из них с мягким наболдашником, и две длинные, тонкие. морские волны накатывать на берег откатывают то-то накатывают но есть паттерны гэдзо ну тут как бы все достаточно на поверхности но есть паттерны гэдзо которые обладают усложненной символикой и вот тут-то я подхожу собственно говоря к основной теме моего небольшого рассказа который конечно нуждается в более широком раскрытии более углубленном исследовании многие из паттернов представляют собой музыкальные фразы пропеваемый на определенный текст который может соответствовать происходящему на сцене а может никак с ним не соотноситься но эти фразы настолько у всех на слуху что они сразу вызывают определенные образы и среди них есть такие которые тем или иным образом связаны именно со светом или с цветом ну вот на несколько групп можно такие паттерны разделить во первых это паттерны сценические декорации в качестве примеров приведем такие фонари на набережной цветущие сакура в ночи просвет между облаками и так далее то есть с помощью звуков создаются сложные оттенки цвета и градации освещения конкретизируя место сценического действия место но отчасти и время далее паттерны сценические декорации плюс обстоятельства например ями но йо темная ночь такой паттерн используется в сценах где процессе женщин в пышных одеждах следует по улице и символизм паттерна указывает не только на место и время действия но также характеризует само действие далее паттерны обстоятельства например коно ха айката лист дерева так такая мелодия может аккомпанировать печальным сценам которые происходят в тишине и опять в темноте при этом место действия может быть разным и наконец паттерны человеческие человеческое состояние в определенных обстоятельствах то есть может раскрываться внутреннее состояние человека его внутренние переживания в определенном месте или времени действия ну например и киа и мелодия снега такой паттерн звучит во время сцен одиночества и тоски во время зимней ночи и кстати говоря большой барабану дайку также сопровождая печальные сцены связанные со снегом с падающим снегом в многочисленных сценах и в спектаклях и в танцах дил тамай которые также используются в спектакле кабуки и сейчас тоже показу хочу показать вам небольшой отрывок из танца который называется саги мусме где звук падающего снега передают мерные глухие удары большого барабана тайку одну минуту и у вас одна минута тоже осталось а а жаль но хорошо в таком случае поверьте мне на слово мерные глухие звуки барабана они как нельзя больше передают ощущение тоски одиночество посреди снежной равнины и под конец хотела бы показать вам сюжет финал спектакля момидзигари любование красными пленами здесь мы увидим смертельную схватку между злобной ведьмой и основным персонажем героем спектакля благородным коры моти и звуки гэдза сопутствуют вспышкам молнии удары в барабану дайку производится одной палочкой с наибольшей силой палочка находится очень близко к поверхности мембраны для увеличения грохота и одновременно с ними бронзовым ручным гонгом силы проводят по шершавой поверхности другого гонга массивного производят такой резкий скрижищущий звук то есть получается эффект разрыва молнии то есть мы видим сочетание как света цвета то есть молния то что такое-то резкая вспышка в ночи и то же самое резкий громкий звук он прорывает тишину подобно молнии сейчас я включу так монстра цифра на прошу прощения а есть а а и а и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В качестве примера, я думаю, вполне достаточно. То есть звук в данном случае у нас фактически равномасштабен свету, он является как бы воплощением света, прорезая окружающее пространство подобно яркой вспышке, усиливая накал страстей. Ну и в качестве заключительного замечания, суммирующего, скажу, что музыка Гэдза таким образом не только создает звуковые декорации, обозначающие время и место действия. Она оказывает помощь актерам в создании сценических образов и героев и придает дополнительный, порой очень глубокий, неожиданный, даже парадоксальный смысл происходящему на сцене. Сложные символические построения паттернов, которые могут быть вовлечены как звукоизобразительные инструментальные приемы, так и фрагменты текстов популярных песен, помогают зрителю насладиться тонкими подтекстами, аллюзиями, реминесценциями, обогащающими сценические действия. Образ чернотой ночи, создаваемый ударами гонга, или образ любовной тоски, снежно-белой пустыни, рисуемой мелодией одинокого Сиамисена – это те образы света и цвета, мерилом которых являются различные смыслы и проявления звука, его многогранная природа. Спасибо за внимание. Наталья Федоровна, благодарим вас за крайне интересный доклад. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Можно? Можно? Пожалуйста. Пожалуйста, конечно. Спасибо. Наталья Федоровна, от своего имени благодарю вас за интереснейший доклад. Спасибо. И хотела бы узнать, исходя из того, как вы изложили, скажем так, конвенции восприятия различных тембров и тембровые сочетания, существующие в японской культуре и конкретно в сценической практике спектаклей кабуки. Правильно я поняла идею. Так вот эти символические паттерны. Я почему внимательно так слушала? Потому что мне показалось, исходя из иллюстраций ваших, из ваших комментариев, звучаний конкретно и их смыслов, создалось впечатление, что в японской музыкальной традиции вообще отсутствуют миметические, скажем так, идиомы, тембры, звучания. Вообще практикам звукоподражания, которая столь важна для музыкального искусства Запада. Это требует, во-первых, сильнейшей внутренней смысловой организации самой культурной традиции, безусловно. Чтобы это воспринимать, наслаждаться, как вы сказали, подтекстами, нужна усвоенность всех этих идиом, сложнейшей символики. И всего того, чтобы реально на спектакле понимать, что там происходит с точки зрения звука. Потому что вот прибой в особенности меня удивил, ну не похоже это в звучании барабана на шумшание волн. Даже на ритмическую динамику прибоя это тоже не похоже. Вопрос конкретный. Есть звукоподражание в японской музыкальной практике или оно отсутствует? Вопрос на самом деле очень сложен и намного более глубок, чем я могла бы на нем вот так в двух словах ответить. Вопрос в том, что я могу сказать. Так повелось, что Кабуки всегда был городским театром. И люди, которые ходили в него постоянно, он был излюбленным городским развлечением, где-то начиная с начала 17 века. И знатоки театра, они, естественно, они понимали все, что происходит. Они этим интересовались, они дневали, ночевали в театре. И для них не составляло никакого труда сопоставить вот этот вот звук волны, который на волну не похож, с реальной волной. Ну вот так вот соотнести они это могли. Существовали какие-то клубы, кружки любителей театра. Многие из любителей сами играли в театре. И они могли об этом совершенно точно судить. Но за пределами любителей театра эти образы звукоизобразительные были абсолютно недоступны. Потому что и звукоизобразительность японской музыке в принципе не присуща. Это началось только в конце 19 века. Вот моя коллега говорила об эпохе Мэйди, о эпохе модернизации Японии, когда Япония начала активно впитывать западные знания, в том числе и в музыкальной области. И вот тогда вот началась программная музыка, какие-то создания сложных образов, заключенных в музыке. При японской традиционной музыке ничего этого не было. И поэтому то, что мы слышим вот здесь, вот звукоизобразительность, подражание звукам природы, это скорее от другого идет. Это идет от того, что японцы в принципе не делят звуки на музыкальные и не музыкальные. То есть один из японских больших музыковедов Цуги Гэнити приводит такой пример. Если бы во время концерта симфонической музыки в зал влетела бы птица и начала бы в зале безобразничать, биться об окна, пытаясь вылететь об стены, садиться на кого не попадя, хлопать крыльями и так далее, то публика восприняла бы это как естественное явление. Она не встала бы в едином порыве выгонять эту птицу, потому что для японцев сочетание природных звуков и неприродных, издаваемых музыкальным инструментом, это естественно. То есть там есть какие-то свои особенности музыкального менталитета, в которых, повторюсь, надо разбираться очень долго и тщательно. Спасибо. Очень интересно. Можно еще маленький вопрос? Да, конечно. Елена Евгеньевна, только коротко, пожалуйста. Да, да, очень коротко. Наталья, благодарю вас за выступление чудесное, как всегда, очень интересно. Спасибо. Давайте вернемся к видео, где имитировались звуки воды, скажем так, на большом барабане. Музыкант, у музыканта на лице была ткань. Это тоже символ какой-то, несмотря на то, что они в темной комнате сидят, их тоже... Нет, нет, это скорее наш общечеловеческий символ нашего времени пандемийного. К сожалению. Когда записывали, то это недавняя запись. А на самом деле нет, никаких там нет в особых... То есть в этой темной комнате, хоть в джинсах он может сидеть, его никто не видит? Нет, но не в джинсах вы видели на фотографии, что все сидят в кимоно, то есть в своей, в рабочей одежде. Рабочая одежда традиционного музыканта или работника театра Кабуки – это кимоно. Спасибо большое. Ну и маска была креативная, скажем так. Ну, они постарались, да. Спасибо большое. Еще один вопрос от... Да, пожалуйста, еще один вопрос есть. Наталья, спасибо вам большое за доклад. Очень содержательный, интересный и очень много нового у вас, к сожалению, для меня было. Спасибо. Вопрос такой вот тут. Мария Николаевна задавала вам вопрос, как бы его продолжение. А японцы имитируют на одних инструментах звучание других инструментов? Есть такая практика? Я могу сейчас, да, мне сразу приходит в голову традиционная музыка для флейты «Сякухати». Это бамбуковая флейта. И она начиналась в XVIII веке как инструмент сакральный, то есть являлась принадлежностью неотделимой адептов дзен-буддийской школы Фу Кэсю, монашеского ордена, которые с этой флейты бродили по дорогам Японии, просили подаяния и таким образом зарабатывали себе на жизнь. Так вот, основополагающая мелодия, рейбо, переводится как подражание колокольчику. То есть на «Сякухате» имитируется звук колокола. Вот этот вот разреженный звук, затихающий к концу, это звук далекого колокола. Это, пожалуй, самый такой вот яркий пример, который я сейчас могу вспомнить. Еще, скорее, это была не имитация, а фактически расширение такого технического арсенала звукоизвлечения. Это когда музыка для лютни Сями Сен развивалась, то там была очень специфическая такая техника звукоизвлечения, потому что на Сями Сене играют с помощью большого плектра. Вот если вы видели, допустим, гравюры японские, то у музыканта в правой руке такой плектор бачи, называется он, в виде листа дерева гинку такого. И вот когда Кота стала активно играть с Сями Сеном, то многие приемы, они были заимствованы вот из техники игры на Сями Сене в качестве возвратного движения бачи, такое вот ты-ты-ты-ты-ты-ты, ну как на балалайке, например, медиатором. Оно перешло также и в приемы музыки для Кота. Ранее там такого не было. Но вообще говоря, у каждого инструмента свои звукоизобразительные приемы и свой какой-то арсенал технический. Хотя пересечения такие, вот они, да, они есть. Спасибо. Еще раз название Фрейта. Скажите, пожалуйста. Всяко-хати. Всяко-японская мера длины, а хати это восемь. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Сергей Михайлович, последний вопрос не можем. Я очень кратко. Меня слышно, да? Да, конечно. Вы знаете, спасибо огромное за доклад. Очень интересно. Я просто хотел вот что добавить. Примерно лет 20 назад, может быть, чуть больше, чуть меньше, приезжал в театр Кабуки музыканты в Москву и в Рахманиновском зале консерватории. Они часа, наверное, два длилось их выступление. Они демонстрировали свои инструменты вот эти замечательные. И меня поразило то, что это династические вещи, что инструментом 600-800 лет и переходит, так сказать, от прадеда к деду и так далее, к сыну. То есть это целые династии там живут этим искусством. И это было потрясение абсолютное, вот послушать все эти звуки, которые они извлекают. Поэтому я просто счастлив, что побывал на этом выступлении. Ну, еще раз спасибо за доклад. Все, я радко. Спасибо вам большое за вопрос. Да, я, наверное, тоже была на этом концерте, поскольку я сама в консерватории работаю. Скорее всего, мы же его и организовывали тогда и работали с этими музыкантами. Там действительно династийность в музыке в японской и вообще в традиционном искусстве. Это такое понятие изначально очень значимое. Но у музыкантов, скажем, те, которые играют придворную музыку оркестра Гагаку, там да, там есть династии, которые чуть ли не с 6-7 века нашей эры существуют. Но вот в музыке для Сами-Сена все попроще, потому что сам Сами-Сен пришел только в середине 16 века в Японию. Вот в отличие от Кота, например, который пришел вообще в 6-7 веке как раз. То есть там у всех инструментов очень необычные, разнообразные истории жизни и становления. Об этом, опять же, можно часами рассказывать, но у нас, к сожалению, нет этого времени. Но, надеюсь, в следующий раз до этого дойдет разговор. У нас закончилась первая сессия нашей конференции. Сейчас небольшое объявление от организаторов по поводу подключения и дальнейшей работы. Перерыв на час. И сейчас Ольга Викторовна добавит организационное сообщение. Здравствуйте. Рада всех приветствовать. У меня еще не было этой возможности. Но мы будем встречаться в течение 3 дней. Несколько объявлений. Во-первых, мы подключаемся по той же ссылке. Вот сейчас нашим коллегам тоже скажет Ирина. Это Ирина Маколовская, наша астерантка. Она переводила ее. Я ей очень благодарна за перевод докладов Йорга Ивански и Сары. So, the link is the same. You can join at 2 p.m. Moscow time in one hour. Да. Мы издали сборник статей. Он выложен на сайте нашего института. Но, к сожалению, пока печатная версия недоступна. Она еще допечатывается. Для англоязычных наших коллег мы просим прощения, конечно, что у нас нет параллельного перевода. Мы попросили многих докладчиков сделать слайды на английском языке. Но, по крайней мере, аннотации докладов на английском языке я выкладываю в чате. So, for those who speak in English, we are sorry that there is no translation from Russian, but all the annotations are in chat, should be in English. Спасибо. Все, и мы прощаемся до двух часов. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Одним из базисов видовой специфики киноискусства, соответственно, мы начинаем. И слово предоставляется Виталию Федоровичу Познину, Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург. Тема его выступления об искусстве света и тени посвящается памяти кинорежиссера Железнякова. Прошу вас, Виталий Федорович. Ага, спасибо. Значит, я постараюсь не занять у вас слишком много времени. Почему я выбрал эту тему? Потому что Валентин Николаевич Железняков, он мне очень созвучен по той причине, что он всегда и как оператор, и как педагог уделял большое внимание именно восприятию фильма, восприятию изображения. К чему, к сожалению, что, к сожалению, делают далеко не все педагоги, и далеко не все создатели фильма понимают. Эта работа называется «Анатомия зрительного образа. Последняя книжка». Она в маленьком тираже была выпущена. За год до своей смерти он ее опубликовал. И фактически это своего рода такое исследовательское эссе, где он попытался изложить свои мысли и как практик, и как теоретик. Следует, я уже сказал, про Железнякова. Отмечу, что когда он подчеркивает, что процесс создания экранного изображения и его восприятия – это сложный, комплексный процесс. И он отмечает, что триада, состоящая из реальности, ее изображения, ее зрительного образа, соединена в сложную систему, где переплетены оптические, физиологические, химические, а сегодня электронные, и психологические процессы, которые скоординированы между собой при помощи многомерных обратных связей. Суть преобразования предкамерной реальности в экранную состоит в том, что зафиксированная на кинопленке, ну, сегодня на электронном носителе чаще реальность, на экране же приобретает иную смысловую и эмоциональную окраску. Казалось бы, оптика близка по сути механизму восприятия реальности нашим глазом, ведь наш с вами глаз – это тот же самый оптический прибор. Но, в отличие от многих исследователей, Железняков считает, что любой объектив, даже тот, что передает линейную перспективу близко нашему восприятию реальности, совершенно иначе фиксирует реальность, чем воспринимающий эту же реальность наш человеческий глаз. И дело здесь даже не в ограничении экранного пространства границами как-то, а в том, что наше зрение обладает иными особыми свойствами восприятия окружающего нас пространства, которых нет ни у одного объектива, ну, в частности, когда касается восприятия нами объекта и фона. Тем не менее, зритель воспринимает экранное изображение как своего рода слепок реальной действительности, несмотря на то, что фиксация реальности с помощью съемочной техники не соответствует, как я уже сказал, вернее, сказал Железняков, нашему восприятию окружающего нас реального пространства, а световое-цветовое решение передает лишь малую часть тональной градации световых оттенков, которые мы воспринимаем в реальной сфере. Разгадку этого феномена Валентин Калач видел в том, что, цитирую, «наше сознание способно додумывать, достраивать недостающие элементы зрительного образа, то есть процесс зрителя не только сопоставительный, но даже в какой-то степени гадательный, ну, то есть гипотетически, гипотезу мы выстраиваем. От этого зритель как бы включается в процесс создания произведения вместе с автором, и это способствует тому, что его восприятие становится более эмоциональным, очень интересно становится. То есть, хотя пространство, фиксированное объективом, всегда визуально выглядит иначе, чем то же пространство, которое мы видим вокруг себя, зритель воспринимает его при этом как своего рода копию реальной жизни, каким-то образом компенсируя в своем мозгу, естественно, разницу между восприятием реального пространства, оптикой и восприятием его человеческим глазом. Понимая это, режиссер и оператор должны учитывать особенность восприятия человеком световых контрастов, то есть относительных яркостей, чтобы небольшой интервал яркостей, ну, в пределах от абсолютно черного до абсолютно белого, который на плоскостном изображении не превышает соотношение, обращая внимание, 1 к 60, создавалось, давало ощущение, что пространство, которое зритель видит на экране, близко к реальному, при том, что светотональная градация, которую мы воспринимаем с вами в реальной жизни, достигает соотношения градации 1 к 300, то есть в 5 раз больше, чем то, что может позволить себе художник, фотограф или кинооператор. Секрет этого феномена, по мнению Железнякова, кроется в том, что, цитирует, реальность и зрительный образ существуют как бы в разных системах координат. Зрительный образ, как часть нашего сознания, не может быть реальностью, но он определенным образом соотносится с ней. Исходя из этого положения, принцип оптимального визуального контраста, по мнению Железнякова, заключается в умении оператора формировать изображение таким образом, чтобы оно передавало ощущение реальности, а точнее нашего представления. Это касается как светового, так и светового решения кадров, сцены, да и фильмов целых. Конечно же, творчество начинается там, где виден субъективный взгляд художника на окружающий мир. Для оператора главное изобразительное средство – свет. Именно свет создает зримые образы, свет способен передавать атмосферу действия, свет усиливает эмоциональное воздействие на зрителя и так далее. И искусство оператора проявляется в его умении, формируя на плоскости экрана различные соотношения ярких и темных участков, творчески использовать нужные эффекты освещения, включая визуальное пространство, блики, рефлексы, полутени, то есть то, что оживляет изображение. К сожалению, как отмечает Железняков, доминирующий сегодня сугубо индустриальный подход плюс желание минимизировать затраты на съемочный процесс, нередко приводит к обеднению светотональной гаммы, поскольку в этих случаях оператор использует преимущественно общее ровное освещение. Между тем, как указывает Железняков, именно светлотная иерархия от абсолютно черного до абсолютно белого способна полноценно и выразительно передать на плоскости экрана изобразительный образ пространства и характеристики объекта. Но если в монокровном изображении эта шкала градации черно-белых и серых тонов, то в светном изображении все сложнее, но все равно характер светотений и колорит неразрывно связаны друг другу. Как все высокопрофессиональные кинооператоры, Железняков хорошо знал мировую живопись и многое черпал для себя из творческого опыта известных художников, которые совершали творческие открытия благодаря зоркому наблюдению за световыми эффектами, создаваемыми в природе солнцем или пылающим огнем. Он приводит примеры своей практики, когда, отталкиваясь от живописи мастеров Ревиссанса, он при съемке фильма «Легенда» от Илью Линшпигеля, это снимало в 1976 году, задолго до аналогичных экспериментов западных мастеров с подвесными приборами рассеянного света. Вы знаете, наверное, что это очень сегодня распространенный процесс, когда на кранах подвешивают и на натуре, и в павильоне огромное количество такого рода приборов, создавая всевозможные различные иллюзии. Он первое это сделал в большом павильоне Линфильма, осветил огромную декорацию, изображающую средневековый город. Для этого он разместил высоко наверху, на уровне павильонных колосников, большое количество приборов рассеянного света, скампоновав их, таким образом, чтобы их излучение свелось в единый световой поток, имитируя свет, который бывает в природе при паспортном небе. Но это была не просто искусная имитация реального свечения. От появляющихся в кадре людей были видны на земле живописные расплывчатые тени, что при паспортной погоде не бывает. А приборы направленного света, идущего тот же сверху, создали выразительный рисунок в деталях декорации. Как известно, в кино часто именно решения чисто технических задач нередко способствуют получению оптимального творческого результата. И Железняков проводит, ну, такой почти анекдотический, значит, пример простого, но очень точного светового решения кадров. Речь идет о том, как в Русевске, снимая одну из сцен фильма «Летят журавли», он из подручных средств, а именно из металлической крышки от коробки из кинопленки, прорубил в ней несколько отверстий неправильной формы и установил эту крышку с прорезями перед прибором направленного света. Наверное, помните этот кадр Вероники, такими световыми пятнами освещенными, что сразу придало изображению экспрессивность соответствующему общему настроению сцены. Ну, если уж говорить о развитии технологии съемки в более широком аспекте, то этот аспект кинопроизводства в значительном мере влияет на изменения визуальной стилистики в кино в целом. Что касается светового решения, то появление более совершенной кинопленки, а потом электронных носителей позволило операторам отказаться от формирования локальных световых пространств и переключиться на создание светового образа большого пространства, в котором происходит движение в кадре персонажей, ну и, конечно, движение самой камеры, что способствует усилению ощущения глубины экранного пространства. Это мы видим часто в современных фильмах, особенно в фильмах Гориуда. Но выразительный световой рисунок, подчеркиваю, Железняков, создается лишь в том случае, если такого рода освещение сочетается с умелым использованием направленного, то есть рисующим, моделирующим, контровом свету, что позволяет делать изображение более живым, выявлять в нем полутени, рефлексы полутона, то есть работать не просто, так сказать, по правилам, по учебнику, а создавать очень живое изображение. Если многие варианты светового решения были найдены уже в немом кино, то гораздо сложнее оказалось освоение светового решения фильма. В данном случае художественные задачи вошли как раз в противоречие с технологическими возможностями в период внедрения цвета в кино. Железняков приводит пример того, как 50-е годы кинооператоры, стремясь добиться адекватной цветопередачи на экране, пытались преодолеть несовершенство наших первых цветных кинопленок. Но, как известно, при съемке и последующей цветокоррекции кадра оператор особое внимание удивляет цветопередачи объектов знакомых зрителей из его повседневного опыта. Что это такое? Ну, прежде всего, конечно, цвет человеческого лица, далее голубизна неба и, конечно, зелень растительства. В реальной действительности зеленый цвет не воспринимается нами как однотонный, поскольку солнечный свет наполняет все бликами, рефлексами, полутонами. Мы видели, что это волшебная осень, там и зелень, и желтизна, как они работают благодаря солнцу. Главный же недостаток первых цветных пленок состоял в том, что они не могли передать адекватно цвет зелени. На экране листва и трава получались монотонно сини-зелеными. Чтобы избавиться от этого заборного тона, операторам приходилось идти на различные ухищрения, опрыскивать траву желто-зеленой краской, снимать стену при низком солнце, потому что в это время в потоке в солнечном преобладают оранжевые лучи и так далее. То есть они преодолевали технологические несовершенства, как могли. Со временем, конечно, этот недостаток цветных пленок был преодолен. Железняков приводит пример отношения к цвету Андрея Тарковского, который ощущал природу метафизически и зеленый цвет воспринимал как цвет жизни. И именно поэтому для него было крайне важно передать все оттенки живой зелени. Именно в рамках этой символики снята зеленая растительность в фильме «Солярис», которая контрастирует с колоритом всего фильма. А при съемке фильма «Зеркало», как вспоминает Железняков, цитирует, «для сцены встречи Терехова и Солоницына возле изгороди на околице». На втором и дальнем плане были специально высажены злаки, у которых цвет зелени отличался от цвета травы на переднем плане. Полифония зеленого цвета в полной мере проявилась в финальном кадре фильма во время длинной панорамы, когда дети бегут от околицы под кроной деревья к старому дубу. То есть режиссер, художник и оператор нередко вносят коррективы в предкамерное пространство, если это требует художественного решения сцены. Ну, всем, конечно, памятен Христи Матвейный пример «Свы красной пустыни» Антонионе, да и много таких примеров из практики мирового кино. На основании многолетней практики Железняков пришел к выводу, что эмоциональный отклик человека на тот или иной цвет или цветосочетания надо искать не в особенностях цвета, а в особенностях сознания, свойствия нашего психофизиологического восприятия действительности или ее экранной копии. Именно благодаря субъективности восприятия мира принятая ранее эстетическая парадигма однажды может меняться на нечто противоположное. Художественное восприятие реальности художникам возникает прежде всего благодаря его пристальному и непредимлятому взгляду на окружающий нас мир. Неутомимый экспериментатор и исследователь Железняков описывает, как он на конкретном примере убедился в том, какое богатство полутоново-валеров могут давать потоки света, отраженные разными объектами в пределах одного локального пространства. Измерим прибором цветовую температуру световых потоков в разных местах небольшого участка осеннего леса. Он с удивлением обнаружил, что все эти участки имеют разную цветовую температуру от 2900 кельвина до 9000 кельвина. То есть, видите, какая почти в три раза разница. Однако глазом это было трудно заметить, потому что потоки света разной силы и разной цветности плавно переходили друг к другу, создавая единую картину, которая состояла из множества богатых цветовых оттенков. Говоря о цвете, автор анатомии зрительного образа не мог обойти внимание вопроса сочетаемости, создающей гармонический контраст, дополнительных, или, как сейчас принято говорить, комплементарных цветов. Как известно, это явление обнаружил еще Ньютон, который назвал дополнительными чистые цвета, которые в результате их аддитивного сложения создают нейтральное, почти белое пятно. И вот Железняков приводит очень полезный, я думаю, для современных кинооператоров опыт, который он провел с дополнительными цветами. Он осветил белую мраморную статую светом из двух источников через цветные фильтры дополнительного цвета. Один световой поток проходил через голубой компенсационный фильтр, а другой встречный через оранжевый, то есть дополнительный голубой. В результате на экране мраморная скульптура, приобретя богатство цветовых оттенков, выглядела как живое человеческое тело. Продолжив свой эксперимент при съемке портрета реального человека, смешивая лучи разных комплементарных световых пар, меняя пропорции насущенности и фильтров, оператор получил удивительные эффекты, напоминавшие стиль живописи импрессионистов. Я думаю, что если наши операторы прочитают это и прислушаются к словам Железнякова, то они могут достичь очень интересных экспериментов по части цветового решения. Однако подобный метод аддитивного сложения комплементарных цветов требует наличия у оператора зуркого глаза и безупречного вкуса. Но при этом в этом есть, конечно, огромный потенциал. Приведя к фразу «классика операторского искусства головни», которую часто слышали студенты, в том числе и авторы «главное, что все было резко». Анатолий Дмитриевич произносил ее, когда речь заходила об операторском браке. Железнякова отмечает, что сегодня она неактуальна. Ну, во-первых, неактуальна, потому что автоматика сегодня у нас активно работает за человека. А во-вторых, потому что резкое, стандартное голливудское изображение, повышенное четкость современного HD-телевидения, слишком уж подчеркивает фотографичность изображения, и что настало время попробовать фиксировать изображение в цвете с другим оптическим рисунком. Он описывает эксперимент, на котором вдохновили опыты оператора 30-х годов, Димутского. Димутский работал с Довженко. С использованием для смягчения изображения старинной оптики и даже простого монополя, то есть одной всего линзи. Снимая простейшими объективами, включая монополь, объекты с повышенным интервалом яркостей на полной открытой геофрагме, Железняков получил кадры с ярко насыщенными цветами и пространством, заполненным светом и воздухом, что создало непривычную цветовую гармонию. Он даже готовился снимать фильменно в таком стиле, но, к сожалению, Валентина Николаевича стала прогрессировать профессиональная болезнь оператора, глаукома, и вскоре он окончательно потерял зрение и преподавал он уже фактически, будучи почти совершенно слепым. Ну, завершая, я хочу сказать, что ценность наблюдения и выводов Железнякова состоит в том, что он показал, каким способом наши органы зрения конвертируют тональное многообразие окружающего нас мира в довольно ограниченную константу. То есть, повторяю, 1 к 60 по сравнению со светональным контрастом 1 к 300, который мы наблюдаем в реальности. Потому что любой зрительный образ в нашем сознании может существовать только в пределах этой константы, ограниченной нашими ощущениями белого и черного. Им была написана еще одна книга о создании экранного визуального образа, который он так и назвал «Искусство света и тени». Но пока что она, к сожалению, так и не была опубликована. Сегодня, конечно, работа оператора значительно упростилась по многим параметрам, но в настоящем искусстве роль оператора как посредника между реальностей и ее художественным воплощением, использующего при съемке не только технические знания и навык, но и творческую интуицию и особый взгляд на мир никогда не исчезнет. И в этом нас убеждает последняя книга Мартия Николаевича Железнякова, о которой шла речь. Благодарю всех за внимание. Благодарю, Виталий Федорович, за интересное выступление. Вопросы есть к докладчику? Ну, только хочется восторг выразить замечательный доклад, очень важный не только для кинематографистов и для вообще искусства света и тени. Это просто грандиозно так сказать область для размышлений. Она близка именно названию нашей конференции. И, например, мы в аптеческом театре снимая в том числе и моноклим, и только моноклим, опираемся именно на опыт, громадный опыт кинематографический. Там вспоминаю, допустим, Антониони Блаа. Объектив видит совершенно по-другому, нежели глаз. Когда летит камера на высоте, ветки хватают, так сказать, героя, и это фантастические какие-то вещи. И когда оператор, художник, режиссер это понимают, можно сделать... Очень жаль, что современное кино абсолютно все это растеряло, это богатство невероятное. Поэтому Железняков это, конечно, это просто маэстро и спасибо вам огромное за доклад. Потрясающе. Спасибо. Можно задать вопрос, Виталий Федорович? Да. Виталий Федорович, скажите, пожалуйста, вот весь этот потрясающий опыт вглядывания в реальность, вглядывания, в всматривание аналитического возможности аппаратуры, которая демонстрирует вот конкретный оператор. Это было режиссерами востребовано? Или это только были вопросы его внутреннего профессионального совершенствования? Ну, вы понимаете, что оператор это фигура функциональная. Конечно, он во многом зависит от режиссера и блистательные операторские работы обычно сделаны с хорошими режиссерами. Но, тем не менее, оператор подсказывает. То есть, режиссер, он дает идею, а оператор, он понимает, как технически это воплотить, как вот этот огромный реальный спектр, как его, так сказать, передать на экране, каким образом все, учитывая все, и композицию, и световое, и световое решение. И если они совпадают, вот желания режиссера и оператора, вот тогда получаются шедевры. Ну, как это было влетят журавля, как это будет те незабытых предков и так далее, и так далее. Спасибо, Виталий Федорович. Еще вопросы есть к докладчику? Лариса Николаевна, позвольте кратко благодарность выразить докладчику. Пожалуйста. Спасибо большое. Виталий Федорович, я бы хотела вас поблагодарить не только от специалистов, от кинематографистов, я бы хотела обратить внимание, что в вашем докладе прозвучали очень хорошие слова, касающиеся просто обычных зрителей. Вот как раз о той фотографической, как вы сказали, картинке, которую сейчас в общем-то все вынуждены на телевизорах своих видеть. И действительно не хватает вот того старого, мягкого, ну старого в смысле в телевизорах старого поколения вот этой мягкости картинки и вот этой какой-то деликатности изображения, я бы сказала. И вот мне пришло в голову, что это некая экологичность, наверное, здесь присутствует вот для зрителя. Скажем, экологичный просмотр, бережный такой. или вот вот эта вот резкость. Мне кажется, здесь с точки зрения психологии есть о чем размышлять вот поподробнее. Спасибо вам большое. Я впервые, надо сказать, услышала вот эту вот фразу и мне она очень нравится. О том, что и зрителю должно быть приятно это смотреть и должно быть какое-то, ну не знаю, волшебство, загадка. Мир кино это волшебный мир и нельзя его, наверное, вот так вот высвечивать резко. Должна быть какая-то загадка, она должна оставаться. И это, наверное, загадка заключается в профессионализме оператора. И спасибо вам большое. Спасибо большое. Я несколько слов скажу только. Но у нас в операторском цехе всегда говорили, что делается быстро, то делается плохо. Вот, к сожалению, у нас сегодня делается быстро, потому что все экономят. Продюсерское же у нас кино, поэтому нужно экономить, поэтому надо быстро, поэтому общий заполняющий свет, поэтому об эстетике изображения, к сожалению, мало думают. Если вы посмотрите английское кино, которое сохранило вот это операторское искусство высокое, которое у нас было, вы правильно сказали. Ну, пройдет какое-то время, я думаю, мы вернемся к этому, никуда не денемся. Спасибо вам за вот это. Да, будем надеяться. Спасибо вам большое, чудесный доклад. Больше вопросов нет? Виталий Федорович, спасибо вам за доклад, хотелось бы задать вам вопрос. Может быть, он больше из сферы философии кинематографа, но вы произнесли такую фразу, боюсь как-то неправильно протестировать, вы сказали, что современная технология облегчает работу оператора. Вот в каком смысле вы это имели в виду? И, может быть, вы такое вот мое мнение прокомментируете, что оно не облегчает, а добавляет красок и возможностей, которых просто мы не успеваем, мы еще не научились использовать. Ну, тут вы сами ответили, потому что, с одной стороны, облегчает, потому что мы все, раньше вы представляете, ну, вот я закончил в ГИК, нас обучал, значит, сенситометрии, мы должны были знать физику, мы должны были, значит, знать всю широту пленки и так далее. Мы не знали, какой результат, пока, как говорили, пока не покажет скрытие, пока не покажет проявка. Сейчас это видно сейчас же, когда Герман сидел, он одновременно по монитору, он смотрит, что там Володя Ильин снимал в это время и какие-то носил коррективы. Там до анекдота доходило, когда Чехословакии они снимали, и вдруг он увидел, там они, значит, уже того, как отснят был этот материал, зуб мелькнул там, этот золотой зуб у какого-то там из массовки Чеха, и он велел и все заново переснять всю эту огромную массовку, он тотчас контролирует. А раньше, вы представляете, да, там Войну и мир когда снимали, широкий формат, снимали несколькими камерами, и постоянно был этот проклятый операторский брат, потому что наша была отечественная пленка. А сейчас никаких проблем. Это вот по поводу просноты. А что касается сложности, то, конечно, стало сложнее, потому что цветовое особенно пространство, его надо организовывать, надо прикамерное делать, вот это зная совершенно, как организуется цветовая гамма и так далее. Во-вторых, поскольку сегодня снимают электронным способом, то электронное изображение цифровое, оно более плоскостное, поэтому приходится все время двигать камеру, но надо сделать так, что это было при этом уместно достаточно, либо создавало напряжение, либо открывало пространство. То есть вот эти, ну, диалектика, тут и просто, и просто, и сложно. Спасибо вам за вопрос. Так, уважаемые коллеги, мы прекращаем вопросы, хотя, я думаю, доклад вызвал много самых разных размышлений о специфике кино, о работе над фильмом и конкретно об искусстве референдов. Теперь мне придется представить себя Ларису Николаевну Березовчук, Санкт-Петербург, Российский институт истории и искусств, и тема моего выступления «Закадровая музыка в киноповествовании. План дискурса или носитель режиссерской концепции фильма». Значит, единственная оговорка, проблематика этого доклада входит в исследовательский проект по наротологии фильма. Это его часть. Для всех присутствующих, кто не связан с киноведческим, скажем так, рассмотрением музыки в фильме, я напомню основные признаки закадровой музыки, так как она сложилась с момента сформирования звукового кино. Закадровая музыка в игровом кино считается традиционно одним из важнейших его образных содержательных аспектов. В киношколах всего мира будущие создатели фильма учатся, как ее применять. У нее много функций кинопроизведений, которые были выработаны в практике режиссуры в течение всей истории кино. По своему преподавательскому опыту могу сказать, даже в первых своих работах студенты режиссерских отделений всегда были точны при работе с внутри кадровой музыки и практически всегда промахливались при работе с закадровой музыки. Это очень сложно именно потому, что у нее много функций. Они таковы. Драматургическая функция. Дублируется общий конфликт фильма, создается второй план действия, предсказывается будущее событие и другое. Происхождением как из оперы, так и из симфонии. Из последнего выдающегося образца драматургической функции. Это режиссер Данил Вильнел, композитор Йоханн Йоханссон, научно-фантастический фильм «Прибытие». Две диаметрально противоположные по образам и эмоциональности музыкальные темы. Тема чужих с их нечеловеческим жутким знанием и деятельных активно суетливых землян. Она воплощает главный конфликт фильма. Психологическая функция. Музыкальными средствами раскрываются переживания, испытываемые персонажами фильма «Их внутренний мир». Опирается на эмоциональные стереотипы, разработанные в опере и в жанрах бытовой музыки. Песенные лирики для романтических героев. Марши и гимны для образов социальной практики. Танцевальная музыка для выражения эмоций радости, влюбленности, счастья, свободы. Антология применения жанров бытовой музыки для разнообразных психологических характеристик персонажей может служить так любимый в России рождественский фильм «Реальная любовь» режиссер Ричард Кертис, композитор Крейг Амстрол. Символическая функция. Музыкальные темы в закадровой музыке указывают на некие высшие ценности и смыслы, значимые для культуры и человечества. Примеры. Тарковский, фильм «Солярис», эпизод библиотеки «Вездолета», звучит органно-хоральная прелюдия Баха, «Зеркало» на иконографических цитатах Бригеля-старшего, также звучит органно-хоральная прелюдия этого композитора. Историко-контекстуальная функция. Музыкальные темы характеризуют время и место действия в фильме, этнически-религиозные и социально-психологические стереотипы конкретной эпохи и страны. В 2021 году вышел французский авантюрный мини-сериал «Приключения молодого Вольтера». Композитор Флоран Марше написал для начальных титров на фоне «Уже действия» и финальных кадров два варианта одной и той же темы. Это стилизация бравурной оркестровой инструментальной музыки эпохи барокко. Тем самым режиссер укореняет юность этого мыслителя в конкретный исторический контекст. Динамическая функция. Звучание закадровой музыки ритмически соотносится с монтажом и внутрикадровым движением, иногда движением камеры, усиливая их выразительность и воздействие на зрителя. Здесь классика бессмертная. Творческое содружество Эдзештейн-Прокофьев, Александр Невский, эпизод битвы на Чудском озере. И после этого сотни, если не тысячи раз в кинематографе закадровая музыка соотносилась с монтажом и внутрикадровым движением. Режиссер-документалист Готри Реджо и Филипп Глаз в авторском документальном шедевре Кояне Скадзе соотнесли композицию минималистских музыкальных блоков не только с монтажом и внутрикадровым движением, но и темп музыки с движением в камере. Но это то, что касается двухтемной музыкальной драматургии. Но с 1970-х годов в авторском кино начал складываться новый тип закадровой музыки, однотемной. За кадром звучит только одна музыкальная тема и ее варианты динамические, ландоводовые, темброво-фактурные, реже жанровые. Такая тема впрямую никак не связана с событиями фильма и его конфликтами. Она не дублирует эмоции персонажей, не соотносится даже со всеми видами движения в фильме, внутрикадровым монтажом, движением камеры. Впрямую не соотнося с изображением подобная закадровая музыка больше характеризует общий эмоциональный строй фильма, его атмосферу и нечто еще, о чем мы пока не знаем, и потому часто становится полем образно-смысловых интерпретаций киноведов и критиков. Примерами могут служить фильмы творческих содружеств Кроненберга Шора, Херцога и ансамбля Копольву, Кислевского и Прейснера, Гринойла Наймана, Вильнева и Йохансона, Мишо Бриттелла и других. Закономерен вопрос, с какими сторонами кинопроизведения связано подобное музыкальное решение, если оно функционально не соотносится с кинодраматургией и основными приемами визуальной выразительности, подобно двухтемной закадровой музыки. При этом оба ее типа предельно условны. Возникновение ее звучания не мотивировано киноизображением. Закадровая музыка возникает буквально из ниоткуда. В традиционных исследованиях киномузыки самым сложным для киноведов всегда было понимание взаимодействия музыки и изображения. Трудно было обнаружить и аргументировать мне, междисциплинарных исследований, предпосылки их синтеза. Собственно говоря, киноведение в этом до сих пор не преуспело. И тут, начиная с 70-х годов 20-го века, в зарубежной мысли о кино становится крайне популярным семиотический подход к этому виду искусства. Фильм начинают понимать как кинотекст, приемы киновыразительности трактуется как знак единицы особого киноязыка. А закономерное в звуковом кино звукозрительное единство кинопроизведения превращает в концепт экранного аудиовизуального пространства, игнорируя образную природу компонентов, обоих компонентов этого единства. именно так мысль существов фильма в целом и музыкальное его решение в частности такие видные представители зарубежного киноведения как это те, кто писали о музыке в кино. Кристиан Мэтс, Энакид Кейсебиан, Клаудио Горман, Рик Олтмен, Дэвид Бордов и Кристи, Томптон и другие. Несмотря на различие их научных представлений каждого о существе содержательного фильма и их носителей. Именно киносемиотика стало базисом для внедрения иного подхода наротологического. Его концептуальный аппарат сегодня все чаще становится актуальным для описания, а затем осмысления музыкального решения в фильме. Основание для этого прозрачное. Это аналогия с литературным повествованием. Для представителей киносемиотики не подлежит сомнению постулак. Если есть кинотекст, киноязык и аудиовизуальное пространство, столь же до сих пор не очень понятное, как и воображаемое читателем вымышленная реальность плана истории в романе и рассказе, то вследствие должен где-то быть и кинонародив. Если не задумываться о таких базовых предпосылках при применении наротологического подхода к нелитературным по природе объектам как-то образная природа звука и киноизображения в фильме, четкое и аргументированное обоснование специфики образных повествований в отличие от вербально-семиотических и, наконец, закономерное для любых нарративов их деление на план истории и на план дискурса, то в киноведении вся наротология сведется к применению ее фантастически по сложности понятийно-терминологического аппарата. Именно так, на наш взгляд, произошло с попытками исследовать музыкальное решение фильма с позиции наротологического подхода, опираясь при этом на подход семиотический. Главное понятие здесь диагезис, известное еще с античности. Тогда оно относилось только к сфере словесности. Так уже Платон различал принципы словесного диагезиса. Рассказ написанный как государство простое повествование и Мемесеса подражания имитирующего, копирующего внешнюю сторону реального мира. Развиваясь в течение столетий, Мемесес стал господствующим принципом изобразительных искусств, в основе которых изоморфное отображение предметной действительности и некого смысла с помощью визуальных образов. Диагезис уже сегодня понимается в крайне широком смысле как вообще изображаемый художественном понимании мир. Не повествование, не рассказ, а именно мир. Казалось бы, всем очевидно, что визуальное искусство кино неразрывно связано с принципами Мемесеса, но столь же очевидно, что ему присуща способность повествовать. Авторы картин вымышляют истории, в особенности в кино игровом, и показывают их на экране. Получается, что в любом фильме возникает сложнейший баланс образно-меметического визуального и звукового с вербально-диагетическим началом. В нем нормативные для словесности семиотические языковые аспекты присутствуют в той мере, в которой в конкретном кинопроизведении развит литературный компонент синтеза, диалогов, закадровом тексте, литературных аллюзиях. Но киносемиотики, стоявшие у истоков применения анаркологического подхода к киномедии, похоже, принципиально старались не замечать меметической, то есть образной природы киноизображения и звука в фильме. Коллективными усилиями постепенно создавалась классификация для всех звучаний в кино, исходя из проявленности в них повествовательных возможностей. Наиболее разработанной она предстает труде Клауди Гордман «Неслышная мелодия нарративности на музыке». Шумы, речь и музыка в фильме по их способности повествовать делятся на диагетические звучания в пространстве повествования. К ним относится внутрикадровая музыка. Все, что звучит внутри экранного действия в кадре, включая музыку. Недиагетические или экстрадиагетические звучания. Все то, что звучит в кадре, включая музыку, но которое слышит только зритель и не слышит участника экранного действия. Именно сюда помещена закадровая музыка, хотя непонятно никому, из какого пространства она появляется. Семидиагетические или полудиагетические шумовые звучания. Это усиленное звучание, условное ударов при драке, магических превращений, другие звуковые спецэффекты, которые синхронизированы с экранным движением и связаны с показанными объектами, но невозможные в реальности по громкости темпу тембру. И наконец, метадиагетические звучания, преимущественно струнговые или саунд дизайн. Это специфическая акустическая среда создаваемая для передачи внутренних состояний у персонажей фильма галлюцинации транса сноу, измененных состояний сознания, воспоминаний шока и так далее. По этой классификации мы видим, что традиционно самый значимый компонент звукового решения фильма, над которым бьются кинокомпозиторы и лишаются сна кинорежиссеры в поисках нужного музыкального образа, закадровая музыка в принципе выведена за пределы киноповествования как недиагетические или экстрадиагетические звучания. Но для любого зрителя образно-содержательная, формальная, эмоциональная значимость закадровой музыки в фильме очевидна. Точно так же любой филологический нарратолог, не киноведческий нарратолог, не рискнет попросту выбросить закадровую музыку из кинонарратива, как все зрители, ощущая ее неразрывную связь с формальным планом дискурса и содержательным планом истории аспектами фильма. Либо западные кинонарратологи не знают, что с закадровой музыкой делать, но не выдумать такого пространства, из которого она звучит в фильме, либо ну что тут можно сказать, плохо можно только сказать, конец кинонарратологическому качонку. В отличие от киносемиотиков, филологические нарратологи более вдумчиво и осторожно относились к тому, что может или не может входить в повествовательный текст. Так Вольф Шмидт полагал, что еще со времен античности наряду с уже нам знакомым диагезисом простым повествованием существовало также понятие экзебезис. Оно относилось к тому плану литературного текста, цитата, в котором производятся всякие сопровождающие изложения истории объяснения, истолкования, комментарии, размышления или метанарративные замечания наратора. Конец цитаты. Он в своем труде на ротологии ведет внутреннюю полемику с выдающимся отечественным лингвистом Еленой Падучевой, которая помимо вопросов семантики и прагматики высказывания исследовала теоретические аспекты нарратива. Именно она сформировала оппозицию диагезис экзогезис, где экзогезис понимается, как специальная и специфическая область повествования, всегда выявляющая инстанцию наратора. В литературном нарративе их может быть не только автор произведения, то, о чем говорилось в приведенном высказывании Шмида. Для понимания специфики закадровой музыки в фильме это принципиально важно. Да, в ряде случаев закадровая музыка выводится за пределы плана истории в кинонарративе. И нужно сказать, все программы и филологические, нарратологические и даже разумные киноведческие нарратологические, они преследуют изучение именно плана истории, сферу образов, художественного содержания, потому что с формальным анализом мы как-то справимся. А вот это, поскольку оно преисполнено субъективности, преисполнено неповторимости, преисполнено принципы элементарно новых каких-то воззрений, мыслей и соотносится с огромным комплексом проблем и историко-культурных, и социо-культурных, и социально-психологический центр нарратологического исследования. Это коммуникация с планом истории, а в кино тем более у нас образ. Вот. Закадровая музыка проявляет отношение его автора на основании экзобезиса к этому плану истории, что особенно заметно при использовании режиссерами однотемной музыкальной драматургии. Вот колоритный пример. 2018 год. Кинофестиваль в Санденсе, специализирующийся на показе независимого документального и экспериментального кино. Но бывает, что и маргинальные явления туда проникают, как было на этот раз. Дело в том, что фильм Мэнди Панаса Коснатоса представлен дальше, извините, на русском ничего похожего нет. Это термины. В трешевом жанре экшн-хоррор, в жанровой его разновидности слэшер. По-русски это все переводится как ужасы расчлененки. В фильме закономерно кровь льется рекой. Членов родительства достигает эпического размаха, включая поединок на бензопилах. Это фильм о мести и ярости простого человека Дровосека Реда, у которого поддонки жестоко отняли самое дорогое. Любимую жену Мэнди они сожгли жильем. Ярость и месть становятся не только сюжетообразующими факторами, они формируют условную работу с светом и, как следствие, появляется условная визуальная стилистика фильма. Но трешевый жанр хоррора треш-отбросок. Выдвигает свои требования и даже Николас Кейдж в главной роли ничем выдающимся в такой фильме не может отличиться. Тогда в чем причина и вот это самое важное причина того, что авторитетные кинокритики, вполне отдавая себе отчет в содержательных возможностях и границах слэшера, писали о фильме Мэнди как о серьезном явлении в американском кино. Какие так называемые психологические глубины могло раскрыть окровавленное с безумленной налитыми также кровью глазами лицо Кейджа, размахивающего гигантским топором? А дело именно в закадровой музыке, которую писал один из крупнейших композиторов современности Йохан Дёхансон. Музыки в фильме много, она организована как однотемная драматургия. Есть единственный явно вставной более лиричный эпизод, который так и назван в самом треке тема любви Мэнди. Весь остальной тематический материал это медленная тяжеловесная мрачная музыка в нижнем регистре, основанная на длинных электронных фонах, массивно использующая вот эта специфика стилистики именно Йохансона. ревущее звучание дронов, это унисоны акустических инструментов и даже голосов, записанные и затем преобразованные синтезаторами. Эта тема формирует монументальный область какой-то злой и непоколебимой силы, но в ней нет беснования бессмысленной ярости, как происходит в визуальной стороне Мэнди. Это действительно художественно убедительный образ смертоносной хтонической тьмы, таившийся в глубинах бессознательного главного героя фильма, а затем вырвавшийся наружу и крушавший все вокруг. У слушателей подобный музыкальный образ закономерно вызывает подлинный ужас, причем совсем не тот примитивный, который обычно смакует аудитория фанатов хоррора. Эта музыкальная тема, сочиненная Йохансоном и дальнейшее ее вариативное развитие в фильме формально и вот эта специфика проявления экзогетической функции закадровой музыки в фильме никак не связана ни с событием повествования, ни с внутрикадровым движением, чрезвычайно активным хоррор-боевике, ни с темпом действия, ни с изображением. Подобная музыка в этом конкретно фильме воплощает художественные идеи самого Панаса Косматоса о природе насилия, а не сюжета занимающегося, которым занимаются все рожденки. В целостности кинонарратива эта закадровая музыка выступает носителем режиссерской концепции фильма, разъясняя и комментируя ее возможностями музыкальной образности. Как нам удалось доказать в другом исследовании, режиссерская концепция фильма реализуется в киноповествовании на плане истории, но выступает при этом не как диагетический повествовательный элемент, а выполняет экзогетические функции. Что же касается традиционной для кино двухтерна закадровой музыки, то даже того минимума примера, о которых я говорила в начале своего выступления оказалось достаточно, чтобы выявить их роль в кинонарративе. Роли бывают разные. В тех случаях, когда закадровая музыка помогает компенсировать определенную недостаточность визуального искусства кино, воплощение телекины слой реальности, это психологическая историка контекстуальная и символическая функция закадровой музыки. Ее задачи в фильме действительно экзогетические. Они усиливают музыкальными средствами план истории в фильме. Драматургическая и динамическая функции закадровой музыки переводят ее на план дискурса в сферу художественной формы кинопроизведения, где они активно взаимодействуют с киноизображением и в визуальной стилистикой в целом, структурой ковествования и, главное, с монтажом. На плане дискурса начало звучания музыкальной темы, реже ее окончания, становятся столь же значимыми событиями в кинонарративе, как и события визуальные. В заключение еще одно предположение. Многие кинонарратологи, которые раньше себя считали киносемиотиками, склонны забывать о том, что повествование любой природы – это последовательность событий во времени, которое длится нарратив. Это универсальная дефиниция. Для вербальных нарративов подобная длительность условна, но для фильма она реальна, измеряясь его хронометражом. Поэтому в фильме процессуальная природа киноповествования гораздо заметнее, нежели в литературном тексте. И это, пожалуй, важнейшая причина, по которой у потока визуальных событий и потока событий звуковой природы так много общего в единстве кинонарратива. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы ко мне есть? У меня есть вопрос, Лариса Николаевна. Пожалуйста, днись. Доклада, да, мне стало ясно, что традиция киносемиотики не является для вас базисом наноротологических исследований. Тогда интересно, а что является базисом? Ну, если так услышан доклад, значит, я так думаю, потому что я стараюсь точно выражать свои мысли. Да, действительно, я опираюсь не на традицию киносемиотики, а ее придерживаются практически все киноведы, работающие в наноротологии кино или наноротологии фильма. Я опираюсь на постулаты, скажем так, метод, подход, разработанный первым поколением фиологических наноротологов, в числе которых такие величины, как Жерар Женетт, Джерард Принц, Вольф Шмидт, Эдвард Браниган, ну, это фиологи структуралистского этапа. Я игнорирую второй период, когда уже такие известные авторы, постструктуралисты, как Юлия Кристиева, Советон Фодоров, стали наноротологами, это тоже уходит, но после них наноротологические исследования превратились в программу, скажем так, наноротологического знания, наноротологических наук. и, например, дальше сплошной интерес и сплошное подспорье. Я стала работать в полидисциплинарном подходе, и, например, наноротологическую теорию персонажа в игровом фильме я разработала, опираясь на данные, на нарративной психологии личности. Точно так же для описания различных сфер реальности, представленной в кино, она абсолютно разнообразна. Можно использовать данные диагнозов, как описывается состояние, и это переводится. В общем, очень много. То есть, получается, первый этап феологической наноротологии и затем полидисциплинарное исследование, наноротологическое исследование в различных областях знания. Вот так. Лариса Николаевна, мы выходим немножко из регламента. Есть еще вопросы? Виталий Федорович, да, коротко. Ольга Викторовна, жестко, да. Включите звук, пожалуйста, Виталий Федорович. Мы вас не слышим. Так слышно? Да, да. У меня маленький практический вопрос. Речь, так сказать, о том, как соотносится использование музыки применительно к жанру. Потому что вы знаете, что были режиссеры, как Тарковский, Шаброль, которые считали, что не диагетическая музыка, это фактически эмоциональные костыли, когда уже, так сказать, не может режиссер, вот он берет музыку, чтобы эмоционально придавить. А с другой стороны, в общем-то, есть жанры, в которых просто невозможно представить без музыки. Там хоррор, экшен, даже мелодрама. Вот этот вопрос вы как-то в дальнейшем будете затрагивать? Значит, жанровое. Значит, естественно, затрагивается, как сказал многоопытный сценарист, в первую очередь обязанный владеть жанром кинематографист по профессии, Юрий Арабов. Он сказал, жанр машина для выдавливания эмоций. Никуда не деться. Так сказал, и с этим нельзя не согласиться. Это Пушкин, Данилов, сказал еще. А? Пушкин сказал еще раньше. Арабов это присвоил. Это нормальными словами. Справедливо, потому что жанровое кино основано на использовании всех выразительных компонентов фильма не для раскрытия того, что нахуй три повествования, а в первую очередь для воздействия на зрителя, прямого давления, и вот это самое главное. Так что здесь вопрос не столько в жанрах. Мелодрама может быть очень возвышенной, очень деликатной, очень психологической. А сейчас она превратилась в такой же трешевый жанр, как хоррор или порно. То есть все зависит от состояния культуры и какую роль в нем играет искусство кино. Спасибо. Валерия Николаевна, спасибо. Надо продолжать. Мы не успеем дать слово другим докладчикам. Да, Ольга Викторовна, да, спасибо. Я предоставляю слово Денису Юрьевичу Мыльникову Российский институт истории и искусств Санкт-Петербург. Тема его доклада такова. Горе как медиатор между музыкой и изображением в фильме Олена Корно «Все утро мира». Прошу вас, Денис Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. «Все утро мира» Олена Корно является экранизацией одноименного произведения Паскаля Киньяра. Эта кинолента удостойна семи премий Сезар, одна из которых вручена Жарди Савалю как лучшему композитору, компилировавшему в саундтреке отрывки из музыкальных сочинений Морена Море, Жанна Десен-Коломбо, Франсуа Куперена, Жан-Батиста Люли и других композиторов эпохи барокко, а также мотивы народной французской музыки. Напомним, что по сюжету фильма мы следим за тем, как месье Десен-Коломб признанный виртуоз игры на Виоле Дай Гамби после смерти своей супруги скрывается от мира в своем поместье. Только здесь, находясь в состоянии полной отрешенности, музыкант может сочинять и исполнять свои произведения. Своим уникальным мастерством он готов делиться лишь с двумя малолетними дочерьми, решительно отвергая остальных учеников. Исключение Десен-Коломб делал для молодого дарования будущего придворного композитора Морено Море, в первых опусах которого он услышал намеки на способность переживать сильные чувства и выражать их в музыке. Но требования Десен-Коломба к музыкантам гораздо серьезнее. Сочиняя и исполняя музыку, он стремится посредством звучания произведений воплотить самого себя в сугубо личностные внутренние структуры своей психики. Для самого Десен-Коломба музыка иная художественная форма, в которой проявляется и существует я автор. Собственно, в этом и заключается основная идея фильма. Однажды Десен-Коломб сам того от себя не ожидает, познает новую грань своего исполнительства на Иоле да Гамма. Он становится способным при помощи игры вызывать из небытия образы людей, которых уже нет на свете. Эту сцену мы наблюдаем на 31 минуты экранного времени. Так музыкант, изрядно выпив вина и одоброзив в сторону нотную тетрадь, приступает к исполнению по памяти пьесы «Могила скорбей» из цикла «Слезы». В этот момент мы видим крупный план лица Десен-Коломба и его руку, что движется по грифу. Далее происходит монтажная склейка и мы видим, как на среднем плане у стола, за которым сидит играющий на Иоле да Гамме Десен-Коломб стоит его умершая супруга, исполненная радость свою руку кубам, подавая таким образом знак мужу, чтобы тот молча продолжал играть. В этот момент в музыке происходит модуляция мажорной тональности, после чего тема вновь переходит в минор. Затем супруга присаживается на стул и начинает слушать музыку. Звучание виолы приобретает все больше экспрессии, усиливается громкость, ускоряется темп, мелодическое движение становится восходящим. Далее мы видим серию крупных планов, на которых молча под аккомпанемент звучащей могилы скорбей посредством проявленной на лице мимики и легких или заметных движений головы супруги общаются друг с другом. Всем своим видом Десент Колом показывает жене, что ему без нее невыносимо плохо. Она же, в свою очередь, с пониманием кивайпин. Музыкант не в силах выдержать наклынувшие страдания, опускает голову и начинает тихо рыдать. Мелодия заканчивается, а вместе с ней исчезает и образ супруги. О том, что музыкант не сошел с ума и видение было наяву, свидетельствует раскрошенная вафельная трубочка, которую зритель видит лежащей на столе возле места, где сидела покойная жена Десент Колом после просмотра этого эпизода у зрителя в прямом мысли случается эмоциональный когнитивный шок, а также возникает закономерный вопрос, что на самом деле произошло в реальности фильма. Ведь всем абсолютно ясно, что в окружающем нас мире умершие люди не воскресают посредством игры на музыкальном инструменте. На наш взгляд подобного рода условность, проявленная прежде всего на уровне киноповествования, потребовалось корно для того, чтобы зритель смог изначально ощутить, а впоследствии осознать, в каком именно эмоциональном состоянии главный персонаж фильма производил акт музыцирования. Собственно, здесь мы, как искусствоведы, оказываемся в затруднительном положении. Все дело в том, что внутренний эмоциональный мир человека не является привычным объектом изучения нашей дисциплины, вследствие чего аналитического инструментария для его исследования у нас попросту нет. Так что же делать в подобных случаях? Выход есть, и это полидисциплинарный подход, посредством которого можно апеллировать к данным иных дисциплин, находящихся вне области нашего искусствоведческого знания. Мы для начала обратимся к теории базовых или дифференциальных эмоций. Кэрол Изерт, виднейший представитель данного научного направления психологии, утверждает, что существует ограниченное количество базовых эмоций, которые образуют основную мотивационную систему человеческого существования. Они оказывают организующее влияние на человека, служа его адаптацией в окружающем мире. Исходя из этих предпосылок, Кэрол Изерт дифференцирует 10 базовых эмоций, интерес, удивление, удовольствие, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вину. Итак, какую именно базовую эмоцию на протяжении практически всего фильма испытывает Десент-Колон? По нашему мнению, ей является эмоция горя. Изерт характеризует горе как универсальное человеческое переживание, связанное с утратой объекта любви или привязанности. Обычно такая утрата вызывает самую глубокую и острую реакцию организма. Человек испытывает душевную боль, сопровождающуюся дополнительными чувствами одиночества, дистресса, депрессии, беспокойства, тоски. Горе имеет чрезвычайно важное значение для психологической адаптации индивида, позволяя ему свыкнуться с утратой. Кроме того, некоторые внешние проявления горя, такие как определенные паттерны мимической активности, замедленные движения тела, сутулая осанка, протяжные вокализации, слезы и так далее могут выполнять коммуникативную функцию, пробуждая у окружающих людей сострадание и желание прийти на помощь горющим. Важно, что вышеперечисленный аспект эмоции и горя отмечается у большинства людей, находящихся в ситуации утраты близкого им человека. Если попытаться оценить, как именно переживает горе главный персонаж фильма «Все утро мира», то мы с удивлением обнаружим, что его поведение на утрату супруги является парадоксальным и нетипичным для этой эмоции. Такое несоответствие впервые фиксируется зрителям в одной из начальных сцен фильма, где мы видим стоящего Десент Коломбо перед телом только что почившей супруги. Так ни одна мышца на лице музыканта не вздрагивает, он не плачет, не кричит, а сохраняет холодное спокойствие. Получается, что это трагическое событие не оказывает на него никакого воздействия, однако такой вывод будет неверным. Для того, чтобы понять, что же на самом деле испытывает Десент Коломб, нам пришлось обратиться к данным клинической психиатрии. И выяснилось, что некоторые люди, а это приблизительно 7%, переживают горе иначе, не так, как всем. Для описания их состояния психиатры используют термин «осложненное горе». Доктор медицинских наук Кэтрин Шир отмечает, что при осложненном горе человек, во-первых, испытывает шок, эмоциональное оцепенение после смерти любимого и не может принять это трагическое событие. Во-вторых, он чувствует сильную тоску по умершему человеку, которая может длиться годами и даже десятилетиями. В-третьих, у него не прекращается чувство одиночества или ощущение того, что жизнь пуста и бессмысленно без человека, который умер. В-четвертых, осложненно горюющий погружается в размышления об обстоятельствах и последствиях смерти, испытывая чувство вины и стыда и считая, что он подвел умершего человека. В-пятых, у него повторяются мысли о том, что после смерти любимого человека жить несправедливо, бессмысленно и невыносимо, вследствие чего возникает стойкое желание умереть, чтобы воссоединиться с умершим. В-шестых, у него появляется необходимость увидеть, потрогать, услышать и понюхать вещи умершего, чтобы почувствовать себя ближе к нему. В-седьмых, он начинает слышать голос и видеть умершего человека, при этом испытывая облегчение своих страданий. Однако, горюющий, боясь осуждения, никому не рассказывает о своих видениях. В результате, он стремится к уединению, что приводит к нарушению социальных, профессиональных и других важных сфер жизнедеятельности человека. Интересно, что все эти симптомы обнаруживаются в процессе просмотра «Все утро мира» в месье Десент-Колома. Так узнав о внезапной смерти супруги, он испытывает шок, и поэтому его лицо ничего не выражает, кроме эмоционального ступора. Гипотетически, Десент-Колома может корить себя за то, что в момент утраты жены он находился не с ней, а был у смертного адра своего друга. Для нас важно, что могилу скорбей он сочинил в тот трагический период своей жизни. В фильме прямо говорится, что память о супруге никогда не оставляла его, ее образ всегда стоял у нее перед глазами, ее голос всегда звучал в ушах. До утраты музыкант давал уроки игры на виоле, считался в этом деле знатоком. Также Десент-Колом был активным религиозным реформатором, но после смерти жены он разрывает связи с социумом и заканчивает свою профессиональную деятельность, связанную с преподаванием музыки. Воспитание своих дочерей он перепоручает приходящим к ним надом педагогам. Сам же Десент-Колом по 15 часов в сутки проводит в маленькой деревянной лачуге, выстроенной по его приказу на окраине поместья. Там, находясь практически в полной темноте и одиночестве, он дается музыке. Посредством игры на виоле он пытается выразить то, что жизнь умело скрывает от окружающих его людей сильную тоску по жене. Для полноты звучания виолы Десент-Колом добавляет седьмую струну. Такое улучшение инструмента позволяет ему в нюансах передавать всю глубину и силу испытываемого им горя. Годами он подобным образом взливает свою душу в пустоту, но облегчение страданий не наступает. Тогда Десент-Колом пытается покончить с собой. Он идет топиться в пруду. Место избрано и не случайно. Это символ безмятежного счастья. Именно здесь они вместе с супругой любили кататься на лодке, поедая сочные наполненные сладости персики. После того, как Десент-Колом погружается в омут с головой, на экране происходит затемнение. Далее мы видим, что музыкант жив. Он стоит в погребе и откупоривает бутылку вина. Утолив свою жажду, Десент-Колом решается исполнить по памяти посвященную смерти супруги эпизод, что мы анализировали ранее. Музыкант приступает к исполнению своего программного произведения. Комната, в которой он музицирует, освещена тусклым, но при этом создающим контрасты дневным светом, что идет из окна отчуд. Картина вполне буднична и ничего в ней визуально не предвещает последующую материализацию супруги-музыканта. Но затем на экране возникает крупный план лица Десент-Колом он длится по современной меркам монтажа непростительно долго, почти 13 секунд. Голова музыканта все это время опущена вниз и лишь к концу плана он поднимает на нас свои мокрые глаза. В отличие от общих планах, на которых архитектоника Лачуги вполне просматривается, крупный план создает впечатление, что видимая часть фигуры музыканта находится в окружении тотальной черноты. По своей стилистике изображение напоминает портреты голландских живописцев эпохи нового времени. Эмоциональное состояние выражено в лице Десент Коломбо можно идентифицировать как спокойствие. Лицевые мышцы расслаблены, а о том, что человек страдает, указывает лишь бликующие на свету слезы, раступившие из его глаз и косвенно музыка, которую он исполняет. Музыкальную тему, которую мы слышим, можно описать как медленный речитатив. Это музыкальная речь, драматичная, патетическая и напряженная, обращенная к кому-то. В жизни же эти характеристики в полной мере соотносятся с эмоциональными состояниями страдания и боли. Здесь себя проявляет эмоциональный уровень анализируемого изображения. В значительной степени он выражен через звучащее в эпизоде музыку. В итоге мы начинаем понимать, что посредством звучания могилы скорбей де Сент-Колом как будто мучительно вызывает к чему-то или кому-то, находящемуся за пределами места, где он музицирует. Эмоциональный призыв, наполненный горем, не остается без ответа. Образ жены предстает перед страдальцем. Волшебная сила музыки. Музыки, что исходит из глубин человеческого сознания. Таким парадоксальным образом месье де Сент-Колом обретает желаемое. Он вновь встречается с супругой и эта краткая встреча облегчает его мучения. Далее по фильму мы не раз увидим, как главный персонаж «Сеутро мира» словно орфей путешествует со своей вредикой в тенях нашего мира. Абсурд, скажете вы, и в некотором смысле будете правы. Но здесь следует отметить, что кино всегда было и остается искусством, повествующим, конкретными материальными по своей природе образы. Оно не может как музыка описывать внутренний психологический мир человека во всей его многогранности. Что можно запечатлеть на пленку и записать через микрофон, то и будет сенсорной тканью экранной реальности. Получается, что Олен Карно сознательно пошел на абсурдизацию киноповествования в своем фильме. Ну а как иначе зрителю продемонстрировать или объективировать скрытую от зрения и слуха эмоциональную структуру сознания Десент-Коломба? Слезы на лице персонажа и тематизм исполняемой и музыки выражают собой горе. Зрители, воспринимая эту эмоцию по различным сенсорным каналам, приходят к пониманию и того, что именно горе становится причиной появления видимого на экране умершего человека, столь любимого Десент-Коломба. Так эмоция, выраженная в музыке в большей степени и в меньшей изображении, становится своего рода медиатором, синтезирующим в эпизоде с одной стороны действия, происходящие в нем, а с другой стороны наши знания о закономерностях окружающего нас мира, придавая им объяснительный характер. И хотя в действительности мертвые не воскресают, но в художественном мире искусства, кино, даже самые парадоксальные вещи могут стать иллюзорно достоверными. Именно это мы и видим в фильме «Все утро мира», где в строгом согласовании между собой находятся все аспекты экранного образа, что комплексно, то есть через эмоцию горя, воздействует на зрителя. Спасибо. Лариса Николаевна, включите звук, пожалуйста. Я включила и поблагодарила Дениса Юрьевича. Теперь, я надеюсь, слышно. Уважаемые коллеги, вопросы к докладчику есть? Можно мне? Пожалуйста, Галина Вадимировна. Денис Юрьевич, спасибо. Очень интересное у вас было выступление. Как вы думаете, а вот, собственно, символика, вот у вас было сейчас в конце, очень такое хорошее, простое, но очень хорошее как бы осмысление, да, вот этого момента. Вы сказали буквально следующее. Волшебная сила музыки, да? Ну, то есть, мы это понимаем и на самом деле, и буквально. То есть, это же не только метафора. Правильно? Так вот, как вы думаете, инструмент, на котором играет главный герой, он обладает какой-то символикой? Ну, мы же знаем, что музыкальные инструменты многие в разные времена обладали разной символической нагруженностью, да? Там флейта, известный миф, использованный, это вообще кучики, скрипка, как дьявольский инструмент, не только в отношении негатива, негатива. Вот как вы думаете, сам музыкальный инструмент, он здесь может быть каким-то проводником или нет? Музыкальный инструмент? Я думаю, безусловно, может, если его рассматривать в контексте исторического развития на той музыке, которая играет Десант Калун. Но это, мне кажется, вопрос больше к инструментоведам, нежели киноведам. Вот, в данном случае это средство, посредством которого извините за тавтологию некую, Десант Калун взывает в свои супруги. Да, но я имела в виду какие-то мифологические корни жизни существуют, и задавая вам этот вопрос, не случайно, поскольку вы пытались в своем докладе анализировать музыку, да, вы говорили там восходящее движение или что-то, речитатив, что о многом говорит, да, вот, поэтому я и задала вам этот вопрос, потому что, но к музыке вы тоже обращаетесь, и здесь этого не избежать, это неизбежно. Ну, я не затрагивал этот аспект повествования и именно игры на Виоле Дагане. Ну, хорошо, спасибо большое. Спасибо, извините, я просто теперь следуя за Ольгой Сустровной, прекращаю вопросы, потому что нам нужно оставить время для других докладчиков. И я предоставляю слово Ирине Владимировне Висковой, Москва, Московская государственная консерватория. Тема ее выступления такова, Коперниковская симфония Хенрика Гурецкого и фильм Кшиштофа в Заносе «Иллюминация. Пересечение композиторской и режиссерской концепции». Прошу вас, Ирина Владимировна. Здравствуйте, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Мой доклад посвящен истории создания Второй симфонии Гурецкого и истории возникновения концепции благодаря его общению с известным польским режиссером Кшиштофом Заносе. Вторая симфония, которая также носит название Коперниковская, посвящена 500-летней годовщине со дня рождения великого польского астронома Николая Коперника. Она была написана по заказу американского фонда Костюшко и премьера симфонии состоялась в Варшаве 23 июня 1972 года. Получив заказ, Гурецкий долгое время откладывал написание симфонии. Он никак не мог решить, как воплотить столь сложную философскую тему в музыкальном произведении. Концепция родилась в процессе его общения с известным постпольским режиссером Кшиштофом Зануси, который как раз в это время готовился к съемке фильма «Иллюминация», где затрагивались проблемы отношения ученого физика с миром, с науком, с религией. Фильм был снят в 1973 году. На Гурецкого оказало огромное влияние реакция Зануси на открытие Коперника. Создавая фильм о современном ученом, режиссер не мог не размышлять о судьбе великого астронома. Слишком серьезное место он занимает не только в мировой науке, но и в истории Польши. И эта тема была ему близкающая потому, что в молодости сам Кшиштоф Зануси четыре года учился на физическом факультете Варшавского университета. По его собственным словам, которые он очень любит повторять, учился четыре года физики без взаимности. Героем фильма становится молодой физик Франтишек Ратман, который после окончания университета ищет смысл жизни. Одним из аспектов его поисков является решение конфликта между наукой и религией. И в этих поисках он вступает в резонанс с учеными, которые размышляли над этим задолго до него. В том же потоке Искания находился в свое время Николай Коперник. Получив богословское образование, он создает гелиоцентрическую модель мира и пишет в 1543 году книгу «Обращение небесных сфер», которая на долгие годы оказывается в оппозиции к учениям проповедуемой католической церкви. Фильм «Занусси» достаточно сложен. В нем есть элементы художественного, документального и научно-познавательного кино. По словам польского режиссера и оператора Михаева Марчака, «Занусси» в то время задумывался о создании фильма на границе жанров художественного, документального кино, эссе, посвященного размышлениям над некоторыми мировоззренческими проблемами, которые сегодня ставят перед человеком наука. И в фильме использовано интервью известных польских ученых, в котором дается ключ к представлениям режиссера о современной картине мира. Некоторые из них подводят к пониманию симфонии Гурецкого, центральной идеей которой является идея просветления. Эпиграфом к фильму служат размышления известного польского ученого и философа профессора Владислава Татаркевича, в которых раскрывается путь постижения света истины. Он говорит, что такое иллюминация. Иллюминация это термин и идея Августина. В соответствии с убеждениями мы достигаем знания через просвещение ума. В такой момент просвещение ум непосредственно узнает истину. Итак, иллюминация не является неразумным экстазом, восхищением, она является усилением мысли. Необходимо только достичь такого состояния чистоты сердца. И эта чистота сердца важнее, чем действие ума. Конец цитаты. И в связи с этим с несомненной интерес представляет еще одна идея об освещенности пространства и времени, высказанной фильме польским физикам профессором Ивы Беленицком Беруля. Он говорит следующие слова. Течение времени в нашем сознании можно сравнить с движущимся освещением. Настоящее и прошлое, которые живо в нашей памяти освещены, а будущее тонет в темноте. Быть может единственный способ высветить будущее расширить зону освещения. Используя в названии слова иллюминации Зануся по его собственным словам хотел подчеркнуть, что умственные усилия не являются достаточным условием для достижения просветления. Человеку предстоит пройти через множество болезней и переживаний, чтобы приблизиться к истине. Одних знаний ему недостаточно. Жизненный опыт такая же форма истины, как наука и ее поиск. Бурецкий осознавал трудности создания симфонии, посвященной Копернику. Он долгое время не понимал по его словам, что здесь написать о Копернике, что стоит на месте солнца и двигается земля банально. Конец цитаты. С точки зрения композитора это открытие не было оптимистичным, поскольку как человек верующий Гурецкий понимал всю сложность принятия гелиоцентрической системы мира для современников. И по словам композитора цитирую, Зануси рассказывал, что на самом деле Коперник представляет одну из величайших трагедий, которые вообще произошли в сфере человеческого духа. Рухнул целый способ мышления, на который опирались отношения человека с окружающей его действительностью. Мы перестали быть попом мира перед лесом бесконечности, мы стали ни с чем. Тогда эта тема казалась неясной, очевидной для музыкальной обработки, оттуда действительность, оттуда двойственность двухчастной симфонии, сначала упорядоченный, скажем так, механизм мира, потом созерцание, конец цитаты. Эти слова композитора цитируются во всех работах, посвященных второй симфонии. Так видят концепцию симфонию сам автор. И здесь уместно рассказать о том, что польский музыковед Мария Вильча Круппа встречалась в шестовом заносе для того, чтобы уточнить обстоятельства его беседы с композитором, благодаря которой родилась концепция симфонии. В своей книге «Гениуш и упор» она также рассказала и о предыстории создания симфонии. Заказ на симфонию Гурецкий получил в 1971 году, взял аванс. Этот факт вызывал у него страх и раздражение. Как говорил сам композитор, всегда, когда беру деньги, беспокоюсь, что грозит мне криминал. Проходит год, а замысла симфонии все еще не было. Композитор честно пытался создать концепцию, искал тексты, изучал историю, но без результата. До конца договора оставалось несколько месяцев и Гурецкому уже было не до шуток. И здесь, как пишет Вильщик Крупа, как кролик из шляпы выскочил Зануси и спас ему жизнь. Конец цитаты. Надо обратить внимание на то, что у Зануси и у Гурецкого было много общего взгляда. Зануси та же, как Гурецкий, зачитывался ставшими популярными в то время работами польского священника, физика, философа Ксенза Михаева-Хеллера, посвященными теории относительности квантовой механики, космологии, философии, истории науки. Впервые его статьи были упубликованы в годни Павчехнам в 1967 году. Так вот, весной 1972 года Зануси приехал к Гурецкому в Катовице и стал рассказывать о своих новейших проектах. Он тогда как раз примерялся к очередному эксперименту в кино и поделился своим замыслом фильма «Иллюминация». В беседе с Вильчей Круппо Зануси рассказал о том, что речь в той беседе шла о Копернике. И вот как выглядел пересказ этой беседы. Гурецкий спросил, пусть мне пан поведает, что я с этим Коперником должен сделать. Я не умею говорить о таких великих людях. То есть для Гурецкого не было понятно, каким образом можно воплотить образ Коперника и образ его открытия средствами музыкальной выразительности. На что Зануси ответил, а знает пан, что есть такой взгляд, который говорит, что обе те модели устройства мироздания Толомеевская и Коперниковская на самом деле равнозначны. Гурецкий спросил, почему? Один думал, что солнце и луна кружат вокруг неподвижной земли, другой, что наоборот, это одно и то же. И здесь Зануси поделился своими сомнениями. По словам режиссера, цитирую, существует теория о том, что модель Коперниковской есть уверенной отменой язычества и углубленным олицетворением того, что утверждал Толемей, склоняясь к тому, что солнце есть, однако, важнее земли, даже если оно кружит вокруг нее. И здесь по словам Зануси Бурецкий онемел. Годы спустя, надо сказать, режиссер жаловался, что не имел тогда таких сведений, которые могли бы подтвердить его ребяческие идеи. В бестеде Свитча Крупа он сказал, цитирую, что сегодня легче было бы изложить те фантазии с помощью другого сравнения. Так вот, я летаю много самолетом и знаю, что нужно иметь с собой ложку для обуви. Всегда их снимаю в начале полета. Перед посадкой, когда я их одеваю обратно, ноги не хотят поместиться. Все говорят банально, что ноги попросту пухнут, но можно спокойно создать также теорию, что ботинки уменьшились, потому что воздух был сухим. И в этом есть более-менее такая же разница, как между взглядами Птолемея и Коперника. Здесь не о чем спорить, что есть правдивее, потому что конечный эффект есть тот же самый, нога не входит в ботинок. Конец цитаты. Но что самое главное для нас в этой беседе? То, что режиссер в ней произнес текст, тот самый текст, о котором мы говорили в начале, который помог принять композитору решение. И этот текст со слов режиссера звучал так. На самом деле с тем Коперником было невеселое дело. Одна из наибольших трагедий в сфере людского духа. Рухнул целый способ мышления, на который опирались связи человека с действительностью. Перестали мы быть пупом земли, против бесконечности стали ничем. Конец цитаты. Именно эти слова натолкнули Гурецкого на мысль на то, что симфония должна иметь две части. Первая будет олицетворять механизм мира и хаос, царящий на земле вторая, символический порядок мироздания. И таким образом открытие Коперника будет показано с двух сторон. И после этого он написал эту симфонию буквально за несколько частей. Надо сказать, что именно музыкальная концепция, вот суть симфонии, она очень родственно фильму заносит. То есть ее внутренним содержанием является вот то самое просветление, потому что первой части преобладает звучание оркестра Тучи с большим количеством диссонансов. Оглушительные аккорды разбиваются ударами литавра и большого барабана. Она как бы представляет собой драму борьбы и столкновения небесных сфер. Так называемый механизм мира носит грозный апокалиптический характер. А вторая часть, кстати говоря, вторая часть более популярна и очень часто исполняют, созерцательная, наполненная сонорным звучанием оркестр с наплывами и переливами к континуальной фактуре. На смену диссонансов приходит модальность и диатоника. И в конце я предлагаю вам послушать начало первой симфонии и начало второй симфонии. И у Ольги Викторовны были ролики, если она меня слышит. Секундочку. отлично. М-hm. М-hm. Субтитры создавал DimaTorzok Это у нас все, да? Следующий пример? Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Большое спасибо. Если есть вопросы, я на них отвечу. Спасибо. Представители различных видов искусства, внутренне, в непрямом контакте, на основании чувства вот этого сродства устанавливали контакты. Они искали оправдание своим идеям, подтверждение их в достойных областях общественной жизни и культуры, в том числе и фундаментальной науки. А сейчас реально происходит коммуникация, но она происходит в сфере практики и в сфере деятельности. Может быть, потому модернистское искусство в Польше высокое и в польском авангарде музыкальном, и в польской кинематографии того времени было столь художественно, интересно, оригинально и убедительно в своих высших проявлениях. Вы показали сегодня, как может странно пересекаться композиторское творчество и творчество режиссеров. Большое вам спасибо. Спасибо. Вопросы будут, уважаемые коллеги? Очень немножко. Мы опаздываем. Ольга Викторовна уже на нас смотрит грозно. Нет, я смотрю еще и по другому поводу, буквально только, что следующая докладчица написала мне, что она не сможет, к сожалению, сегодня выступить. Поэтому мы можем задавать вопросы. Может быть, буквально мы можем 10 минут потратить на то, чтобы все, кто вот скрывал в себе что-то по отношению к другим докладам, мы можем сейчас это озвучить. Так, вопросы к Ирине Владимировне есть? Вопросов не наблюдается. Уважаемые коллеги, вы сегодня присутствовали на заседании такой маленькой секции киноведов, хотя участвовали трое киноведов и Ирина Владимировна, я муховед. Правильно я понимаю? Да, муховед. Московская консерватория, да. Композитор, надо отметить. И композитор. Тем не менее, сама практика того времени, который интересует своих исследованиях Ирины Владимировны, заставила обратиться и к творчеству кинорежиссера. Дорогие друзья, вы бы хотели высказать какие-то мнения, соображения по поводу того, как работает в сфере генеральных проблем, объявленных главными конференцией искусства, звука и света, как работает киноведческое маленькое научное сообщество. Было бы очень интересно узнать ваше мнение. Так, желающие есть выступить? Сергей, прошу прощения, не знаю отчества, пожалуйста. Звук. Звук. Да, 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 включил. Ну вот, казалось бы, значит, вот у нас все-таки объявленная конференция «Синтез может и света, и вдруг, так сказать, кино». Оказывается, что это очень близко, очень важно. И вот три доклада подряд, они, например, мне очень важны и очень дороги тем, что поднимаются важнейшие, так сказать, темы. Художник, большевый художник, он в любом виде творчества, в том числе в кинематографе, может творить чудеса. И вот, значит, «Свет и тень» первый доклад, потом доклады «Закадровая музыка». Потрясающе интересно, вы сказали, что она как бы появляется ниоткуда. Она же не связана с действиями актеров, которые в этот момент снимаются. Она потом подкладывается режиссером, композитором. Вот, и не просто закадровая музыка, а может быть, даже закадровый какой-то звуковой фон, звуковой ландшафт. Потому что в разных странах, в разные времена года все звучит на земле по-разному. И это, если художник учитывает, это потрясающе действует. Вот, и все эти приемы, ну вот, например, «Свет и тень», съемка с помощью монокля, невероятно интересные и так далее. То есть это все, что перекликается, допустим, с нашим творчеством. Поэтому я думаю, что кинематографическая, так сказать, секция, она прекрасно сработала в тематике этой конференции. Я могу только поаплодировать этим докладом. Благодарю вас за ваш отзыв. Еще впечатления, пожелания будут высказаны? У меня вопрос к Денису, если он здесь. Денис. Вопрос к кому? К Денису. Да, Денис, вот с такого рапорта вопрос. Кинематограф может восприниматься антропологически, как некая медиированная технологиями рефлексия. Ну, есть какие-то крылатые слова, которые повторяют народ и население после просмотра тех или иных кинохитов. Есть какие-то формы поведения. Ну, например, если смотреть архивную киносъемку, люди перед камерой ведут себя совершенно иначе. То есть из-за этого века они научились вести себя перед камерой по-другому. Они понимают, как они будут выглядеть на экранах. В общем, такая технологическая рефлексия в виде кино. Немножко искусственная, немножко подробненная, может быть, самими режиссерами. Но если это документалистика, то неподробненная. Ну, мы считаем, что нет как бы то авторство. Тем не менее, вы рассказывали про кино о выревании. Это значит, кинематограф рефлексирует на тему выревания и показывает это в символическом виде, в каком-то новом способе. Как вы думаете, вот именно это кино? Оно не было очень популярным, хотя и получил много призов. В какой форме, каким новым смыслом горевания режиссер пытался научить зрителя? Ну, на мой взгляд, Олен Карно хотел показать, что режиссер, но, точнее, не режиссер, а композитор, в данном случае, Джан Десен Коломб, он пытался выразить сугубо внутренние, личные структуры своего сознания. И именно в этом основная идея фильма заключается, как музыканту выразить самого себя. И здесь непосредственно происходит объективация эмоционального контура сознания. И позже, например, тот же персонаж Морена Море, который играет Депардье, он понимает, о чем говорил его учитель. И в финале фильма он также начинает, впадает в некое эмоциональное состояние и впоследствии уже видит самого композитора, своего преподавателя. И благодаря этому мы начинаем в точности понимать, что человек, полностью подавшись себе, своим внутренним переживаниям, может выразить их в том числе в своем произведении искусства, в данном случае это музыка. И посредством музыки научиться тому, что невозможно, в принципе, как таковой жизнь в нашей окружающей. Это такой урок некий фильма. Спасибо. Денис, можно я дополню? Мне кажется, вот в этом фильме вообще главным героем являются не люди именно, а музыка. Это фильм о музыке. Слишком много горя. А музыка, она побеждает и она просветляет, и в конце именно только из-за нее катарсис возникает. Ну вопрос, что музыка выражает. Музыка не как абстракция, а музыка как некий выразитель. И в этом смысле, да, я полностью с вами согласен. Спасибо. У нас сегодня в этом заседании еще один просмотр. До четырех часов мы должны осуществить его. К сожалению, Ирина Всеволодовна, Левтеева болеет и не может так присоединиться к нам. Но мы в любом случае сделаем этот просмотр. Я объявлю, этот фильм «Мелодия струнного дерева» 20-го года, анимационно-игровой фильм о путешествиях поэта Хлебникова и его Ка. В 20-м году фильм стал обладателем премии НИПА в номинации «Лучший анимационный фильм». Ссылка для просмотра фильма «Телеком». Она у нас указана в программе. Сейчас мы посмотрим лишь фрагмент. Ирина Силовна попросила меня поставить фрагмент именно где-то из первой трети фильма. Мы имеем ссылку, и каждый на своем компьютере в свободное время может посмотреть этот уникальный фильм. А что касается разговора об этом фильме, то я приглашаю вас всех на сайт нашего института. В начале 2021 года мы издали сборник статей. И у Ирины Всеволодовны, в том числе и об этом фильме, и об ее уникальной технике письма, об уникальной технике режиссерского письма, анимационного письма, мы можем там прочитать. У нее очень большая статья и очень много иллюстраций. Ссылку я сейчас же размещу в нашем чате на этот сборник. И передаю слова, наверное, Ларисе Николаевне заключительные по этой секции. Ларисе Николаевне, включите, пожалуйста, звук. Дорогие коллеги, я благодарю вас всех за работу, за внимательное отношение к тому, о чем размышляют киноведы. Ну и у организатора этого большого собрания научного, Ольги Викторовны, ну и всего организационного комитета, мне бы хотелось сказать только одно. Далеко не всегда реальные научные интересы искусствоведов различных дисциплин вписываются в программу какой-то большой научной конференции впрямую. Иногда путь бывает очень извилист к тому, чтобы найти тут те точки соприкосновения, которые объединяют ученых различных областей. Хотелось бы, чтобы прослушанные четыре доклада пробудили у вас, дорогие друзья, желание, намерение размышлять о том, что объединяет композиторов и кинорежиссеров, психологов и эстетиков, этномузыковедов, представителей изобразительных искусств и всех других искусствоведов, которые так или иначе имеют в качестве материала исследования, в качестве объекта исследования большие, грандиозные феномены, наполненные как материальной силой, так и, собственно говоря, больших духовных интенций, культурных ресурсов. Эти феномены – звук и свет. Я благодарю всех за работу. До встречи завтра. И я думаю, мы услышим много новых и интересных выступлений. Всем спасибо. Лариса Николаевна, спасибо большое, что вы попрощались, но у нас еще целая большая сегодня секция. Но встретимся в любом случае завтра. А сейчас у нас небольшой перерыв, полчаса, да. И просьба подключаться в 4.30. Можно, не выходя из конференции, просто выключить звук и свет. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. До встречи еще сегодня. До встречи. Александр, здравствуйте. Не знаю, возможно, как еще раз пообщаться здесь сейчас. Может быть, как-то мы с вами… Вы меня слышите? Вы ко мне обращаетесь? Да, Александр, к вам обращаюсь. Я просто думаю, что… Можно… Да, чтобы не занимать эфир общий, потому что я думаю, что сейчас могут слышать каким-то образом. Может быть, мы как-то с вами пообщаемся за пределами. Давайте за пределами. Нет, я так и не понимаю. Вы лично ко мне обращаетесь? Нет, нет, я к Александру Борисовичу обращаюсь. Ко мне, Борис Николаевна. Если возможно, может быть, как-то выйдем в другой, в другой WhatsApp или еще где-то. Мне хотелось бы поговорить с Аравджиевей немножко с вами. Хорошо, конечно. Давайте сделаем сейчас так. Так, мы можем с вами тоже поговорить с Зуми, только в другой сессии. Да, давайте. Просто… Музыка, если говорить о самых-самых началах музыки, то она сделана из интервалов мелодических. Если мы поем мелодию, то мы поем интервал за интервалом, если мы играем аккомпанемент, то у нас как бы получается сочетание мелодических интервалов. И в нашем исследовании мы рассмотрели, как люди отзываются на все существующие мелодические интервалы, их всего 12, и во всех ладовых условиях. Мажор-мажор, мажор-минор, мажор-минор, мажор-минор. И как бы неожиданно для нас мы захватили эстетический компонент, присущий в тоннерном расстоянии. Я начну с системы отсчета в музыке. Для того, чтобы нам понять информацию, которая постоянно к нам приходит, для нашего разума нужна система отсчета. В музыке такой системы отсчета работают музыкальные гаммы. Как только мы слушаем, слышим музыку, она мгновенно успехивает в нашем разуме. И она позволяет нам декодировать мелодическую информацию. Есть люди, которые не способны такую систему создать. Мы называем таких людей «эй-мьюзики». У них все другие показатели когнитивные прекрасные. Но так же, как в лучшем мире, у людей с датонизмом проблемы с восприятием цвета. У ау-мьюзиков проблемы с восприятием мелодических интервалов. Они, например, не различают вот такие две ноты в малую секунду. И для них любая музыка – это шум. Для них нет любимых мелодий. Обыкновенная музыкальная гамма, она состоит из семи диатонических тонов. До мажори – это все белые ковище. И потом мы переходим в тонику. И можем продолжать. И пять хроматических тонов. До мажори – это черные ковище. То есть всего у нас 12 тонов. И таким образом 12 основных расстояний. И так далее. Причем музыкальная материя, она организована циклически. Здесь картинка одной октавы. Мы будем повторять те же самые ноты на октаву вверх. Это октавный эпивалент будет работать. Мы можем получить диапазон. Например, в рояле 88 клавиш. Мы можем сравнить вот эту необходимость системы отсчета в музыке с нашим использованием картинских координат восприятия эдемопрестра. А вот это сам, с этой стороны лекарства. В гамме звуки отличаются по высоте. Но это не так важно. Важно то, что они отличаются по притяжению к основному тону. К тонике. И вот эта разница в притяжении, она создает градиент тонального притяжения. Если я сыграю гамму, вот эта нота, она зависла. Уводный тон. Он хочет разрешиться. То есть все тона отличаются уровнем устойчивости. Неустойчиво. Устойчиво. Другими словами, мы имеем дело в музыке с феноминальным полем тональной гравитации. Марина Николаевна, прошу прощения. У нас немножко плохо слышно. Вы не могли бы говорить громче? Немного. Потому что вот мы сидим в зеленом зале нашего института. Очень плохо слышно. Сколько вы далеко от микрофона находитесь? Я постараюсь, как можно вырежать. Так лучше слышно? Гораздо лучше. Пожалуйста. Красно. То есть вот эта картинка с мячиком, который хочет скатиться вверх, изображает главный морфологический принцип музыки. То есть мы когда слушаем музыкальные произведения, у нас есть устойчивые тона и неустойчивые тона. Это то, что создаёт рисунки тональной музыки. Кроме того, мы предполагаем, что неустойчивые тона, они должны разрешиться в устойчивые. И это именно то, что создаёт движение музыки. Не просто темп, а вот именно вот эти тональные отношения, притяжение тональное. У музыкальной гаммы на самом деле две роли. Первая роль, она даёт нам основной набор тонов для музыкального произведения. Например, если я сыграю ёлочку в фа-мажоре, то основные тона – те, что принадлежат фа-мажорной гамме. Я могу сыграть и в другой тональности, и там будут тона, которые принадлежат этой другой тональности. То есть это как бы такие строительные леса для создания музыкальных произведений. И её другая роль – это декодирующий механизм. Мы когда слушаем музыку, у нас тут же включается гамма, подсознание, и мы начинаем с четверг на логическую гармоническую информацию. Язык тональной гармонии, в котором мы сегодня так свободно передвигаемся, так свободно воспринимаем, он сложился всего несколько столетий тому назад. И своё самое такое чёткое выражение он получил в музыке первой ленской школы. Это в XVII век, Гайд, Моцарт, и ранний Ветховен. Вот, например, это пример такой ясности музыко-тональной гармонии. То есть мы точно знаем, к какой тональности мы принадлежим. Синтекс музыкальный выражается необыкновенно элегантной формулой. Он состоит всего из трёх трезвучий. Тоническое трезвучие, субдоминантовое, доминантовое и тоническое трезвучие. А всё остальное – это производное. То есть у нас есть три основных сферы в тональном языке. Тоническая сфера, субдоминантовая, доминантовая. А всё остальное как-то к ней принадлежит. По крайней мере, так я рассказываю о классической функциональной гармонии. И вот эта краткость и элегантность темы тонального синтексиса напоминает нам о законных движениях. Теперь, что такое тональность? Данная гамма, собственно, и даёт нам тональность. Она даёт нам основные тональности. И у тональности есть тоника, и у тональности есть лад. Например, до, мажор. То есть гамма, диатоническая, для неё очень простая форма. Строится от ноды до в ладу мажорном. И у нас сегодня два доминирующих лада. Это мажорные и меморные лады, ионийские, иолийские. То, что осталось от греческих ладов. И вот эта вот редакция на дворах, она состоялась как раз благодаря кристаллизации языка тональной гармонии 400 лет назад. Перед вами карта тонального пространства. Это самая такая привычная нам карта. Это квартово-принтовый круг, который показывает нам отношения между тональными системами. И мы видим, что чем дальше друг от друга тональность, тем больше различий у них в знаках приключения. Например, в до мажоре нет никаких знаков приключения. Скажем, в си мажоре пять диезов, и они далеко друг от друга, на пяти шагах. Или, например, от си мажора мы идём в мемоль мажор, появляется трепемоль. Другими словами, две тональности, они близки в тональном пространстве, если у них много общей информации. Например, тональность соль мажор, это соседка до мажора, и там всего одна нота друга, фа диез. А тональность си мажор, она находится далеко в тональном пространстве от до мажора, потому что у них разница в пять диез. У них мало общей информации. И несколько столетий тому назад музыканты поняли, что им хочется переходить из одной тональности в другую в том же самом произведении. Это вот такой переход, переориентация тональной системы отсчёта на другой тональный центр, называется модуляция. На самом деле это называется тональная модуляция. И во время модуляции происходит вот это появление других знаков при ключе, иногда меняется лад. И, собственно, вот из-за этой модуляции, из-за желания использовать модуляцию несколько столетий тому назад произошла перцептуальная революция, которая заставила музыкантов-клавишников перестроить свои инструменты. Это была очень болезненная революция. Мы, например, знаем о ней из переписки между Царлиной и его учеником Винченцо Галилея, папой знаменитого астронома математика. И музыканты старались обойти вот это вот ужасное нарушение такой обертановой подкладки у настройки музыкальных инструментов, но у них не очень хорошо получалось, настройки были самые разные. Одна из самых известных была «Хорошо комперированный клавир». Её особенно любил Бах, и он даже написал «Батумы» при Люди и Фук «Хорошо комперированный клавир». Но сегодня мы используем равно-темперированный устроен. Математика для равно-темперированного устроя была создана в Китае в 16 веке для настройки церемониальных полуголов, но она нам пригодилась, в конце концов, для настройки клавишных инструментов. И это нам позволило создать такую демократию для каждой клавиши на рояле, стать тоникой для другой тональности. А теперь я перехожу непосредственно к нашему исследованию. Мы рассмотрели, как люди отзываются на все 12 возможных расстояний в тональном поле, не просто спрашивая, как вы чувствуете это, или как вы чувствуете это, или как вы чувствуете это. Вместо этого мы использовали короткие музыкальные фразы, которые начинались в одной тональности, а заканчивались в другой тональности. То есть переходил переход с одного тонального центра на другой тональный центр. Вот это вот то, как мы... То есть это не мы, это другие музыкальные фразы используют вот такую нумерацию. Если, например, мы возьмем гамма до мажор, то если мы остаемся в той же тональности, это будет нулевая модуляция. Дальше у нас такие все хроматические тона пронумерованы до 11, до годного тона. Что мы хотели узнать? Мы хотели узнать, как влияет на восприятие модуляции дальность в тональном пространстве. А вы уже знаете, что дальность определяется количеством необщей информации. Потом мы хотели узнать, как вот эта дальность общается с плодами. И потом мы обнаружили очень интересные соотношения между начальным и конечным присутствием. То есть мы нашли очень интересный закон полиотональной гравитации. Участниками в этом эксперименте были студенты психологии в Университете Техаса в Далласе, не музыканты. И мне крупно повезло, что это была этнически очень пестрая группа, практически совсем континентов, кроме Антарктиды и Марктиды. Стимулы. Для этого эксперимента я написала 12 коротких гармонических последовательностей, каждая из восьми аккордов. Первый три аккорда устанавливали в начальную тональность, а потом происходил плавный переход в заключительную тональность, а потом я эти 12 последовательностей преобразовала так, чтобы у нас получились все ладовые условия из мажора в мажора, из мажора в минор, из мнора в мажор, из мнора в минор. И последовательности были между собой похожи, что очень важно для исследований. Они отличались, собственно, только в основном по дальности модуляции. У нас было очень важное такое предположение, что когда люди будут слушать наши участники эти короткие музыкальные фразы, то они будут как бы сознательно входить в начальную тональность, а когда через очень короткое время, через шесть секунд, они себя найдут в новой тональности, они будут еще помнить, где они начали свое путешествие в тональном поле. Как мы измеряли эти ответы? Мы использовали так называемый семантический дифференциал с ГУДА. Это шкалы с контрастными и прилагательными. И как вы видите, там такие, на ячейке все поделено, и мы попросили наших участников поставить галочки на каждой из шести этих шкал, чтобы сказать нам, что они чувствуют об этих музыкальных фразах. Как вы видите, эти шкалы, они относятся к валентности, к синестезии и к потенции. К валентности относятся счастливые, веселые, грустные, приятные, неприятные. К синестезии относятся холодные, теплые, яркие, темные. И к потенции относятся сильные, слабые, и устойчивые, неустойчивые. Результаты. Ну, мне такое, я хочу сделать такое небольшое заявление, что, во-первых, это исследование выросло из моего интереса к линейной перспективе. И не только к линейной, к обратной перспективе, к разным перспективам. И все началось с того, что я дала лекцию о структурах музыки для будущих архитекторов. А потом рассказала моему академическому руководителю, что есть очень интересные параллели. между введением линейной перспективы в изобразительном искусстве и введением темперированной гаммы. Хронологически как бы линейное введение темперации немножко отставало от линейной перспективы. И вначале, когда мы начали это исследование, я была довольно скептически настроена, потому что я думала, что такие плавные переориентации в пространстве, они будут незаметны. Но меня ждал такой приятный сюрприз. Я была практически шокирована, когда увидела результаты нашего треспонденционала. И это было для меня, как музыканта, просто невероятно. Потому что это как учебник функциональной гармонии, но одной картинкой. И это первая в своем роде карта, которая, например, показывает вот это вот у нас доминантовая группа, вот это у нас модуляция в британский аккорд, вот это у нас неприязнь к модуляции в минорную доминанту, которая по учебнику Шонберга не должна быть. Но вот это вот, например, меня очень смутило, потому что это модуляция мажор, но тем не менее она не понравилась. Я думала, что были какие-то проблемы с экспериментальным дизайном. И только через несколько лет я поняла, что это восхитительный совершенно результат нашего исследования. Чтобы могли прочитать те, кто не знает русского языка, я еще раз перескажу то, что мы еще видели, что, во-первых, эта карта, она потрясающе согласуется с основными догмами музыковедения, классического музыковедения. Ну, в частности, мы нашли, что модуляции в мажор, они воспринимались как приятные, веселые, что модуляции в минор воспринимались как невеселые, и холодные, и темные, что модуляции в минор доминанта воспринимались очень отрицательны, потому что это совершенно не принимается классической функциональной гармонии, но вот то, что вот эта ступень оказалась здесь, это подтверждается очень красивой музыкальной практикой, потому что я вдруг поняла, что в сонатном аллегро, когда у нас происходит модуляция из главной партии в побочную партию, в минорной тональности, то в побочной партии у нас происходит модуляция в параллельный мажор, а не в мажорную доминанту, то есть наши участники, которые были не музыкантами, которые были из самых разных этнических культур, они очень хорошо ухватили этот мажор. Кроме того, мы нашли, что ступени первая и восьмая, которые популярны в прерванных оборотах, например, тоже воспринималось очень приятно, как веселое и теплое, и яркое. И так и хорошо воспринимался неаполитанский оборот, он звучал так. Здесь это одиннадцатая ступень. И я не устаю подчеркивать, что мы имели дело с не музыкантами и с людьми с самым разным этническим прошлым. А теперь я расскажу о следующей ступени нашего исследования. И это отрывок из тихотворения Николая Дмитриевна. Так век за век Скоро ли Господь Отскальпеля природы и искусства Кричит наш дух изнемогает плод, рождая орган для шестого чувства. Это имеет прямое отношение к сеностазии. По-моему. В нашем втором исследовании мы делали переориентацию только на три ступени. на дальнюю ступень восемь и на близкие ступени пять и семь с удоминанто и доминанто. Причем все стимулы были только в мажорной лады. Но вот эта бедность как бы этих выбора ступеней она совершенно компенсировалась богатством стимулах. Потому что мы сравнили искусственные стимулы. Для этого исследование опять же написало короткие последовательности, но я также нашла и такой балансирующий набор фраз, коротких фраз из произведений классиков романтиков Гайдена, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана и Брамса. То есть с одной стороны у нас были очень скучные вот эти искусственные гармонические прогрессии очень однообразные, а с другой стороны была очень интересная музыка, в которой были нюансы, и другие тембры, и другая динамика, и выразительное время. И вопрос был в том, сможет ли чувство, интуиция, переориентация тональной пространстве, выжить такое соревновательство. Это, кстати, объяснение к тому, почему мы выбрали три ступени, потому что я перебрала горы фортепианной музыки и нашла, что самые популярные модуляции это субдоминанто, пятая ступень, доминанто, седьмую и восьмую ступень. А это, кстати, там же мне уже был этот знак, что модуляция из минора в мажор предпочтительнее происходит в параллельный мажор, а не в доминанто. Протокол эксперимента был такой же, как и в первой фазе, и мы попросили участников рассказать, как они чувствуют об окончании каждой фразы, и они ставили галочки на каждую из шести этих шкал. Единственное, мы заменили приятную и неприятную шкалу напряженные и ненапряженные шкала. И вот это один из результатов второго эксперимента, который показывает, что когда мы гуляем далеко в тональном состоянии, то это воспринимается как темное, холодное и напряженное. Причем все стимулы были в мажоре. И тем не менее, когда мы движемся на дальнее расстояние в тональном пространстве, то по отношению к близким расстояниям дальнее расстояние ощущается как более холодное, более темное и напряженное. почему так важно было для нас ввести эту шкалу напряженной и ненапряженной, потому что ощущение напряженности это основной морфологический принцип музыки. и в данном случае мы его захватили заодно с признаком синестезии. То есть у нас как бы они объединились синестетические ощущения с ощущением расстояния в тональном пространстве, с ощущением главного морфологического принципа. Я просто еще раз показываю. Марина Николаевна, прошу прощения, одна-две минуты осталось. Да, я заканчиваю. То есть заключение. Для музыкантов объяснять музыку в терминах теплоты, яркости совершенно естественно. И обычно об этом говорят как метафора, что у меня делалось метафорой. Но судя по нашему исследованию, действительно существует стабильный квазис синестетический компонент, который имеет отношение к восприятию тональных расстояний музыки. А музыка сделана из тональных расстояний. Результаты нашего исследования, они согласовываются с музыкальной практикой и они провозглашают новый путь к созданию мультисенсорных форм, основанных на эмпирических данных. Спасибо. Марина Николаевна, есть ли вопросы? Ольга Викторовна, можно? Да, Александр Борисович, я ожидала от вас вопрос, я хотела прямо вам слово предоставить. Уверена, что у вас есть что спросить. У меня полтора вопроса. Вы работали только с гармонической модуляцией, мелодическую не затрагивали? А, вы хотите сказать голосоведение? Нет, голосоведение голосоведение. В мелодии, вне гармонии, ведь не вся музыка гармоническая в том смысле, как вот вы так немножко нас просветили по поводу истории гармонии. Не вся функциональная. Да, это эксперимент о том, что я знаю. Я прошла музыкальное образование в России, это была музыкальная школа, музыкальное училище и консерватория. И я понимаю ваш вопрос, но я подчеркнула то, что в этом исследовании участники были из разных стран и не модиканты. То есть мы подхватили какие-то константы. и я совершенно уверена и я всех призываю продолжать исследовать в этом направлении, потому что это первая ласточка, других таких исследований еще нет. Спасибо. второй вопрос, или половинка вопроса, вы упомянули насчет настройки церемониальных, как вы выразили, колоколов. Что имелось в виду? Ну, считалось в Китае, что церемониальные колокола должны быть настроены с колоссальной точностью, чтобы обеспечить благосостояние Поднебесной империи. И вот один из китайских принцев, он создал эту математику точно, точные настройки колоколов, и эта математика, она во второй половине 16 века попала в Европу, сначала в Бельгию, и музыканты сначала, вы это знаете, они не принимали равномерную настройку, это была очень долгая борьба, и равномерная темперация стала всеобщей только в начале 20 века с таким индустриальным изготовлением пианина. А до этого были разные виды настройки, как я присутствовала на презентации в Филадельфии, я не знаю, там была дюжина разных настроек, это, конечно, очень интересно, особенно для людей с абсолютным слухом и для струнников, но мы сегодня живем в мире темперации, если я сыграю вот эту ноту, для пианистов это рыдие, не может, для струнников это размутительно, но это то, как мы живем, потому что нам намного важнее сегодня тот образ, который у нас появляется, чем полная частота настройки, мы приспособились, поэтому я называю это приспособление перцептуальной революцией, она такая глобальная. Есть ли у кого-то еще вопросы? Если нет вопросов, мы все-таки даже, несмотря на то, что у нас два доклада выпадают, мы все равно торопимся. Спасибо большое, Марина Николаевна, что вы к нам присоединились. Я объявляю следующих докладчиков. Марина Николаевна, выключите, пожалуйста, свою презентацию, чтобы мы имели возможность включить следующую, если она будет, конечно. И я представляю Людмилу Кашину, секундочку, я объявлю, кем она является. Это руководитель клуба литовской этнокультуры Витурелис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Судоокладчиком ее будет Аушрам Стасюлявичи, Вильнюс, Литва. И она является архитерапевтом, куратором выставок и супругой художника, о котором, собственно, и пойдет сейчас речь. Феномен неповторимого синтеза в картинках Аллаизиса Стасюлявича. Сложный литовский язык, но нам сейчас все расскажут. Пожалуйста, Людмила. Добрый день. Душевно благодарю вас, Ольга, за приглашение и возможность принять участие. Хорошо слышно, да? Да, прекрасно слышно. На первой конференции искусства, звука и света звучали имена гениального литовского художника и композитора Миколойса Константина Сочурлёниса, художника-изобретателя Григория Гедони, уроженца Каунаса, исследованием жизни и творчества которого посвятила свои замечательные работы Ольга Колганова про вас. И сейчас я, да, спасибо вам огромное и хотела бы поделиться экраном. Сержик, у меня не... Сейчас не... Вот, все, вроде пошло. Да, все, вроде получилось. Представление творчества маэстро Алоиза Состислявичеса, великого художника, гордости Литвы, педагога и художественного критика, который отметил в этом году два юбилея, 90-летие со дня рождения и 65-летие творчества, достойное продолжение темы искусства, звука и света. Алоиза Состислявичес, известен как реформатор литовского искусства 20 века, который создавал в шестом-седьмом десятилетии новый пластический язык. Его работы хранятся в семи музеях мира, в том числе и в Третьяковской галереи, где проходила его выставка, в Литовском национальном музее, региональных музеях и частных коллекциях. Работы были представлены на выставках в Германии, Франции, Италии, США, Польша, Пилляне и многих других странах. Состислявичеса можно узнать по его индивидуальному, необыкновенному музыкальному стилю. Художник мастерски играет ритмом линий, может виртуозно исполнять на струне одного цвета, полутонами белого, синего или красного. Фактурами поднимает бурь и чувств, получает сложные нюансы настроения и мысли. Это не только ощущение ритма, использование возможности выражения, но и стремление к гармонии. Его зрелость в любви к классической музыке, которая сопровождает художника с детства. Самые ранние воспоминания это хоровые песнопения, мощные звуки органа, раздающиеся под готическими сводами костела в Шатейке в исполнении отца-органиста Казимира Стасилявичеса, ставший его первым учителем музыки. Стасилявичес музыку и искусство понимает как формы духовной жизни. Это служба искусству с определенным уставом, постоянным творческим напряжением. Вдохновение редкие часы милости. Когда они приходят, художник должен быть готов. Для этого обязан каждый день брать кисть в руки и работать. Ему помогает классическая музыка. В студии постоянно звучат записи о музыке Баха, Моцарта, Генделя, Шуберта, Чурлениса. Есть замечательная возможность слышать звуки самого большого коррельона в Литве, доносящегося из тостела Святого Якова, чей барочный фасад виден в окно студии. Художник, слушая музыку, видит конкретные образы природы, переживает прошлое в настоящем, оживают полезные и радостные события. Музыка уносит в дали пространства, земля настоящая удаляется. Во время звучания музыки художник словно парит в пространстве, переживая духовный подъем. Внутри не прекращаются мелодии, они звучат, отдавая духовную энергию. Музыка энергия звуков, музыкантами воздраждаемая жизнь в нас. Из картин также распространяется энергия, магия, игра цветов, пластических форм. Перед Мадонной Рафаэля в Дрезденской галереи и шедеврами Ван Гога ощущаешь такую исходящую силу, что чувствуешь освещенным ею, говорит Стасюлявичус. О связях искусства и музыки художник пишет. Ритм пластических искусств очень важная и неотделимая часть композиции. Он и соединяющая часть музыки, мелодии. Высокие тона в музыке поднимаются вертикальными линиями вверх, низкие тона словно ходят в медленном ритме у самой земли. Цветами земли художники не пишут небо. Небесным дальям нужен ультрамарин, кобальт. Плоскость холста словно пустое пространство, которое художник должен заполнить красками и формами. В музыке это пустое пространство заполняет ритмические звуки. В пластических искусствах повторяются цвета, фактуры, линии. Композиция создается повторяя формы, оттенки цветов. Особенно важна игра фактур. В музыке мелодии повторяются, изменяя тонацию. Художника особенно интересует проблематика цвета. Будучи прекрасным колористом, имеющим абсолютный цветовой слух, Стасюлявич отказался от обилия цветов. Несколько лет художник посвятил анализу только белого цвета, открывавшему в его творчестве новые выражения сакральности. Позднее художник изучил возможности синего цвета. В поисках новых его значений минимальными средствами художник достигает максимального выражения, играет субтильными обертонами цвета. Особое внимание художник обращает на качество цвета, его звучание, прозрачность. В монохромных полотнах Стасюлявича цвет становится концентрированным порывом силы. Работы, инкрустированные экспрессивными бликами контрастных цветов, достигают витражного звучания. Колорит картин мастера такой самобытный, что иногда кажется, что он работает с нераспространенными обычными красками, а изготовленными по старинным уникальным забытым рецептам. На самом деле техника, к которой обращается художник, инсталляция холста различными материалами, лисировка, промывка, скобление, разбрызгивание мазки позволяет добиться сложности цветов и фактур. Многие исследователи творчества Алоизаса Стасюлявича подчеркивают музыкальность его картин. Искусствовед Ниоли Тумени пишет, в картинах Стасюлявича такие качества, как музыкальность, ритмичность, богатство колорита, пластические эффекты богатых фактур, все подчинено созданию возвышенного образа города Вильнюса. Удивительно гармонично успокаивающая музыка горизонтальных линий, часто приобретающая внутренние напряжения из-за волевых ударов вертикальных членений или взбудораживающих порывов диагонали. Из всех средств художественной выразительности он особо ценит ритм. То умиротворенный, статический, то беспокойный, напряженный и множество промежуточных нюансов. Особое чувство ритма идет от любви к классической музыке, тянется тонкими нитями к чурленесу, его пейзажи оставляют впечатление фуги, сложная, богатая оттенками вибраций настроений, напоминает многоголосные литовские песни. В области художественной формы Стасилявич максималист. Он стремится к ценности композиции, ее ясности. Особое внимание уделяет фактуре. Одним из первых в Литве начал использовать рельефный эффект красочного слоя и совмещать его с коллажем. Он любит подчеркивать динамическую свободу графических линии, тонко прорезающих тесто краски. Фактуры то выпирают, то приглушаются слоями краски. Картины радуют глаз необычайно богатой тональностью, сиянием цвета изнутри полотна. Такой эффект достигается самой технологией письма. Художник обычно начинает картину с первого яркого красочного слоя, например, красного, а по верху пишет приглушенными тонами серого и белого. Или выбирает колорит, контрастирующие с первоосновой. Так на желтом он пишет сперва красным, а потом еще синим или даже белым и заканчивает работу черным. Многие картины написаны не кистью, а шпателем, который позволяет играть фактурами. В результате картина как бы излучает свет и цвет. Краски вибрируют, дышат, живут своей жизнью, создается эффект освещения, чаще всего сумрачного, а иногда праздничного сияния пространства. Поэт Марцеллиус Мартинайтис еще в 89-м году писал об исполнении музыки на холсте. Многие циклы работ Стасилявичуса создают впечатление фуги или более крупной музыкальной формы. Его картины, как и музыка, выражают вечность и печаль в потоке времени. Литовский философ Кринцессо Стошкос считает, что музыкальность картин Стасилявичуса не является ни греческой, а полонской пифагорской, ни литовской Чурлёниса или Труйкиса. Мне больше бросается в глаза то, что в последние годы его творчество объято сильным беспокойством, иногда даже яростью. Оно порывисто, экспрессивно, драматично, даже трагично. Его краски прямо криком кричат, особенно кирпичные, только синий, спокойный, задумчивый, но и он стремится в небо, а драматизм заставляет вздрогнуть даже тогда, когда цвета удивительно белые. Эта уникальная белизна еще и сакрализирует и повышает драматизм. Линии ломаются острыми, корящими углами, монументальные складки сильно стремятся вверх. Здесь даже можно сказать, что он идет и с шекспировским театром, и с поздней поэзией Николай Тиса Путинаса. Оценка искусствоведа Дануте Зовейни. Изображая Вильнюс, художник выбирает поэтическую метафору и принципы музыкального мышления. Один и тот же мотив художник каждый раз интерпретирует по-разному, усматривая все новые настроения. Часто картины одного мотива включают циклы, привлекая музыкальные структуры компоновки. Верностями Вильнюса и интеллектуальность, самобытное логическое композиционное построение картины, одушевление абстрактной формы и времени, интерпретация как философской категории, особенно чувствительное и утонченное ощущение цветов, музыкальность линейной ритмики и новаторское понимание коллажа, поверхности и фактуры картины, монументальность и декоративность являются существенными чертами живописи Стасюлявичеса, выделяющие творчество художника в искусстве Литвы. Сам Луизас Стасюлявич думает, что возможно продолжил творчество Чурлиониса. В моих картинах есть и знаки музыки, и стремление к гармонии. Многие из художников моего поколения, как и Люда Струйки, стремились к этому. Я себя отождествляю не с модернисткой, но с Чурлионисской традицией, считает Луизас. Я хочу вам представить это еще один синий сюжет, посвящение Чурлионису, город в пространстве, и я подготовила вам два видеосюжета. Один, первый представляет музыкальный цифр живописных работ, который так и называется музыкальный. Художник его начал в 1971 году. В них много музыки, мазки бьют музыкальными каскадами и сопровождается звучанием фуги Кирии Лейсом Чурлиониса в исполнении органистки Юрати Лэнсбергити в Вильнюсском кафедральном соборе, запись 2012 года. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 за ту весть, которую он передаёт через свои картины людям. И он часто вспоминает своего учителя, художника-сценографа Людаса Труйкиса, который говорил, что мир будет таким, какой его будут рисовать художники. И да, он чувствует этот пульс мира, эту тревогу и беспокойство, и даже деструкцию, которая нас окружает в наше время. Но всё это он как бы перерабатывает через себя и трансформируя в гармонические образы. И он говорит, что искусство должно помогать людям жить, дать им веру и надежду. И только в этом смысл художника и его произведений. И вот эта этика его, она связана и с образом жизни его. Он живёт под чёткой регуля, если можно сказать, как монастырские келья. То есть он каждый день идёт в свою студию, он пять-шесть часов работает у холста, потом он ходит на свою библиотеку, читает, рисует, компонирует новые композиции для своих картин. И вот вся эта дисциплина его жизни и творчества, она помогает ему остаться в тонусе и в жизни, и в творчестве. В этом году он имел три выставки в Литве, и через неделю мы откроем ещё одну выставку. Это он довольно интенсивную жизнь ведёт, выставочную жизнь. В это время, в настоящее время он находится в загороде, но передаёт большой, низкий поклон и большую благодарность за приглашение на эту конференцию своими искусствами. Он имел такую мечту когда-нибудь представить свои картинки живой выставке в Петербурге, так как с Петербургом связана его одна генеалогическая ветвя с русским историком, публицистом 19 века Михаилом Матвеевичем Стасюлевичем. И, может быть, эта мечта когда-нибудь сбудется, и теперь он передаёт вам низкий поклон и большое спасибо. Спасибо большое, очень интересный художник. Спасибо, что вы для нас открыли это имя. Для меня, по крайней мере. Это очень здорово. Есть ли у кого-то вопросы? Можно мне короткий вопрос? Да, пожалуйста. Светлана. Светлана, да. Да, это я. Уважаемая Аустра, спасибо вам большое за замечательный рассказ о чудесном просто художнике завороженном. Я смотрела его работы. Скажите, пожалуйста, а в своей работе арт-терапевта вы используете как-то эти картины или... Да, я начала использовать. В этом году я посмеилась, и это тоже делаю теперь. А если у нас есть буквально одна-две минуточки, очень интересно было бы услышать, каким образом вы это делаете. Сначала я приглашаю людей осматривать внимательно выставку и выбрать картину, которая больше всего звучит, откликается в пути. И тогда вот первый этап, когда приглашаю делать копии. То есть, ну, как бы пощупать взглядом картины художника. И второй этап. Гладаю взять новый риск и сделать уже свою интерпретацию картины Стасилявичуса, то есть как бы завести такой диалог. И после этого бывает рефлексия, когда человек рассказывает, почему ему затронула вот эта картина, и что он видел, и как это откликается с его внутренним миром, и что он бы хотел добавить, изменить или аккомпанировать автору. Такая примерно методика. А в вашей группе не только художники, любые люди? Или это для художников вы проводите? Нет, в арт-европе даже легче работать с не художниками, потому что мы не рассматриваем рисунки как произведения искусства. Это просто выражение внутренней жизни. Это вообще необязательно иметь рисовать. Да-да, я психолог, я понимаю, чем речь. Просто это же определенную смелость надо иметь, чтобы копию делать картины. Вот такой картины. Ну, я просто предлагаю пощупать взглядом. Вот так примерно. То есть не так, что копию, но просто таким способом прикоснуться. Спасибо большое. Замечательно. И русский язык у вас замечательный. Все в порядке. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Есть ли вопросы к Людмиле? Если только один вопрос уже. Если нет вопросов, спасибо большое. Мы вас благодарим обеих. И следующий наш докладчик только что присоединился. Я бы хотела спросить. Татьяна Федосевна Владышевская, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Вы готовы сейчас начать? Могу, да. Тогда я предоставляю слово Татьяне Федосевне Владышевской. Мы очень рады вас видеть. Музыковед, доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкального искусства Московского государственного университета имени Левоносова, член Союза композиторов. И тема. Спасибо. Следующее. Прославление света в христианских песнопениях. Пожалуйста. Спасибо. Свет – это яркий символ христианства. Христос, как свет, воспевается в песнопениях многих христианских праздниках, а также в песнопениях суточного круга, особенно в тех, которые поются на закате и на рассвете при первом появлении света, таких как светилин, как великое словословие. Древнейшая христианская песнь «Свете тихий» воспевает свет. Созданные в эпоху раннего христианского на греческом языке, они сохранили древний напев. В православном богослужении эти песнопения входят в их сеночное бдение. Их поют на закате или на восходе солнца. Вот гимн «Свете тихий, святые славы Бессмертного Отца Небесного, Святого Блаженного Иисусу Христе». То есть в переводе это так. «Свет тихий, святой славы Бессмертного Отца Небесного, Святого Блаженного Иисусу Христе». Благодарственная песня «Благодарение Богу за прожитый день». Христос назван светом тихим, пришедшим в мир на запад солнца на исходе времен. «Свет тихий остается среди людей. Он и есть истинный славимый свет». Религия является в церковном искусстве «Свете тихий». Этот древнейший гимн вечерний, он относится к неизменным песнопениям вечерним. Это древнейшая христианская песня, прославляющая Христа, явившегося человечеству, как свет тихий божественной славы. Текст песни, как показывают исследователи гимнографии, содержит христологию эпохи Вселенских Соборов. И в нем прослеживается христология 2-3 веков. Михаил Скабланович в исследовании «Толковый тип икон» во главе, посвященной песнопению «Свете тихий», указывает на основные особенности пения этого древнего песнопения. Гимн «Свете тихий» поется на вечерний византийского обряда во время совершения входа с кадилом. Вечерний вход восходит к христианскому обычаю. Письменные памятники 3 века дают описание общих вечерних трапез христиан, которое в том случае, когда за трапезой присутствовал епископ, помимо прочего, сопровождалось чином благословения вечернего света, внесением в собрание светильника. Песня «Свете тихий» выражает благодарность молящимся Христу. Несмотря на свою краткость, текст песнопения «Свете тихий» безупречно излагает основные моменты христианского богословия того времени. Песнь воспевает Христа, называя его «Светом тихий» и «Святой Троицу». Пение переносится не только от имени присутствующих, но и от всей церкви «Глазы преподобные», то есть голоса святых, не только живых, но и усопших. Христос воспевается во вся времена. В византийской церкви под пение «Свете тихий» совершалась процессия клириков, вход в алтарь, что в совокупности с вынесенным светильниками символически указывает на то, что в собрании верных незримо вошел Христос. Цитирует Скабалановича. Особенно торжественно вечерний вход выглядел в греческих церквях, где сохранились обычаи общенародного пения. Как пишет Скабаланович, под пение гимна «Свете тихий» совершается вход клироков. Они из алтаря идут до западных врат храма и оттуда через всю церковь, следуя к алтарю, под пение народа. Древняя песня «Свете тихий» распета очень простой мелодией силовического напева. Эта песня – одно из древнейших христианских песнопений. Ее мелодия узкая по диапазону. Песнопение имеет сквозное развитие. Мелодия вращается в пределах терции или кварты. От ми до до, от ре до фа, от до фа. То есть это узкий диапазон. И звуки передвигаются плавно по ступенным движениям без скачков. Мелодия песнопения льется сплошным потоком, без пауз, без остановок. Звуки переливаются в пределах небольших попевок, акцентируя самые главные акценты и поразительные слова и ударения. Мелодия тесно связана с интонированием слов. И ритмика здесь ровная, а пунктир встречается лишь в том месте на слове «мир» в конце песнопения. «И мир тебя славит». Опорные тоны каждой строки, которые часто являются и конечными звуками строк. Этот древний тип мелодики основывается на перемещении опорных звуков. Даже небольшое движение мелодии становится весьма значительным. Например, там звук «фа» в третьей строке святого блаженного или строке, которая поем отца и сына. Это здесь разворачивается на квартире и так далее. «Свидетихий» был опубликован в обиходе 1893 года синодального. У меня он представлен в рукописи 17-16 века. А в обиходе 1893 года пять вариантов среди тихий разных распелов. И знаменного, и киевского, и инраспев, и сокращенный распев, и другой инраспев. Надо сказать, что в латинском обряде эта песня использовалась издревле. Латинский текст песнопения поначалу был вольным переводом с греческого на латынь. Ему придали поэтическую форму в виде лимбических встров. Всем, чтобы удобно было петь на мотив известного латинского гимна. Песня «Свете тихий» используется в западном богослужении как поэтическое переложение также. Так в дословном переводе песнопения «Свете тихий» оригинально отразилось в западном изобразительном искусстве. Вот, например, в Риме в базилике Санта-Проседе есть своеобразный деисис, в котором изображены предстоящие Богоматерь и Иоанн Предтеча. А вместо Христа занимает реальный свет, то есть окно, круг 2006 года. Он там отмечает, что алтарь капеллы расположен в нише напротив входа. Единственное внешнее окно капеллы находится над алтарем, и помимо функции естественного освещения оно имеет еще и символическое значение. Это свет тихий, изливающийся из окна. С двух сторон оконного проема мозаичистый изобразили Богородицу Иоанну Предтечу, молитвенно протирающих руки к окну. Мозаика левой и правой сторон присоединяется к деисису. Композиция мозаик капеллы схожи с типичным бизантийским деисисом. Слева, говорю, обращаются в молитве жены святые Богородица, святые Проседа, Протенциана и Агнесса. А справа святые мужи Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, Андрей, Апостол и Апостол Яков. Центральное место в деисисисе должен занимать Христос, свет невечерным, естественным светом, льющимся из внешнего окна капеллы. При таком рассмотрении деисисис занимает логическое место в композиции капеллы и координируется со сцены преображения Христа, помещенном изоечисом в нише под окном и, соответственно, под алтарем. В Библии о свете повествуется на самых первых страницах в книге «Бытия», которая начинается рассказом о первом дне творения и сотворении света. Цитирую Библию. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над безднью, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош». Библейское повествование является первым прославлением света. И в связи с этим библейским сказанием христианский суточный круг богослужения начинается не утром, а вечером, вечерний, продолжается утром, утренний и завершается полдень, литургий, обедний. В суточном круге православного богослужения, как уже сказано, есть вечерняя песня, а также есть песнопения, которые поют утром на рассвете, когда появляется свет на утренний. Среди них великое словословие. Утреннее песнопение является великое словословие, которое поют на рассвете. Великое словословие рождается из темной ночи. И поется, как проявление утреннего света. И в начале словословия звучит возглас священнослужителя. Слава тебе, показавшему нам свет. Этот возглас обращен к создателю света. Он задает то всему словословию, которое наполнено мыслями и чувствами невероятной глубины. В последних строках словословия звучит фраза псалма царя Давида. Мольба увидеть свет, ибо уйти у тебя источник живота. Во свете твоем узрим свет. Пробави, то есть продли милость твою ведущим тебя. Псалом 35. Словословие входит в состав богослужения всех христианских церквей. Но в византийской и древнерусской службе оно звучит наутренне. А в латинском, в католическом богослужении его поют на мессе. Оно составляет торжественную часть латинской мессы. Напев великого словословия сквозной, как и напев в свете тихий. Он прост и лаконичен. В нем нет повторов, рефренов, куплетов. Этот силабический распев состоит из нескольких простых попевок, которые, чередуясь между собою, слегка варьируются. Мелодия следует прямо за текстом, скандируя каждый слог. Опорные тонны попевок переходят одна прямо в другую, стесенью. При этом в песнопении очень узкий диппозон, так же, как и в свете тихий. Он составляет кварту. Движение обычно развивается в пределах одного согласия. Это свидетельствует о древности напевок. Мелодия великого словословия напоминает речитативное произнесение вслух словословия всем народам. И она перемещается и акцентирует важные слова. Силабический распев – это древний распев. Его устойчивые тоны приходятся на ударные слоги. Акцентные слова такие, как «Бог», «Узрим свет», «Пробавим милость ведущим». Акценты могут перемещаться на соседние звуки. И завершаются словословия трекратным прославлением Троицы, святые Божии. Таким образом, ранние христианские песнопения «В свете тихий» и «Великое словословие» являются древнейшими раннехристианскими песнопениями, сохранившими древнейший напев, который основывается на строгой речитации текста без напевания звуков и без украшений. Словословие, «Великое словословие» знаменного распева использовал Сергей Васильевич Рахманинов в своем всеночном мнении. Он взял за основу мелодию знаменного распева, великого словословия, который преобразовал в грандиозную хоровую композицию. Его хоровые созвучия имитируют звичание колоколов. А знаменный распев сильно и ярко проходят сквозь эти созвучия сквозной линии. Словословие составляло, как я уже сказала, важную часть мессы – Глория. По западным источникам его начали использовать уже во II веке, начиная... И надо сказать, что со словословием сохранилось в «Либерзуалис» 18 вариантов. У нас меньше в русской традиции. Песнопения великих праздников. Я перейду, я пропущу некоторую часть, потому что у меня сегодня нет музыкальных иллюстраций. И я не буду вдаваться в подробности описания Глории и Незельсис Делл, которая является гимном. И перейду к песнопениям великих праздников, прославляющих свет. Это вторая часть моего доклада. Если надо будет сократить, вы мне скажите. В песнопениях многих праздничных служб также воспевается свет. В текстах службы, например, Пасхи, Рождества, Богоявления, Преображения свет прославляется в песнопениях разных жанров, в стихирах, светильных, тропарях, кондаках. В пасхальном каноне, например, звучат такие слова. Ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, да празднует вся тварь в восстанию Христова, в нем же утверждаемся. Пасха все наполняла светом, небо, землю, даже преисподнюю, все сотворенное Богом радуется свету Христа, воскресения Христова. В рождественских песнопениях, например, в тропаре четвертого гласа, Христос именуется светом разума и солнцем правды. Тропарь так звучит. Рождество твое, Христе Божий наш, высия мир и свет разума, в нем же здесь дам служащим, звездою учахуся, тебе кланяйтесь от солнцу правды, тебе верите с высоты востока. Господи, слава тебе. Также на православных иконах Рождества Христова изображается свет звезды, от светиши благовладенца и пение одновременно ангелами слава вышних Богу и на земле мир. То есть здесь на иконе Рождества Христова объединяется и пение, и свет звезды. Особенно это интересно посмотреть было бы на иконе Синайского монастыря Святой Екатерины 7 века, одну из древнейших икон Рождества Христова. Эта икона... Но самое интересное, о свете дворять песнопения преображения. Здесь очень много примеров, которые можно было бы привести. Я хочу только о свете неизменной слове, света отца нерожденного, явлений светом твоим. Перевод. Слово свет неизменный, света нерожденного отца. По свете твоем, явленным сегодня на фаворе, мы узрели свет отца, свет духа и светом прославляющий все творение. И должна сказать еще, конечно, об иконе преображения Господня, особенно Феофана Грека 1004 года, на которой изображен свет сиянием золота. И Григорий Паламак говорит, Бог именуется светом, но не своей сущности, но под своей энергией. Свет преображения Господний не начался и не закончился. Он остался невыключенным во время их пространства и неподдаемым телесными очами. По особому претворению своих чувств ученики Господа перешли от плоти духа, неотъемлемо присущей православной духовности. Григорий Палама осмысливает свет как проявление нетварной божественной энергии, которая проявляется в момент духовного молитвенного и мистического озарения подвижника. Способность к созерцанию божественного фаворского света обретается через очищение и особую благодать через ум и сердце человека. Увидеть свет означает соединиться с Богом. Сияние света – это предвестник вечной жизни. Свет бесконечно осеняет души праведников. В молитве первого гласа содержатся такие слова. В Христе свет истинный, предсвещающий и освещающий всякого человека. Приходящий во время запечатлений на нас свет лица твоего дозра в днем свет неприступный. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Федосиевна. Есть ли у кого-то вопросы? Александр Борисович, Оксана Евгеньевна, есть у вас вопросы? Вы у нас специалисты в этой области. Включаем звук, если кто-то хочет задать вопрос. Спасибо, все ясно и очень интересно. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Федосиевна. Здорово, спасибо. Будем... да, мы на связи. Я приглашаю теперь к докладу Оксану Евгеньевну Шелудякову. Музыковед, профессор, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Уральско-государственной консерватории, почетный работник высшего профессионального образования, Екатеринбург. Пожалуйста, Оксана Евгеньевна. Здравствуйте, меня слышно? Да, у вас хорошо слышно. Я прежде всего хотела бы поблагодарить за возможность участвовать в столь представительном и замечательном форуме и в столь интересном по тематике собраний. В докладе я попытаюсь кратко сопоставить два компонента православной службы – песнопение и икону. Известно, что мелодия в богослужебном песнопении молитвенна, не отражается вся сила и глубина религиозного чувства. Это своего рода богословие в звуках, где пение – прежде всего носитель божественного слова. В молитвенном состоянии проникнуты и священные изображения. Неслучайно икона трактуется как богословие в красках. Являясь не картиной, а символом первообраза, икона призвана содействовать молитве. Это своего рода сакральный мост между двумя мирами – божественным и земным. Именно поэтому красота в иконах, безусловно, другого плана, нежели красота живописная. Обращаясь к символическому изображению к первообразу, икона выработала только ей свойственные приемы письма и формы. Каждая линия, черты лика, поза, облачение, его цвет, фон – все это наделяется особым символическим смыслом. Например, высокий лоб на иконе символизирует особую высоту мудрствования, тонкие удлиненные пальцы, духовную тонкость и чистоту, наклон головы, смиренное внимание к божественному слову. Толь же символичен и знаменный распев. Иконографическое изображение, как и знаменный распев, содержит в себе общецерковные истины и имеет большое воспитательное и нравоучительное значение, напоминая о тех изображенных святых или о тех текстах, в которых содержится поучение о подвиге и глубоких духовных размышлений. Познание иконы, равно как и познание песнопения, имеет несколько планов. Например, иконописец Архимандрий Трафаил рассматривает икону с литургической, нравственной точки зрения, акцентирует ее символическое значение, эмоциональное воздействие. С полной уверенностью мы можем отнести данную позицию и ко всем остальным составляющим церковной службы, поскольку они действуют в синкретическом единстве, в том числе к церковному пению. Можно выделить следующие стороны и, соответственно, планы познания православного произведения. Антологический план – та духовная, нравственная сущность, которая заключена в произведении. Это своего рода свидетельство о бытии Божьем. То, что когда-то отец Павел Слоренский выразил словами «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». Центриологический план – та благодать, которая сошла на образ или песнопение, проходит через него и действует на тех, кому удалось соприкоснуться со священным изображением или священным песнопением. Символический план – те образы, знаки, символы, которые образуют особенную, сложную знаково-символическую систему. Нравственный план – та функция очищения души, приближения к духовной истине и своего рода победы над грехом, которая является одной из главных целей и создания распевов и создания икон. Психологический план – то проживание действия, которое дает возможность вспоминать о святых деяниях и размышлять через них о собственных мыслях и действиях. И, наконец, литургический план – существование горнего мира и присутствие Святого Духа в храмовом обряде. Как распев создается из мелодической линии и особых музыкальных строк, так и икона творится из целостных линий. По словам того же архимандрита Рафаила, линия не должна быть в иконе заостренной, угловатой, сломанной, потому что угловатость, судорожность, излома, заостренные концы – все это относилось к изображению темных сил. А для иконы свойственны были окруженность, округленность, естественное движение. В равной степени, когда мы говорим о мелодике знаменого распева, то тоже вспоминаем о том, что мелодическая линия никак не включала в себя надломы, крушения, противопоставления и какие-то дисгармонические вещи. В иконописании выделяются три вида линии. Это линия светоносная, единая линия и непрерывная. Трактуются они следующим образом. А светоносная линия, она воспринимается не глазом, а духом. Это надлиния вечного и непознаваемого человека. Та линия, которая начинается за пределами изображения, пронизывает его и вновь растворяется за его пределами. Та нить, которая присутствует незримо и в творимых песами распел. Единая линия подразумевает духовное объединение всех компонентов и всех участников богослужебного обряда. Особая молитвенная линия, которая идет от сердца человека и которая присутствует и в каждом слове, и в каждой линии и соединяет всех верно. И наконец, непрерывная линия, она присутствует реализацию первых двух на практике в собственной иконе. Что же касается более конкретных параллелей, существует множество примеров, когда песнопение или крупный гимнографический жанр, например, акафист или канон, служат основой для создания иконы. При этом степень соответствия, безусловно, может быть разной. Может быть, например, целиком воплощено все содержание и иконописец будет следовать всем деталям текста. Может использоваться общая схема, но вариант, который использует иконописец, несколько будет отличаться от текстового. Это обычно связано с местными традициями и, соответственно, диктуемыми в этой местной традиции правилами. Может использоваться только фрагмент какой-то известной схемы. И, наконец, может быть создана новая иконографическая схема по мотивам свободно трактованного первоисточника. Что касается временного взаимодействия, то тоже можно выделить несколько вариантов. Например, может первоначально появиться икона, а затем, естественно, ее почитание обретает словесную форму, а затем и певческую в виде стихир, канона, акафиста, тропаря, кандака и так далее. Примером здесь может служить, собственно, любая чудотворная икона. Наоборот, может первоначально возникнуть богослужебное песнопение, а затем оно будет воплощено в иконографии. Вот в качестве примера, скажем, можно привести такие иконы, как Ижи Херувимы, А тебе радуется и так далее. Далее, скажем, первоначально иконописный образ может служить основой для гимнографического жанра, как в первом случае, но затем он будет конкретизирован и дополнен уже в последующих иконах клеймами, уже подтверждающими более подробные повествования. Ну и один только пример приведу, скажем, в Книгинином монастыре во Владимире стены храма украшены фресками, и каждая из которых иллюстрирует один из 24 кандаков и икосов Аркадьевской Богородицы. И таким образом с помощью фресок разворачивается целый сюжет, и он разворачивается, получается, и во времени, и в пространстве. Конечно, можно провести дальнейшие аналогии. Сходный может быть сюжет, может быть некая композиционная идея, например, идея круга, может быть общий колорит и образная окраска, может быть буквальная расшифровка текста, может быть последовательное воплощение смысла слова в живописном или звуковом воплощении, а может быть, наоборот, общая каноничность и конкретные канонические нормы. При этом совершенно очевидно, что при различном языковом воплощении песнопение и икона глубоко родственны. Ведь и в иконе, и в песнопении, по словам отца Павла Флоренского, объективно отражено прекрасное, то есть художественно воплощенное истина. Часто гимнографический текст, на основе которого творится икона, надписывается в самом изображении. Вот такой пример я хочу привести. Это икона Ижихи Рувимы с Ольвичи Готского письма. Сейчас попробую вывести. Может быть, Ольга Викторовна поможет вывести икону на экран, чтобы я продолжила ее описание. Мы одновременно не можем запустить демонстрацию экрана, Оксана Евгеньевна. Не получается? Вот сейчас я свою выключила. Да, вы свою выключаете? Да, свою выключила, да, может быть, сейчас получится. Презентация. Вот я последняя. Спасибо огромное. Вот эта икона. Она написана в Сольвичи Готске. Как мы видим, в данном случае слова Херувимской песни и литургии помещены вверху, в верхней части, в виде одной строки. И выполнены они вязью. И таким образом икону можно рассматривать как своего рода пояснение к священному песнопению. Сама история Херувимской песни связана с именем патриарха Иоанна Схоластика. Это 565-578 годы патриаршества. Хотя точного доказательства авторства до сих пор не существует. Известно, что патриарх ввел в обиход Херувимскую песню. Как богослужебное песнопение Херувимску можно отнести к центральным песнопениям литургии. Состоит она из двух частей, которые разделяются великим входом. Херувимская становится подготовкой всего молитвенного собрания к моменту перенесения святых даров жертвенника на престол. Совершающийся называемый великий вход со святыми дарами во время пения Херувимской создает шествие Иисуса Христа на смерть и одновременно перенесение его тела с креста на Голгофе до гроба. А диакон и священник, который участвует во входе, являют собой образы Иосифа и Никодима, которые присутствовали при снятии с креста и погреблении спасителя. Стремление побудить человеческую душу с верой, усердием, благоговением встретить небесного царя, который незримо идет в церковь небесную, чтобы принести себя в жертву и приложить вкусить верующим, участвовать в Таинстве Пречищения в этом основной догматический смысл Херувимской песни. Гарднер относит Херувимскую к песнопениям, которые сопровождают те или иные литургические действия и в поэтической форме изъясняют символическое значение, происходящее во время этого пения литургических обрядов. В основе сюжета иконы, как мы видим, тоже литургия, завершаемая самим Христом. Огромный белый собор со множеством куполов, в центре которого Спаситель, является центром Вселенной и одновременно выполняет мирообъемлющую функцию. Внутри и вокруг собирается весь мир – и ангельский собор, и святая церковь, единению которых способствует общее действие литургии. Внутреннее же пространство делится на три плана. Троица, происходящая в храме литургия, и молитва перед собором. Согласно новгородской традиции, Троица здесь представлена в чине Отечества в виде Бога Отца, старца, поседающего на престоле, Бога Сына в образе отрока на коленях Отца и голубя, символа Святого Духа. Подобное изображению Богородицы с младенцем в иконе «А тебе радуется», Троица находится в центре глубокой небесной сферы – Мандовны, которые окружают архангела. Чуть выше – еще ангелы, воздающие хвалу Господу. Что типично для иконы, действие происходит одновременно в трех плоскостях. Ивхаристия, которая совершается в храме, становится в центре икон. Перед нами Христос, облаченный в одежде архиерея, сакосеомофор. Перед ним находится потир, это чаша для причастия, и Евангелие. Таким образом, на иконе мы видим, что весь мир приобщен к великому таинству. Святители служат Христу, ангелы держат в руках тонкие пики, тороцы, как атрибут ангельского пения, позволяющий слышать тайные звучания Вселенной. И действительно, когда мы смотрим на эту икону, мы как будто бы слышим церковное песнопение. Эта икона примечательна и в решении красочного колорита. Мы видим здесь преобладание белого и золотого цветов, что в одновременности случается нечасто. Согласно канонической традиции, золотой обозначает небесный цвет, ту благодатную божественную энергию, которая придает особое ощущение радостного открытия и праздника. И я напомню, что в иконописании первый слой, так называемый золотой асист, придавал, собственно, ощущение света в процессе сотворения мира, так и говорили, писать по свету. И поэтому при одном только взгляде на икону возникает очень часто ощущение ее внутреннего свечения. А белый цвет, он не озаряет изнутри, не пронизывает извне, в данном случае. Этот цвет домирного и вневременного конца и начала, в данном случае он доминирует в изображении собора, а также в образе небесных сил, ангелов, херувимов, серафимов. Внутреннее горение и вера, безусловно, очень важны. Иконописец выделяет подчеркнуто красными изображениями огненных серафимов, серафимов, шестокрылатых серафимов и своего рода красными подошвами, красными ступнями, как огонь веры, который объединяет всех собравшихся. И главный смысл иконы здесь очевиден. Это преодоление того разъединения горнего и дольнего мира, которое есть, и преображение его в единый храм, где слились воедино ангельское, небесное и земное. Собственно, об этом же говорит и херувимское, как песнопение. Потому что это песня ангельская. Это песнопение напоминает, как ангельские силы на небе служат у престола Божия и призывает молящихся в храме, вот как здесь на Японии, оставить житейские заботы и совместно с ангелами и херувимами воспеть и прославить Пресвятую Троицу. Я напомню, что в песнопениях чаще всего используются мелодии, если мы имеем в виду драмерусские песнопения, то есть, например, знаменные или путевые, то это будут мелодии с таким особым плавным движением, часто с мелодическими формулами окружения, опевания. Во второй части, после Великого входа, часто материал не меняется, но вносится некоторое оживление внутреннее. Гибкая, прихотливая мелодия часто поражает обилием мелизматических фигур. Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Икона, как мы видим, не есть картина, так же, как и знаменный распев не есть музыка. Это прежде всего молитва, воплощенная средствами, доступными людям. Пение в храме уподобляется ангельскому, ведь церковная мелодия, по словам отца Павла Флоренского, есть явление небесной музыки здесь, на земле. И очень важно, что мы убедились, что знаменный распев, как единая художественная система, тесно связан с иконографией. Данные символы соответствуют друг другу и в композиционном, и в эмоциональном плане, и в символическом значении. Не случайно Нина Александровна Герасимова-Персидская объясняла высокий статус распева через понятие намоленной иконы. Она говорила так, «Распев несет на себе печать своего генезиса и многовекового функционирования, богослужения. Он отличен той же намоленностью, что и иконой. Для нас распев существует как бы внутри некой сферы, отграниченной от приходящего суетного земного бытия. Входя в этот сакральный мир, мы выходим из реки времени». Конец цитаты. Таким образом, одни и те же духовные идеи становятся основой запечатленного в красках или звучащего в нотах. Идея бесконечности и приближения к истинности, божественности, пронизывает все церковные творения. Так же, как и общий дух дает восприятие цельности и ощущения мира, которая в них запечатлена. Кроме того, я напомню, что и в процессе обучения распевщиков и иконописцев, в процессе создания церковных песнопений, а также в процессе познания и приобщения к ним, тоже сходно в своей первоосновной движения от безличного к личному, от технологических моментов к их подуходоварению, от частностей к созданию и пониманию единой духовной сущности и единых законов мироздания. Таким образом, словесно-музыкальная, богослужебная икона русской церкви, равно как ее живописное воплощение, возможную полноту представляет единство разнообразного и бесконечного множества путей достижения святости, служения высшей правде и добру. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Оксана Евгеньевна. Есть ли вопросы по аудитории? Видимо, всем все понятно. Спасибо большое. У нас сейчас такая дилемма. К сожалению, пока еще не присоединилась к нашей конференции Полина Димова. У нее в Денвере сейчас раннее утро, и мы надеемся все-таки ее дождаться. И то же самое касается режиссера фильма Дидара Аразова. Фильм называется «Поэма Казанского огня». Почему-то он тоже еще не присоединился. Предлагаю пока посмотреть трейлер этого фильма. «Поэма Казанского огня». Искусство – это огромный... Это целикосмос. Скажу им, что есть более великая идея. Это музыка. Там должен быть художник прежде всего. Это как бы коллективный спиритический сеанс под открытым небом. Вот сейчас будет звенеть. Сейчас увидишь малиновый звон. Они вместе объединились на пространстве свободы. Прометей, во-первых, поражал масштабом замысла. Должен загореться занавес, потом весь зал, и все артисты, и вся публика должны загореть в очистительном огне. Вот тогда это цвета музыка. Это у нас получился такой анонс фильма. Я предлагала всем посмотреть фильм заранее. Ссылка была всем выслана. Может быть, мы сейчас попробуем начать смотреть фильм, если кто-то еще не посмотрел. Какие у кого предложения? И тем временем дождемся Полину Гимову. Согласны? Тогда, может быть, мне небольшая потребуется пауза, чтобы найти фильм. Продолжение следует... Прекрасен мир, который окружает нас. ...с тех вопросов, которые поступили заранее, а затем на ненавищество тех вопросов, которые сейчас поступают в чат. Вот первый вопрос задает обнуленная Россия. Хранил сегодня мать. Мои соболезнования, искренние соболезнования. Морги творится ад, люди злые. До темна не могут... Прошу прощения. Что-то запустилось одновременно. Ну, у нас как раз Полина Гимова постучалась за это время. И, может быть, мы тогда... Да, мы Полину Гимову послушаем. Полина, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Полина, вы очень вовремя, потому что у нас получилась небольшая заминка с другим видео, и мы как раз в ожидании вас начали смотреть фильм. Тогда я предоставляю слово Полине Гимовой. И, ну, можно всем посмотреть, кто такая Полина. Ну, вот сейчас я уже нашла нашу программу. Вернее... Спасибо, да. Так, я тогда уже представлю. Представлю литературовед, доктор философских наук Калифорнийского университета в Беркли, профессор зарубежных языков, литератур и культур Денверского университета. Пожалуйста, Полина. Спасибо большое, Ольга. Так, тогда начинаю. Секундочку, надо поделиться экраном. Так. Пионер абстракции Василий Кандинский был синистетом. Он испытывал смешание чувств. Как свидетельствуют его статьи воспоминания, художник расширшал цвет и форму музыки, движения, теплоты, текстуры, запаха и вкуса. Он воспринимал кембры цветов и форм, и олицетворял звуки и формы, связывая их с определенными эмоциями. Цветовье кембры и цветовье формы Извините. Знаете, это неправильная презентация. Не знаю, что получилось. Извините. Ничего страшного, мы ждем. Настраивайте. Да я думала, что вредит немножко времени. Но сейчас найду все. Да. Да, просто вы подклинились минута в минуту. Да. Секундочку. Все найду. А вы знаете, я на самом деле записала презентацию вчера. Так что, может быть, покажу то, что я записала, чтобы не медлилось. Так, давайте я так и сделаю. Будет лучше всего. Секундочку. Я пока расскажу, что Полина была в нашем институте. Она читала доклад у нас в Белом зале. Хорошо. Так, ну вот. Сейчас найдем. Это не буду я читать, но это запись. Пожалуйста. Пионер абстракции Василий Кантинский был с институтом. Он испытывал смешение чувств. Как свидетельствуют его статьи, воспоминания, художник ощущал цвет и форму музыки, движения, теплоты, текстуры, запаха и вкуса. Он воспринимал чембры цветов и форм и олицетворял звуки и формы, связывая их с определенными эмоциями. Цветовые чембры и цветовые формы Кантинского среди самых известных его синестезий. Вот здесь мы знаем, конечно, голубые флейты, синие виолончели, желтые трубы и так далее, как и желтый треугольник, красный квадрат и синий круг. Приведу еще пример из таких конкретных искусств. Например, цвета и акустико-тактинная синестезия. Временами палец бежит поверх живописи и музыкальной пьесы, как по шоку или вельвету. И еще цветовое обоняние и вкус. Снова на экране аромат фиолетового, не похожего на благохонение желтого. А как вкус? Неразличны ли эти цвета? Какая вкусная живопись? Для зрителя и слушателя это есть язык, который начинает участвовать в произведении искусства. И еще эмоциональное олицетворение, запах и вкус форм. Кривший пример. И как мучительно видеть эту маленькую точку в том месте, которому она не принадлежит. И у вас будет впечатление, акидэ меренги со вкусом перца или цвета с запахом гниет. И делайте ошибку, помыслив, что вы воспринимаете живопись только при помощи глаз. Нет, вы воспринимаете ее посредством ваших пяти чувств. Все примеры говорят о непосредственном опыте синестезии художника. Кандийский испытывал удовольствие от шелка музыки и живописи и фенологически ощущал отвращение, когда видел неправильно поставленную точку. У Кандийского синестетический опыт был связан с синтезом искусств. Но художник интерпретировал свою синестетию как духовное прозрение. По его мнению, цвета, линии движения и музыка сливаются, производя внутреннее звучание. Искусство, в свою очередь, гармонирует друг с другом согласно этому внутреннему звуку. Художнику нужно передать эти вибрации своим зрителям через искусство. Как снести, Кандийский ощущал внутренние вибрации цветов и звуков и интуитивно допускал, что его психологические цветозвуки являются духовными. Критики чаще всего подчеркивают духовный смысл его внутреннего звучания цветов и форм. Наоборот, я хотела выделить физиологический характер цветного слуха Кандийского. Полагаю, что именно свою синестезию Кандийский называл внутренним звучанием. Итак, его личное межчувственное переживание открыли ему путь к миститизму. Кандийский принимает принцип синестического месяца или кросс-сенсорного подражания, чтобы развить в своих произведениях ряд способов гармонизации этих чувств и всех видов искусства. Кандийский сочетает и противоставляет друг другу слова, образы, звуки и движения. Он устанавливает не только синестические параллели, но и резкие сенсорные контрапункты. В статье о сценическом искусстве он полагает, что сценическая композиция должна состояться из трех абстрактных элементов и на экране – музыкальное движение, красочное движение, танцевальное движение. Эти три элемента, объясняет Кандийский, могут употребляться в зависимости от внутренней необходимости в самых разнообразных сочетаниях – созвучии, противозвучии, гармонии и диссонансы. Кандийский проводит эти принципы в своем сценическом произведении «Желтый звук». В пятой сцене представлен великолепный пример сценического месяца и цитирую это на экране. Отдельные краски начинают говорить в оркестре, словно перекликиваясь с ним, с различных мест поднимаются отдельные фигуры – быстро, торопливо, торжественно, медленно. Это описание предполагает публику синистетов, которые увидят краски оркестровых кембров, но более радикально художник представляет себе, как чувство зрителей пробурится к синистезии во время спецакта. Агенные танцоры дополняют цветомузыку соответствующими контрапунктами, быстрыми, медленными или торжественными движениями. По принципу синистетического месяца можно определить, какой цвет соответствует какому инструменту или движению. Синистические соответствия к искусству Кандистского являются либо индивидуально своеобразными ощущениями, как красный звук трубы, фиолетовый кембр в погодах или жжетый звук трубы. Или они либо общеприятными, общепринятыми, или они являются общепринятыми, будьте сенсорными ассоциациями. В конце XIX и начале XX века на основе этих более универсальных ассоциаций был формулирован реакция конов слабой синстезии. Они полагают, например, что высокие звуки соответствуют светлым цветам, а низкие тембры соответствуют темным цветам. Углопатые формы напоминают высокие пронзительные звуки, а округлые формы связываются с глубокими тонами. Кандистский осознавал эти межчувственные соответствия в своем филологическом опыте синстезии, а также он изучал их своих мультимедийных экспериментах и теориях. Стихами гравюров альбома звуки Кандистский стилистически сопоставляет разные художественные средства, слова, цвета, звуки, формы движения, чтобы воссоздать впечатление разных ощущений и объединить их в единое внутреннее звучание. Стихотворение песни он ищет невыразимый красный звук солнца, так ярко запечатленный им в его воспоминаниях, как звук сказочной закатной Москвы. И вы видите цитаты на экране, на английском и на русском. Стихотворение песни он ищет закатный звук Москвы. Итак, солнечный свет, говорит художник, становится красноватым от напряжения, все краснее, сначала холодного красного тона, а потом все теплее. Солнце плавит всю Москву в один кусок, лучший как тугало. И смотря на свои материалистические ассоциации, в теориях Кадинского, красный цвет песни является духовным. И вот здесь стихи на экране. Вот человек, вот человек, кругу сидит, кругу сидит стеснение, доволен он, он без ушей, без глаз он точно так же, и с антишара красный звук его не достигает, все, что упало, встанет вновь, все, что молчало, запоет. И человека без ушей, без глаз, он точно так же, тот солнце шары, красный звук его достигнет. Песня напоминает музыку заглавием, ритмом, повторами и при первом. В первой половине стихотворения красный звук солнца не достигает человека без ушей и глаз. Сидя в кругу стеснения, он прикован к узкому физическому миру. Ну, затем стихотворение переворачивается. Строки во второй половине отображают строки в первой, но меняют их смысл. В конце человек успеет ошутить красный звук. Апогалактические, духовные, сенсорные перевороты раздаляют стихотворения пополам и ускоряют его изменения. Сам Кандинский читал красную, красную, жизненной, живой и беспокойной. И ее внутренняя энергия, вероятно, ускоряет процесс пробуждения чувств в песне. Нематан переходит в песню, духовное возрождение следует за разрушением. Его восприятия освобождаются и расширяются от узкого круга до огромного солнцевого шара. Несмотря на то, что он глухой и слепой, теперь он достигнет неуловимого красного звука солнца. В случае в Дарсе Мистиси он упознает мир через внутреннее зрение и слух. Слевая слова, цвета и звуки, красный звук достигнет души читателя, как физическая, физиологическая и психологическая снеофизийная вибрация. Песня далее ссылается на воображаемый город в высших сферах духовного треугольника Кандинского, который он обсуждает в статье о духовном дискурсе. Облушенные и ослепленные незнакомой мудростью обитателей этого города живут среди его разрушенных бессмертных вершин. Но и эти люди, говорит Кандинский, будут слышать и верить. Кандинский десылат на книгу пророка Исаии. И песня, и библейский стиль изображают восстановление зрения и слуха, как внутреннее духовное пробуждение. По мнению Кандинского, слово есть внутреннее звучание. Поэтому слова, определяющие цвета, звуки, теории и стиха Кандинского, как, например, красный звук солнца, открывают путь духовной абстракции. В асимеонтике Кандинского слова звучат на четырех уровнях, и вы видите это на экране тоже. А на материальном уровне они могут относиться к определенному, например, зеленому, желтому или красному дереву. На этом же материальном уровне находится и глухой и слепой человек в начале песни. На абстрактном уровне слова обозначают понятия, например, дерево. Поэтическое слово далее улавливает чистое звучание слов поэтических повторов, которые слово утрачивает внешний смысл. В этом сверхчувственном уровне, на этом сверхчувственном уровне слово теряет ассоциации и с материальным, и с абстрактным объектом. Оно передает духовное внутреннее звучание языка. Повтура в песне распоряется конкретный смысл слов. Наконец, в асимистическом уровне слова вызывают внутренние цветозвуки оркестровых тембров. Кондинский полагает, что цвета становятся бесконечными и абстрактными именно как слова. И ведь цитата «беспредельное, говорит Кондинский, беспредельное красное, говорит Кондинский, можно только мыслить или духовно видеть». Мы видим воображаемый красный цвет только мысленным взором. Духовное, красное, одновременно неточное и точное. Так как подробности отсутствуют, остается только суть красного, которая напоминает синестический звук трубы. Итак, цветозвуки Кондинского, это красный звук солнца, трубы или трубы, создают абстракцию, бесконечность и музыку. В этом смысле синестический язык является высшей формой общения в понимании Кондинского. Синие и красные светозвуки движутся в контрапункте в творчестве Кондинского, хотя в своих теориях Кондинский настаивает на то, что круг синий, а квадрат красный, как на экране, в гравюрах и стихах звуков их значения раздваиваются. Обложка альбома действительно передается, представляет темно-красный, темно-красный квадрат. Но красный звук солнца в песне является сферой. Эти цвета и формы внутренне противоречивы, но они контрастируют и в самых духовных цветных гравюрах звуков. Три всадника в красном, синим и черном и Великое воскресенье. По всадникам видим кругловатое синие и красное пятна. Здесь, здесь, здесь. В Великом воскресенье повторяется образ круглого солнца. Здесь и еще звук солнца изображен как звук синей трубы. Так что это не соответствует. Это не красный звук солнца или красный звук трубы или трубы, а это синий звук трубы. Итак, синий и красный сливаются в эпокалиптическом опыте Кандинского. Именно в синестетическом контрапункте между синей и красной краской и круглой и квадратной формы отражаются и диссонанса временности, и ее духовное погружение. В альбоме звуки слова теряют свой материальный и абстрактный смысл, становятся чистым звуком и переходят в контрапункты цветозвуки. А это же и высшая форма внутреннего звучания. В нем творчество Кандинский интересовался силистическим переводом. В нем работал вместе с композитором Помой Гартмантом и танцором Александром Сахаровым. Они переводили его акварели на язык музыки и жестов. Композитор играл музыку, обновленную картинами Кандинского, а затем танцор слушал музыку и танцевал. Позже в 20-х годах Кандинский пересмыслил это сотрудничество и предложил научные эксперименты по переводу с одного художественного языка на другой. Он хотел организировать, я дотсетял-то, лабораторные эксперименты по образцу таких интуитивных переводов. Самому Кандинскому часто приходилось менять художественные средства. Он читал это сменой инструментов. Он занимался живописью и сбойно по дереву, писал стихи и сочинения для стены, а еще и писал на русском, немецком, французском. И часто он сам делал переводы собственных сочинений. Благодаря этой смене инструмента Кандинский создает новый симметрический язык. Второе стихотворение звука в виде зея на экране представляет апокалиптическое видение. Стихи исследуют контрактные движения, формы и звуков. И стихи на экране видеть. Синие поднялась, поднялась и упала. Острая, тонкая, свистнула, вознилась, то не прокнула. Ухнула по всем концам. Густокоричневая повисла будто навеки. Будто, будто, будто. Щире разведи руки, руками. Пощире, пощире. А красным платком закрой свое лицо. Белый скачок за белым скачком. Вот мне хорошо, что ты не берешь муть. Отсюда все и начинается. Трескнула. Памы двигаются в контрапункте подъемом и упадением. Скачком и треском. Синим и красным. По принципу симметрического месяца и диссонанса слышны острый и тонкий свет подъема, как и низкое гудение и гроб от падения. Кандинский первоначал он написал видеть на русском языке и оформил его как стихотворение в прозе. Только при лингвистическом и синистическом переводе на немецком языке стихи приобрели свою окончательную ритмическую и типографическую форму. Звуковая оркестровка гласной и эффекты еха русского оригинала потребовали синистического перевода. Поэтому и Кандинский создал новую звуковую символику на немецком. Повторяющихся темные гласные у русская союзная частица будто звучит шесть раз, вызывая апокалиптическое гудение, ухнула. Связанное со зрением немецкое шаньба или видимо заменяет утопическое будущее условного будто и начинает совершенно новый протест звуковых и смысловых ассоциаций. С изменением «у» на «ай» меняется и смысл. Апокалиптические звуки немецкого ассоциируются не только с темной мутью, «тюбе», сколько с белым цветом, «вайс», который перекликивается с наречиями «шаньба», «хайда». В переводе Кандинского четыре в белых скачках оригинала умножаются и становятся восемь. В немецком варианте контрастная муть и белизна создают апокалиптическую атмосферу. Наконец, угрожайшие «у» в русском переносятся на неровные строчки со сдвигами в немецком. Можете здесь видеть, какая разница между вариантом с прозой и поэтическим вариантом. А с зазубренной конторией типографии вызывают апокалиптические образы. Это бездны, окрытые словесным грохотом, ухнуло, будто треснуло. Таким образом, Кандинский семистетически переводит звук в форму. Итак, семистезия Кандинского лежит в основе его абстрактной эстетики и практики. Художник разрабатывает абстрактные соотношения между решениями, помощью семистетическим вимесяцам и контрапунктам. По своей звуковой и цветовой инструментовке альбом «Звуки» объединяет чувства и стремится достичь изначального всего общего языка, описанного, например, Вольтером Венемином. Музыкальный текст с гравюрами пытается приобрести этот высший семистетический язык. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Полина. У кого есть вопросы? Очень оригинально наблюдать автора, смотрящего за своим докладом. Есть вопросы, может быть, из зала есть вопросы. У нас в зале 8 человек где-то. Светлана Витальевна, вы не хотите задать вопрос? Сейчас. Хорошо. У кого есть вопросы из нашей виртуальной конференции? К сожалению, вопросов нет, только благодарность. Да, Светлана Витальевна, подходите сюда, не будет слышно. А может, вы повторите? Да. Говорите. Говорите. Действительно ли был Кандинский семистетом от природы или это его творчество? Да. Ну, конечно, это вопрос, самый главный вопрос, был ли он семистетом или не был. Но, кажется, я достаточно читала о Кандинском, все его воспоминания, там способ, которым он объясняет, что он видел, когда он был еще маленьким, действительно кажется, что он был семистетом. И, на самом деле, нельзя сказать, потому что не было тогда ядромагнитного резонанса, чтобы попробовать увидеть, что действительно бывало в его мозге. Но, мне кажется, всякие свидетельства, которые он записывал, кажется, что действительно был семистетом. И, с другой стороны, я думаю, что, когда мы обсуждаем культуру или теорию культуры, это не так важно, был ли он на самом деле семистетом или не был. Он действительно знал все эти дискурсы семистезии в конце 19-го, начале 20-го века. Так что, даже если он не был семистетом, он знал, что такое семистезия. Но, как я говорю, его воспоминания из детства, например, как он слышал, первое, как он слышал звук красной трубы московского заката, и еще, когда он слышал вступление к Лоэнгрину Вагнера, он таким самым образом увидел все эти разные цвета и краски, о которых он говорил в связи с московским закатом, доказывают, что он действительно видел, я шушал эти чувства, он все говорит, вот такие странные-странные линии видел. Так что, я думаю, что есть достаточно доказательств, но мы не можем на самом деле сказать, был ли он или не был, потому что тогда не было ядромагнитного резонанса. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Калина. Вы, по-моему, один из лучших на таком Кандинского во всех смыслах, и как художник, и как музыкант, и как основатель искусства нового синтеза. Большое вам спасибо, большой привет от сотрудников консерватории Петербургской. Мы надеемся, что вы нас тоже посетите, это будет, и Ольгу тоже очень приглашаю, 27 и 28 апреля, 22 года, весной. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень бы хотелось. Спасибо. Что касается Кандинского, по-моему, Надежда Александровна Традополова пишет много о Кандинском. Вы не читали? Да. Да, она, к сожалению, не смогла принять участие в нашей конференции, но вот можно читать ее тоже, по этому поводу. Спасибо большое, Полина. Если нет больше вопросов и реакций каких-то, тогда мы приглашаем, передаем слово Дидару Аразову, режиссеру документального фильма, и он нам скажет некое вступительное слово. Дидар, вы нас слышите? Дидар? Так, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Да. Да. Вот, я нахожусь в той студии, где мы на протяжении трех месяцев безвылазно были окутаны одержимостью создания этого фильма. Это большой вызов. Мы его благо сделали. В самом начале, перед тем, как начнутся вопросы, я бы, наверное, хотел бы выразить благодарность, прежде всего, Анастасии Борисовне Максимовне, потому что, если бы не она, если бы она бы нам не помогла бы и не пошла бы с нами на контакт, то этого фильма бы, наверное, не получилось бы. Да, даже не наверное, а здесь можно утвердительно сказать, что не получилось бы. Ей огромная благодарность, большой пиетет и огромное ей спасибо. Я ей это буду говорить очень еще долгие годы, пока не сниму новый фильм, а когда сниму новый фильм, буду говорить, ну, буду все равно продолжать. Да, так что. Спасибо. А вы нам не расскажете вот немножечко об идее вашего фильма? Может быть, вот о технике, как вам так пришло в голову совместить вот эти, видимо, два фильма? Это очень удачно получилось. Четыре, наверное, фильмы. Даже четыре. Да. Да. Может быть, прокомментируете немножко? Да, конечно. У нас был, у нас перед нами стояло несколько вообще непосредственно задач. Первая задача – это вообще как минимум прикоснуться к этому явлению как СКБ Прометей, потому что мы к этому относимся немножечко по-другому, потому что мы сами занимаемся аудиовизуальным искусством, медиа-артом, мы организаторы фестиваля, международного фестиваля НУР. Мы вот недавно в Казани проводили большой, огромный фестиваль. Сами этим занимаемся, тоже разнопрофильными какими-то вещами. У нас нет такого, что у нас есть какой-то один продукт, который мы производим. Всегда разные профили, это все связано где-то с психологией, где-то с какими-то гуманитарными науками. И мы понимали, что просто так к СКБ Прометей прикасаться нельзя. Неосознанно точно нельзя. Надо быть к нему готовым, потому что это все-таки искусство. Мы говорим здесь об искусстве, мы здесь говорим о скрябине, и нам важно было подготовиться. Мы вот очень долгое время готовились, и впоследствии мы оцифровали где-то 20 кассет. Вот нам Анастасия Борисовна предоставила, мы их оцифровывали, это по три часа материала. Мы очень долго на все эти архивы смотрели, не понимали, что с этим вообще делать. Потом вторая задача была отснять всех людей и найти какую-то ключевую историю, про что именно мы расскажем. Потому что СКБ Прометей — это где-то 50 лет, огромное количество проектов, огромное количество самых различных светомузыкальных замыслов, которые они выполняли. Это разговоры о синестезии, очень сложные, причем вот тут до этого спикер выступал про Кандинского. И когда я услышал слово «синестезия» про синестетику, одна из важных задач была у Прометей. Мы понимали, что очень много тем, и надо на чем-то сосредоточиться. И больше всего нас, наверное, вдохновляла эта любовь, которая была в основе этой всей истории. Одна большая, очень сильная любовь. Я говорю не только про Балата Галеева и Ирину Ванечкину, а вообще в целом, вот в основе этой всей истории, это вот именно площадь свобода, то, что музыканты, физики, лирики влюбились друг в друга, начали в этом работать. И по факту, если честно вам признаться, на самом деле наша заслуга заключается лишь в том, что мы больше 10 часов каждый день работали, не вставая. Вот, наверное, только в этом. А так все складывалось достаточно магическим образом. Мы отсняли интервью, смотрим на него 10 часов и понимаем, что ага, вот здесь может появиться какой-то архив. Это все шло по наитию. И музыка сама очень, так, знаете, магическим образом. Вот Евгений Михайлов нас, кстати, предупредил после съемки. Мы с ним когда сняли интервью, он нам сказал, если вы имеете дело со Скрябином, если вот многие, наверное, бывали в доме музея Скрябина, я там тоже недавно был, то вы столкнетесь с какой-то магией. Будут какие-то магические, мистические штуки происходить. Я сразу начали, мы сразу беспокоились, что у нас все сотрется, пока мы это все снимаем и монтируем. Но, благо, этого не произошло, но появлялись какие-то, вот, к примеру, в начале фильма, где Геннадий Пронин рассказывает о Скрябине, о светомузыкальном замысле Скрябина. У нас это произошло случайно, что вот когда он подпрыгивал, это было, это, во-первых, произведение «Пойма огня», и вот там случайно произошло так, что звук совпал вот со стулом. Магия, мы это оставили. И вот какие-то такие вот вещи проходили. И, конечно же, нам хотелось связать эти все головы, чтобы был единый рассказ, потому что это очень сложно, они очень разные, все прометеевцы разные. Каждый из них большой художник по отдельности, и все вместе они еще большие художники. И нам как-то вот хотелось из этого всего один единый какой-то рассказ, и нам было сложно достаточно понять, как вот в этот фильм вплести Ирину Ванечкину и Балата Галеева. И так получилось, что в каком-то смысле они вместе, и Балат Галеев, и Ирина Ванечкина, и архивные фильмы, которые уже являются архивами, и одержимость, которые были сняты в свое время, они все вместе и интервью, они все рассказывали, по сути, одну большую историю. Все, если честно, ответ простой. Проще говоря, это все происходило случайно, каким-то магическим образом. Мы просто старались. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы готов рассказать? Я не знаю, кто посмотрел уже этот фильм, кто не посмотрел. Я посмотрела, и раз у нас есть такая уже уникальная возможность поговорить именно с режиссером, я буквально несколько слов очень понравилось. Вот то, что целое у вас получилось. Вот как бы вы не боялись за то, что целого не помню, вот из кусочков что-то делать, целое получилось, и очень хорошо его сковывает музыка. Она очень тонко подобрана. Не только та музыка, которая звучит в фильмах в самих композициях Галеева и его коллег, но и та музыка, которая вами тоже подключена. Потом я бы хотела сказать, что этот фильм у вас получился не для узкого круга зрителей. Он получился как раз для широкого круга зрителей, и я вам желаю такой вот большой широкой аудитории, потому что он и про человека, и про науку, и про любовь, и про санестезию, и про все вместе. Спасибо большое. Если есть у нас кто-то, кто еще хочет высказаться по поводу фильма, вот я сейчас приму людей у нас прослеживаться. Сергей Михайлович, вам удалось посмотреть фильм заранее? Конечно, я его полностью посмотрел. Ну и 52 года, так сказать, я с Казани связан. Для меня большая честь, для меня большая честь с вами говорить, потому что у меня сейчас чуть сердце не замерло, вы уж меня простите. А, боже мой. Я просто, ну, я вас видел просто в архивах, о вас слышал, когда вот снимал «Прометей», и сейчас вот вы здесь, я в шоке. Я просто это. Мне Рустам Фатахович Сайфулин про вас рассказывал, о вас вообще много говорили. Для меня большая честь видеть вас, большая честь. А Сергея Михайловича, может быть, следующий ваш фильм, это очень интересная фигура эпохальная. Сергей Михайлович, вам слово. Да, ну, в общем, конечно, мы посмотрели этот фильм, и я все фильмы предыдущие, материалы конференции много, так сказать, знаю. Потом Максимов очень много снимал, да и мы снимали тоже. В общем, короче говоря, с Казани связан вот действительно более полувека, и на моих глазах все это разворачивалось, поэтому мне это особенно, конечно, остро воспринимается. Ну, фильм, конечно, сделан замечательно, ребята, должен вас похвалить, потому что из разрозненного материала, хотя, да, он как бы на одну тему, но, тем не менее, сделали вы очень хорошо. И интервью нормально, так сказать, выстроились. Ну, в общем, не знаю, я посмотрел фильм с удовольствием. Мы посмотрели с Дашей, она сидит там в зале, она может тоже высказать свое удовольствие, потому что ей фильм очень понравился. Так что сейчас посмотрим еще раз с удовольствием. Вот так, давайте смотреть. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. У кого еще есть какие-то комментарии из присутствующих и посмотревших? Уважаемые коллеги, вот у меня такое предложение. Дело в том, что, как вы видели сегодня, у нас не совсем хорошо с качеством изображения. Я, конечно, включу его сейчас с нашего устройства, но если у вас есть возможность, вы можете посмотреть фильмы с каждой со своего устройства. Тем более уже вот у нас вечер, мы уже в зале здесь находимся много-много часов подряд, и фильм можно посмотреть и в удобное время. Единственный вопрос еще к Дидару Аразову. Дидар, скажите, пожалуйста, что в данный момент происходит с английскими субтитрами? И когда мы сможем послать ваш фильм, вы не торопитесь, но фильм хотели бы посмотреть, конечно же, наши зарубежные коллеги, и им будет это вот очень приятно. Мы делаем. Мы на самом деле уже перевели весь фильм. Мы перевели, мы уже вставляем эти все субтитры. Сегодня ночью наш монтажер тоже это будет все делать у нас. Будем стараться, постараемся к среде успеть. Реально, будем очень стараться, но заранее буду просить прощения, если не получится этого сделать. Мы сами тоже, конечно же, хотим, чтобы посмотрели. Дидар, это не горит. Но мы стараемся. Вы просто поставите мне ссылку, и я разошлю всем нашим коллегам, которые хотели бы на английском языке посмотреть. Спасибо. Возникают вопросы к Дидару? Тогда я предлагаю тем, кто может посмотреть со своего устройства, отключаться от конференции. Мы встречаемся завтра утром в 10.30. Все три дня мы встречаемся именно в это время. Всегда обед у нас с часу до двух, и есть еще получасовой перерыв с 4 до 4.30. Стараемся придерживаться этого графика. А сейчас мы с некоторыми участниками прощаемся, а для кого-то я оставлю этот фильм, и мы вот смотрим до того момента, как все это начнет, может быть, быть плохим качеством. А если нет, то попытаемся посмотреть до конца. Спасибо большое всем. Спасибо огромное. Я прощаюсь с кем-то, не прощаюсь, пытаюсь запустить фильм. Все хорошо, до свидания. Спасибо вам огромное за возможность. Спасибо вам. До свидания.